— Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь? — Так ничего, матушка, — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая глаза и лоб, как будто красой. Рухнуло все, чем была одушевлена жизнь Державина, целых двадцать лет. Теперь предстояло жить без веры в Екатерину и без плениры. Сама судьба ясно подсказывала, что одновременно со второй уже нитьбой пора перестроить на новый лад и всю жизнь, и самую лиру. Пора было, наконец, если не вовсе оставить отечество, как иногда помышлял он в отчаянии, то хотя бы оставить службу. Державин не раз просился в отставку. Конечно, по существу такая отставка значила бы, что певцу Фелиции нет места возле Екатерины. Державин с великой горечью осознавал это. Но душа человеческая извилистая. Он втайне мечтал, что, утратив надежды, вдали от государственных дел может еще сохранить иллюзию. К несчастью, Екатерина и теперь не понимала его, как не понимала прежде. Державин в ее глазах был чиновник, свободное время пишущий стихи, полезные в ее славе, одобряемые знатоками и любезные ей самой, когда они выходят вроде Филиппы. О служебной его неуживчивости она была наслышана, а затем и лично в том убедилась. Казалось бы, надлежит дать чиновнику отставку, вполне почетную, и тем самым избавить поэта от неприятностей, сохранив его выгодное расположение. Но беда была в том, что, не догадываясь об истинной связи между поэзией Державина и его службой, Екатерина все же их связывала, меж тем, как он сам был не прочь теперь эту связь нарушить. Она считала, что звание поэта и даже ее собственного автора само по себе очень невелико и должно быть подкреплено положением в службе, орденами, чинами. Пусть пишет стихи. Это была бы величайшая милость, которую в нынешних обстоятельствах она могла бы оказать Державину с величайшей выгодой для себя. Но это она говорила, когда бывала в сердцах. Когда же хотела Державина поощрить, то можно найти ему место. Мысль о том, что теперь он без поощрений вернее сохранит остатки поэтического благоволения к ней, не приходила ей в голову, потому что вообще не вязалась с ее представлением о людях. Отставка Державина означала бы в ее глазах разрыв, ссору. Она же по обычаю своему избегала ссоры, поэтому и не отпускала его, медлила, оттягивала, надеясь, что рано или поздно Державин перебесится и смирится. Он же, напротив, ожесточался, и было с чего. Крылья его все равно уже были подрезаны. Уже ведь и раньше он, как алхимик, подкидывал золото в свои колбы. Уже и раньше, осторожно вводя поучения в свои оды, пел он Екатерину лучшую, нежели она была. Все надеялся, что оригинал захочет походить на портрет. Теперь он, поклонник прямоты, шел на величайшую жертву, просил, чтобы ему было дозволено удалять от дел еще раз, последний, обмануть самого себя, не видя действительности, петь мечту, вернее, остатки мечты, которую сам он звал суестной, напрасной. Уже это была бы ложь, но он шел на это ради былой любви, ради живущего в его душе идеала, наконец, ради гордости и упрямства, чтобы не показать себя побежденным, а веру свою смешной. Но от него требовали лжи полной, грубой, придворной, чтобы он неизменно видел одно и все-таки пел другое, чтобы он пел богиню, не сводя глаз с императрицы, которая изо дни в день нарочно, упорно показывает ему, что она не богиня и быть богиней не хочет, разве только в его стихах. Не получая отставки добром, он постепенно пришел к тому, что не прочь был ее добыть, разгневав Екатерину, но она себя сдерживала. Это раздражало его еще более. Однако и ему должно было действовать с умом, так, чтобы днев государыни вышел как бы и незаслуженным, иначе сочувствие публики будет на стороне Екатерины. Он же хотел поймать ее на несправедливости. Злоба сделала его осторожным. 24 октября 1794 года Суворов взял Варшаву. Державин по этому случаю написал четверостишее, которое затем развернул воду, гиперболическую до крайности, самыми редкостными словами, томопомрачительными перестановками, с превеликим лирическим беспорядком, который по правилам Ода Писания должен был выражать бурный прилив чувств, но, кажется, чаще выражал обратно. Екатерина просмотрела рукопись, ничего не поняла, но, полагая, что все обстоит как должно и клонится к ее славе, велела Оду отпечатать, чтобы затем продавать в пользу каких-то вдов. Когда печатание было кончено, она призвала Попова и велела прочитать стихи вслух. Должно быть, надеясь, что с голоса они будут понятнее. Но Попов тоже ничего не понял. А как не смыслил он и в поэтике, то, читая, неумышленно перевирал. Вместо «бессмертная Екатерина» «Куда и что еще?» «Уже полна великих наших дел вселенной». Прочитал он «Бессмертная Екатерина». «Куда и что еще?» «Уж полна». Это не понравилось. Императрица насторожилась. Дойдя до обращения к Суворову «Трон под тобой, корона у ног, цай в полону», решили общими силами, что это уж чистое якобинство. Все три тысячи отпечатанных экземпляров были заперты в кабинете, так что и автор не получил ни одного. Екатерина была недовольна. Державин знал обстоятельства дела и мог без труда оправдаться, но оправдываться не стал. Досада Екатерины, пусть даже не основательная, входила в его расчеты. Вскоре к этой досаде прибавилось новое. Еще когда Державин в бытность с кабинетским секретарем огорчался своим бессилием писать в честь Екатерины, покойная жена ему присоветовала поднести государине просто собрание лучших его стихов, отчасти ей неизвестных. Державину эта мысль понравилась. Предположено было, кстати, что подносимая тетрадь затем будет издано и положит начало печатному собранию Державинских стихов. Державин принялся выбирать и исправлять пьесы, причем совещался с друзьями, совещания были бурные. Львов, Капнист, Дмитриев наперебой предлагали свои поправки. Державин то соглашался, то упрямился. К каждой пьесе в начале и в конце решено было сделать рисунки, по большей части аллегорические, прекрасно придуманные Олениным, исполненные они были плохо. В общем, работа оказалась громоздкой и на нее ушло много времени. Началась она еще в 1793 году, а кончилась только в октябре 1795. Державин приступил к ней в самую пору разочарования в Екатерине, чем в сущности она и была вызвана. Но раздражения и злобы в нем тогда еще не было. Во всяком случае, обозревая старые стихи, он еще нашел в душе силу воскресить прежний образ Филисы, твердостью признать, что обязан ему лучшими вдохновениями и с грустью, но без досады проститься с ним. Движимый уже не чувством, но воспоминанием о чувстве, он написал посвящение или по-тогдашнему приношение монархии. Что смелая рука поэзии писала, как Бога истину Филицию воплоти и добродетели Твои изображала, дерзаю к Твоему престолу принести, не по достоинству изящнейшего слога, но по усердию к Тебе, души моей. Как жертву чистую, возженную для Бога, прими с небесной улыбкою Твоей, прими и освети Твоим благоволением, и, музе, будь моей подпорой и щитом, как мне была и есть Ты от клевец спасенья. Да веселись она и с бодрственным челом пройдет сквозь тьму времен и станет средь потомков, суда их не страшась, Твои хвалы ищась. И алчный червь, когда межгробовых обломков оставший будет прах моих костей глодать, забудется во мне последний род багрима, мой вросший землю дом никто не посетит, но лира, коль моя в пыли, где будет зримо, и древних струн ее, где голос прозвенит, под именем Твоим громка она прибудет, Ты славою, Твоим я эхом буду жить, героев и певцов вселенной не забудет, в могиле буду я, но буду говорить. После этих стихов прошло больше года. За это время Державин еще раз просился в отставку или даже хотя бы в продолжительный отпуск, но вновь получил отказ. Когда изготовление тетради подходило к концу, певец Фелиция уже почти ненавидел прежний свой идеал. От поднесения рукописи он не отказался, но под влиянием ядовитых чувств включил в нее не только властителям и судиям, но и недавно конченого вельможу, в котором были прямые колкости по адресу императрицы и даже стихи о Суворове, только что вызвавшие неудовольствие. 6 ноября 1795 года тетрадь, переплетенная в красный софьян, была наконец представлена. По словам коммердинера Тюльпина, государыня читала стихи «Двое сутки». Но и две недели прошло молчание. Приезжая по воскресеньям на выходы, Державин приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним встретиться, не токмо говорить. В числе последних был и недавний друг безбородка. Наконец все объяснилось. Екатерина прочла впервые властителям и судиям. Один приятель спросил Державина, что ты, братец, пишешь за якобинские стихи? Какие? Ты переложил Псалом восемьдесят первый, который не может быть двору приятелем. Царь Давид, сказал Державин, не был якобинцем, следовательно, песни его не могут быть никому противными. Чтобы оправдаться перед Екатериной, Державину было достаточно развить это бесспорное положение и самое большее — объяснить отступление от библейского текста причинами поэтическими. Он же не только не спрятался за Псалома певца, но и представил Екатерине анекдот, в котором неприкровенно высказал, что в стихах действительно подразумевается она и ее правление. «Просили некоего стихотворца, — писал Державин, — как он смеет и с таким намерением пишет в стихах своих толерозительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он ответствовал. Александр Великой, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намеренник. В то же время вступил к нему медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелья. Придворные от ужаса побледнели. Но великодушный монарх, презря низкие чувства неласкателей, бросил проницательный свой взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питье ему принесенное и получил здравие. Так и мои стихи промолвил пиит. Ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они, однако, так же здравы и спасительны. Истина одна только творит героев бессмертными, и зеркало красавицы не может быть противным. Державин явно старался вызвать Екатерину на резкие действия. Она находилась в той поре жизни и царствования, когда зеркало ни в коем случае не могло быть ей приятным. Но она держала себя в руках, отчасти, может быть, потому, что проникла в замыслы Державина и не хотела сделать его жертвою в глазах общества. Именно с этой целью она иногда давала ему поручения с виду почетные, на деле же маловажные. Но вскоре Державин и тут сумел показать себя. Сама судьба помогла ему уязвить Екатерину глубоко и чувствительность. Открылись мошенничества в заемном банке. Комиссия для расследования этого дела была образована под председательством Петра Васильевича Заводовского, главного директора банка. Императрица назначила в нее и Державина, благо дело было пустяшное. Предполагалось только установить виновность кассира и нескольких служащих, которые, впрочем, не думали отпираться. Но Державину повезло. Вскрыв дело глубже, он с удовольствием обнаружил, что главный мошенник, сам Заводовский, один из приближеннейших к Екатерине людей, ее бывший фаворит. Комиссии волей-неволей пришлось доложить об этом императрице, а Вельможеза не мог с горя. На сей раз коварное усердие Державина едва не достигло цели. Поручив Зубову с безбородкой пересмотреть следствие и замять дело, Екатерина с негодованием назвала Державина следователем жестокосердым и пребывала по отношению к нему нарочито в неблагоприятном расположении. Державин со своей стороны не собирался уступать. Предвидя решительный бой, он его жаждал, но втайне, может быть, и страшился. Иногда воспаленное воображение нечувствительно уводило его далеко от действительности. Грядущее падение рисовалось ему в самых трагико-иронических образах, и он, как на театре, умилялся пред зрелищем благородной, но горестной своей участи. Однажды в задумчивости на обороте полученного письма начертал он себе эпитафию. Здесь лежит Державин, который поддерживал правосудие, но подавленный неправдой упал, защищая законы. Между тем, хотя обе стороны были раздражены до крайности, силуя вещей решительное сражение и все откладывалось. Ему и вовсе не суждено было состояться. Заботы и потрясения несравненно более важные поглотили Екатерину и подкосили ее здоровье. Ей было недодержавен. Со своей стороны Державин почти не бывал при дворе, и к нему избегали ездить. Случилось так, что об ударе по плексическому, поразившем императрицу утром 5 ноября 1796 года, узнал он лишь вечером на другой день и поспешил во дворец. Екатерина только что отошла. Пораженный Державин нашел ее труп посреди спальни, под белой простыней, и, облабызав по обычаю тело, простился с нею пролитием источников слез. Но то не были еще слезы примирения. За 34 года, протекшие со дня Петергофского переворота, успел сложиться тот особый уклад, который отчасти зовется веком Екатерины. Чем ближе к особе императрицы, следовательно, при дворе, в гвардии, в высшем чиновничестве, тем он был ощутительнее, крепче, привычнее. С ним сжились, его полюбили. Однако ж по силе многих причин наиболее чужд и прямо враждебен ему был 42-летний сын и преемник императрицы. Она никогда не любила Павла, Но постепенно этот костистый, угловатый человек в плохо сидящем мундире, с коротким носом на сером, скуластом, широкоротом лице, порывистый плотью и духом, становился ей все несноснее. Он возбуждал в ней тонкую злобу, презрение и брезгливость. Она же в его глазах была убийцей человека, которого он не успел узнать, но которого искренне или нет почитал своим отцом. Еще полагал он, что она насильственно завладела его короной, и, справедливо ли, нет ли, привык от нее и ее приближенных ждать себе заточения, а то и смерти. Он ненавидел ее, и едва ли не всех, и все, что с ней было связано, может быть, даже включая двух старших своих сыновей, которыми она завладела. В своей мрачной гатчине жил он особым двором, собственными своими войсками, как бы в мире, который не был и не должен был быть ни в чем, схож с миром Екатерины. Люди Екатерининского мира редко заглядывали в мир Павла, и он им чудился как бы потусторонним, как бы тем светом, в котором среди солдат витает окровавленный призрак солдата Петра Третьего. И не успели еще вписать в камерфурьерский журнал, что императрица Екатерина Алексеевна к сетованию всей России, всей временной жизни скончалась, как вместе с новым царем существа того света ворвались в этот. Настал иной век, иная жизнь, иное бытие, говорит современник. Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне как бы неприятельским нашествием. К ним, не сговариваясь, Державин пишет. Тотчас во дворце прияло все другой вид. Загремели шпоры, ботфорты, кисаки, и будто по завоевании города ворвались в покое везде военные люди с великим шумом. Дипломат-иностранец вторит обоим. Дворец на минуту принял вид крепости штурмом, взятой иноземными войсками. Глубокие преобразования еще только предносились воображению нового императора, но их предшественники и предвестники, новые порядки, вводимые круто-погатчински, тотчас появились всюду, в войсках, при дворе и просто на улице. Екатерина скончалась шестого, а утром восьмого ноября уже человек двести полицейских и солдат срывались с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания. У фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии. В двенадцать часов утром не видали уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены в несостояние действовать, и тысячи жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными головами и в разодранном одеянии. Не то чтобы крутость этих мероприятий исходила прямо от императора, усердствовала полиция. Но действительно во всем, от причесок до умов и от воинской команды до основных законов новый царь готовился повытрясти и повыколотить из России Екатерининский дух, как пыль и моль выколачивают из лежалой одежды. В его глазах то был дух своей воли, изнеженности, изсяческого разврата. Гвардия от солдат до фельдмаршалов ужаснулась суровым новшеством гатчинской экзорциции и самый дворец, казалось, преобразился. Знаменитейшие особы, первостепеннейшие чиновники, управляющие государственными делами, стояли, как бы, лишенные должностей своих и званий, с поникнутой головой, неприметной в толпе народной. Люди малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их, бегали, повелевали, учреждали. Ломка началась. Люди, связанные с минувшим царствением, ждали решения своей участи. Сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных. Одни, в том числе Платон Зубов, были застигнуты ужасом и отчаянием, другие, как безбородка, оживленные надеждою и расчетом, спешили застраховать себя услугами новому повелителю, третьи впали в оцепенение. На бальзамированное тело Екатерины долго оставалось без погребения. Несколько раз, стоя подле него на почетном дежурстве в числе прочих особ первых четырех классов, Державин с неодолимой холодностью взирал на лицо, которому, говорят, вернулась улыбка. И религия, и разум ему подсказывали, что теперь надо бы на душой примириться с покойницей, но это не удавало. Мало того, что судьба разлучила его с государыней слишком внезапно, в минуту взаимного гнева и раздражения, из всех обид, сердце человеческое труднее всего прощает разуверение. Поэтому, как ни старался Державин, живого, сердечного примирения с Екатериной, он все дни не обрел. Правда, он заставил себе написать ей «Надгробную» и «Эпитафию». Но хотя в «Надгробной» после каждой страфы повторялось «Все в гробе образец царей», «Рыдай, рыдай, рыдай о ней», именно рыдание-то и не получилось. Стихи вышли холодно. Лишь тогда вдохновение посетило его, когда, сознавая, что вместе с Екатериной закончилась великая часть его собственной жизни, он стал подводить итоги и самому себе искать право на бессмертие. Во след Горацио он написал себе памятник, воспоминание не об Екатерине, а лишь о своей поэтической связи с ней. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал. Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнув в забавном русском слоге о добродетелях и лицах возгласить, в смиренной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. За последние месяцы его гражданское одушевление с болью оторвалось от образа Екатерины и жило уже собственной, отдельной и, надо прямо сказать, ослабленной жизнью. Не то, чтобы разочарование в Екатерине повлекло за собой разочарование в идее, но все же идея утратила часть своего сияния. Она не помрачилась сама в себе, но прозрачная тень разочарования как бы впала и на нее. Прежней горячности в державине больше не было. Прямое рвение становилось привычкою к рвению. Упрямство, гордость и сознание долго ее поддерживали. Уж если напрасную оказалась вера в селицу, то, разумеется, ни в какого идеального царя нельзя верить. Идеальным царем не будет и Павел. Но где доказательство, что он будет хуже Екатерины? Обольщаться не надо, как и прежде не следовало, но кое-какие упования можно в него возлагать. Что он уймет распущенный, подрежет крылья корысти, пособьет спеси дворянской, не станет во всем потакать своим царедворцам, можно быть уверенным. И то уже благо. Что он кое-чему обучит невежд, надо надеяться, ведь вон как военность-то принялся обучать. Что он подтянет бездельников, это наверняка неутомимую заботливость в отправлении дел проявляет сам, и недаром уже теперь в департаментах и канцеляриях с пяти часов утра горят свечи. Правда, крутоват, однако ж оно и к лучшему, Екатерина была слабовата. А что прям, это и по всему, видать, прямоту Державин ценил в особенности, и Екатерина была уклончива. В понедельник 17 ноября под утро придворный лакей привез Державину повеление тотчас ехать во дворец. Было еще темно, когда Державин явился и дал знать о себе коммердинеру Ивану Павловичу Кутайсову, которого горбоносое смуглое лицо в кудреном парике сияло пронырливой веселостью. Кутайсов ног под собой не чуял от радости по случаю воцарения своего благодетеля. На расцвете Кутайсов взвел Державина в кабинет государя. Мужа покойной молочной сестры своей Павел принял с нарочитым радушием. Наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безинтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем своего верховного совета, дозволив ему вход к себе во всякое время. Державин остался верен себе. Поблагодаря его отозвался, что он рад ему служить со всей ревностью, ежели его величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий. Павлу это понравилось чрезвычайно. Вот слуга, который ему впрямь необходим. Он взглянул на Державина пламенным взором и весьма милостиво расклавился. В великой радости вернулся домой Державин. Шутка ли стать правителем Верховного совета? В нем заседали граф Разумовский, граф Румянцев-Задунайский, граф Чернышев, граф Салтыков, враг Державина-Заводовской и другие. Павел сюда прибавил двоих князей Куракиных, Саймонова, Васильева, графа Сиверса. И надо всеми ними Державин будет поставлен правителем, как генерал-прокурор над сенаторами. Должности такой до сих пор еще не было, он первый ее займет. Вот когда признаны его добродетели, вот когда заскрижищет порог в лице врагов его. Все это было чистейшее заблуждение. Во вторник вышел указ об определении Державина, но не в правителе совета, а в правителе канцелярии совета. Разница превеликая, а для сенатора, каковым был Державин, и унижением. Обескураженный, он решился просить у государя инструкции, то есть разъяснение, в чем должна состоять его должность. Во вторнике, в среду, он делал визиты членам совета и не скрыл от них своего смущения. Его весьма поддержали, кажется, не без злого умысла. Настал четверг, день совета. Не имея права сесть за стол членов, Державин не сел и за стол правителя канцелярии, так и слушал дела стоя или ходя вокруг присутствующих. Все эти дни, те самые, когда было извлечено из гроба тело Петра Третьего, и Павел с семьей каждодневно ездил в лавру на панифиды, Державин обедал и ужинал во дворце. Но аудиенцию у государя удалось ему получить лишь в субботу, двадцать второго числа. Император, занятый мрачными мыслями, все же встретил его довольно ласково и спросил, что надо дно. «По воле вашей, государь, был в совете, но не знаю, что мне делать». «Как не знаете?» «Делайте, что Самойлов делал». Самойлов был при Екатерине правителем канцелярии совета. «Я не знаю, делал ли что он. В совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государине протоколы совета, почему осмеливаюсь просить инструкции». «Хорошо, предоставьте мне». На этом следовало бы кончить. Но Державин не вовремя вспомнил свободу, которую имел при докладах у покойной императрицы и прибавил, что в совете не может он сидеть с членами Онова, ибо к тому не назначен, а сидеть за столом канцелярским ему невместно. Так вот, не стоять ли ему между столами? Им словом вспыхнул император. Глаза его как молнии засверкали. В бешенстве подбежал он к дверям, распахнул их, пред кабинетом стояли люди, Трощинская, Архаров и прочие. «Слушайте», — закричал Павел, «он почитает быть в совете себя лишним». И, обратясь к Державину, «пади назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу». Тогда свету не злили, и Державин в свою очередь обратился к слушателям, указуя на государя, «Ждите, будет от этого толк». Как в беспамятстве выбежал он из дворца и дико смеялся, и дома не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся. Слухи полетели по городу, слова Державины пересказывались на все лады и даже приукрашались, хотя довольно было и правдой. Для Державины ждали великих бед, вспоминали пословицу «Погибла птичка от своего язычка». Все, однако же, ограничивалось кратким указом. Тайный советник Гаврила Державин, определенный правителем канцелярии совета нашего, за непристойный ответ им, пред нами учиненный, отсылается к прежнему его месту 22 ноября 1796 года. Фавор, начавшийся в понедельник, в субботу кончил. Павел оказался пожестче Екатерины, но на сей раз Державин и дома почувствовал, что Дарья Алексеевна не племера. Она с ним не стала смеяться, а учинила ему нагоняй и немедленно созвала семейный совет из Капнистов и Львовых, благо все три поэта были женаты теперь на трех сестрах. Капнист опять жил в Петербурге, вел трудную тяжбу с соседом своим Тарновским и дописывал комедию. С какой стороны ни взгляни, ему нужны были покровители. Державинская беда приходилась ему не кстати. Львов и при новых порядках чувствовал себя, как рыба в воде и не понимал, чего еще надобно Гавриле. Словом, осыпав его со всех сторон жульбою, что он бронится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха. Державин сунулся было туда-сюда, но нигде помощи не нашел. Он бы и бросил все это дело, стал бы писать стихи, его тянуло к перу. Он дописал бессмертие души, начатой одиннадцать лет тому назад след за Богом. Отколе чувств по насыщению объемлет душу пустота? Не от того, что наслаждение для ней благ здешних суета, что есть для нас другой мир, краша, есть вечных радостей чертог, бессмертие, и ия наша, покой и веру в желание, Бог. Но верх желаний Дарьи Алексеевны не в том заключался. Ее стихией были дела житейские. Женою полуопального сановника она никак не желала бы. Покою Державину не стало. По ропоту домашних был в крайнем огорчении, и, наконец, вздумал он без всякой посторонней помощи возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта. Явилась Ода на Новый 1797 год, в сущности, новосорение Павла Первого. За нее Державина ославили льстецом, обвинения незаслуженные. Державин видел еще лишь начало царствования, ознаменованное при всех резкостях рядом великодушных поступков и благих начинаний. Правда, суровые кары тотчас обрушились на некоторых приближенных Екатерины, особенно на причастных к перевороту 1762 года. Зато другие были обласканы с исключительной щедростью. Зато Костюшко, Потоцкий и Немцевич выпущены на волю и даровано прощение всем вообще полякам, подпавшим под наказание за точение их ссылку по случаю бывших в Польше замешателей. Из Ильинска был возвращен Радищев, из Шлиссельбурга освобожден Новиков, масон Лопухин вызван с Петербург и обласкан, по его ходатайству были выпущены все заключенные из тайной канцелярии, кроме повредившихся в уме. В первых дней царствования Павел повел борьбу с судебной канцелярской волокитой. Капнест недаром посвятил ему ябеду. Далее император выразил твердое намерение прекратить войны. Рекрутов, набранных по указу Екатерины, он распустил по домам. Хлеб, забранный для провианского департамента в казну, приказал вернуть и так далее. Все это и было отмечено Державиным. Поэт следовал только истине и давнему воспитательному правилу своей поэзии по возможности не бичевать порог, но поощрять добродетель, возбуждая ее к новым подвигам. Он и теперь считал, что чем прекраснее портрет, тем более оригиналу захочется быть на него похожим. Наконец, не мог он не сознавать великодушия, проявленного императором к нему лично, за оскорбление неслыханное и незаслуженное, которым должно бы извиниться, будь даже Павел не император, а простой смертный. Поплатился он всего только отчислением к прежней должности. Можно сказать, однако, что, не подчинившись голосу Лести, Лира Державина все же была на сей раз унижена подчинением домашнему натиску. И она за себя отомстила. Ода вышла холодная, натянутая, бескрылая. Эти поэтические недостатки не помешали ей, впрочем, возыметь свое действие. Павел велел генерал-адъютанту представить Державина и обошелся с ним милостиво. Тем самым был восстановлен и мир семейный в доме Державина. Обвинять Державина в Лести не только несправедливо, но и непроницательно. Льстить государю как раз не входил в его расчеты. Помириться он был не прочь, но искать близости, домогаться новых благ или должностей ему уже не хотелось. На это обстоятельство он едва осмелился бы намекнуть Даше и то разве только обиняками. В возможности ужиться с Павлом так, чтобы действительно влиять на дела, он больше не верил, а без того служба грозила лишь новыми неприятностями. Конечно, сидеть сложа руки он не умел, в нем не остыла еще потребность или привычка действовать, кипятиться, рыться в законах, но эта привычка находила себе утоление и помимо службы. Слава строптивого чиновника и плохого царедворца постепенно создала ему в обществе славу особо честного и беспристрастного человека. Все чаще к нему обращались с просьбами быть третейским судьей, в разных делах, когда стороны не хотели довериться казенному правосудию. Сверь того, многие люди, дела которых были расстроены, просили державина о принятии опеки над их имуществом. Эти суды, которых он провел около сотни, и опеки, которых при Павле он имел в своем управлении целых восемь, требовали немалых трудов и создавали ему почетное общественное положение. Поэтому, примирившись с старем и тем сняв с себя тень опалы, державин отнюдь не просил новой должности. Рад был остаться всего лишь сенатором. Да и в сенате приучал он себя относиться к делам спокойнее. Понял, что плетью обуха не перешибешь. Когда возникали шумные прения, он не без яду повторял слова государя. Мне велено сидеть смирно, то делайте вы как хотите, а я сказала же мою резолюцию. К мечтаниям об отстранении от службы подготовлял он Дарью Алексеевну осторожно, под покровом поэзии даже легонько льстя ей. К богам земным сближаться ничуть я не ищу, и больше возвышаться никак я не хочу. Душе моей покою желаю только я, лишь будь всегда со мною, ты Дашенька моя. Это желание все более укреплялось. Новое царствование едва ли не каждый день давало к тому поводы, а Павла, постигшая Суворова, была одним из наиболее разительных. Будучи вполне убежденным противником войны, проповедуя мир миру и в том почитая одну из своих заслуг, Державин по чувству патриотическому великим уважением относился к екатерининским полководствам. Недавно умершего Румянцева, которого недовольно знал, он прямо идеализировал. Суворову прощал человеческие слабости, высоко чтил в нем набожность и сумел понять тонкий смысл его символических чудачиц. Со своей стороны и Суворов, питавший слабость поэзии, оценил автора Бога и Фелисы. В толпе екатерининских вельмож прямой и ни с кем не схожий Державин небезоснований казался ему чем-то вроде того, что Суворов был сам среди полководств. Он звал Державина Аристидом. В свое время ода на взятие Измаила не могла ему не польти. Вслед за тем Державин прислал ему первое четверостишее на взятие Варшавы. Полководец был покорен вполне и ответил поэту стихами довольно витиеватыми, о коих, впрочем, писал, что они сложены к простоте солдатского сердца. Царица севером владея предписывает всем закон, в деснице жезл судьбы имея вращает феру без препон. В конце 1795 года Суворов приехал в Петербург Екатерина ему отвела дом князя Таврического где он спал на соломе и ходил почти на гишом. На второй день его там пребывания многие знатные особы с утра устремились к нему с визитами но не были приняты. Первого принял он Державина в своей спальне долго беседовал и не отпускал. В 10 часов приехал Платон Зубов. Суворов с ним говорил стоя и не впуская дальше порога. Немного спустя он его спровадил Державина же оставил обед. Во время обеда приехал вице-канцлер граф Остерман. Суворов выскочив из-за стола выбежал на подъезд. Гайдуке открывает для Остермана карету но тот не успел и пристать как Суворов скакнул к нему сел рядом поздоровался поблагодарил за посещение и выпрыгнул обратно Остерман уехал. Суворов вернулся в столовую и со смехом сказал Державину этот контр-визит самый скорый лучший и взаимно неотягостительный. В той поры они подружились. Когда в феврале 1797 года Павел грубо отставил Суворова а затем сослал в Боровицкую глушь под присмотр земской полиции Державин только был поражен что слов у него не нашлось. Между тем успел уже пострадать и Валериан Зубов. Конечно военные заслуги Зубова никак не сравнимы с Суворовскими но его опала была еще более незаслуженной. Суворов хоть прогневил императора язвительными речами Зубов пал жертвою необузданного павловского миролюбия он командовал армией которую Екатерина отправила против Персии войска были отозваны вдруг без ведома Зубова там же он брошен на произвол судьбы в краю неприятеля Державин Державин которую не мог разумеется напечатать но в списках пустил по городу намекая на прежние свои стихи он в ней говорит по быстром перцев покорении в тебе я Александра чтил о помни как в том восхищении пророчи я тебя хвалил смотри я рек триумф минуту а добродетель век живет сбылось и грудни счастье дуту и как оно к тебе хребет свой грозным смехом повернуло ты видишь видишь как мечты сияние вокруг тебя заснуло прошло остался только ты он с каждым днем убеждался что на место екатериненских зол являются новые павловские а старые блага уничтожаясь новыми не замещают понемногу он научился вздыхать о прошлом он посетил царское село оно показалось ему горестными развалинами он понял что екатериненская слава умерла павловской же не будет житейским отсюда выводом было желание стать в стороне от государственных дел во всяком случае подали откормила а выводы поэтические изложил он в стихотворении к лире петь петь румянцев избирался петь суворова хотел гром от лиры раздавался и со струн огонь летел но завистливой судьбою задунайский кончил век а ремникский скрылся с мою как неславный человек что ж приятно ли им будет лира днесь твоя хвала мир без нас не позабудет их бессмертные дела так не надо звучных строев переладим струны вновь петь откажемся героев а начнем мы петь любовь начнем сказано не совсем точно любовная лирика присутствовала в поэзии Державина и раньше эта поэзия с нее даже и началась в ту казарменную пору когда юный поэт еще не решался гнаться за пиндаром но постепенно она была и количественна и качественна заслонена музой гражданской и историографической тоже ну в меньшей степени случилось с религиозной поэзией Державина кроме общественность были тому и другие немаловажные причины личные и литературные даже именно сочетание личных с литературными Державин во всем начинал с подражания исходил из готовых форм вместе с ними заимствуя у других поэтов оттенки мыслей и чувств для его поэзии это был неизменный ход развития так началась и его любовная лирика и все шло гладко пока для его солдатских шашней и офицерских интриг хватало сердечного и стихотворного опыта черпаемого из условной легковесной эротической поэзии которая была ему открыта но этого опыта сразу оказалось недостаточно лишь только Державин охвачен подлинным и глубоким чувством к Екатерине Яковлевне образцы которым он мог бы следовать выражали нечто вовсе пустое в сравнении с его любовью перед этой любовью очутился он столь беспомощен что когда по законам ухаживания понадобилось ему посвятить невесте стихи он ничего не мог написать и поднес старую вовсе не к Катеньке обращенную пьеску которую кое-как докончил прибегнуть к маленькому обману ему было легче нежели говорить о предмете своей любви суетным и жеманным языком тогдашней поэзии этому несоответствию чувства и способов выражения суждено было не сглаживаться а углубляться по мере того как любовь к племире становилась полнее и строже как раз в то время когда в иных областях поэзия Державина созидалась то есть когда он все более обретал силу высвобождать выращивать свое из чужого именно в области любовной лирики он ничего не мог сделать ибо ему не с чего было начать правда читая Ломоносова Самарокова Хераскова Имена бывшего своего подчиненного и спутника по Аланецкому путешествию обращаясь к немецким поэтам и особенно беседуя с Львовом весьма оценил прелесть анакриона точнее того своеобразного сплава который к 18 столетию образовался из подлинных песен античного лирика и многовековых подделок переводов и подражаний но рассудительное сладострастие анакриантической поэзии ничего не имело общего с любовью к племире рано усвоив анакриантические образы и приемы Державин все же не применял их для изображения своей любви в конце концов она так и осталась невоспетой неизъяснимой у Державина есть несколько трогательных нежнейших упоминаний о племире но прямо любовных стихов всецело ей посвященных нет на племиру Державин истратил всю любовную силу души своей после нее он уже никого по-настоящему не любил половина души опустевшая со смертью племиры Милена его не была заполнена именно поэтому Державин который при жизни Екатерины Яковлевны не смотрел на других женщин женившись на Дарье Алексеевне стал на них даже очень заглядываться у Плениры не было поводов к ревности у Милены их было вполне достаточно начиная примерно с 1797 старость Державина овеяна любовными помыслами и исканиями особо внушавшие ему нежные чувства чаще всего сокрыты под условными поэтическими прозвищами или вовсе не названы история сохранила лишь небольшую часть имен достоверных среди них в разные годы встречаем мы Варю и Парашу Бакуниных двоюродных сестер Дарьи Алексеевны сирот в которых она у себя приютила молоденькую плесунью Люси Штернберг воспитанницу графини Стейнбок юную проказливую графиню Сологуб 17-летню Дуню Жигулину были и другие мы с ними еще встретим совсем молоденькие девушки привлекали Державина в особенности он между ними почти не делал различия все были хороши вот каково было его шуточное желание если б милые девицы так могли летать как птицы и садились на сучках я желал бы быть сучочком чтобы тысячам девочкам на моих сидеть вверх пусть сидели бы и пели били гнезды и свистели выводили птенцов никогда б я не вгибался вечно б ими любовался был счастливей всех сучков о каждом отдельном случае невозможно сказать как далеко заходили ухаживания Державина всегда однако же деятельно иногда вероятно приходилось довольствоваться полунасильно сорванным поцелуем впрочем девические обычаи той поры были довольно свободны предание рисует анакриона беззаботным старцем в кругу юных графов анакриантическая личина как нельзя лучше подошла стареющему Державину памятником его неизъяснимой любви к племире осталось молчание его нынешнее увлечение было легко и кстати выразить в вольных переводах и подражаниях теоскому певцу Державин в анакриантических своих песнях скажет себя веселым находчивым стариком окруженным девушками он ими любуется нашептывает им нежности порой слегка бесстыдные радуется любовным удачам а в случае неудачи не унывает и сам не просит пошутить насчет своей старости совмещение остатков античности с наслоениями последующих столетий особенно семнадцатого и восемнадцатого составляет не только признак того анакриантического сплава о коем уже говорено но и его своеобразную прелесть анакрион беседует с хлоями и калистами в которых приятно узнавать милых модниц на французских остреньких каблучках эллинские роты и латинские купидоны целят своими стрелами в их сердца сатиры и фавны пляшут средь выцветающих декораций пастушеского балета державин еще усложнил эти изящные несоответствия придав им неожиданный третий слой анакриона он несколько обрусил но с тончайшим вкусом не во всем и не сплошь но как раз настолько чтобы все три слоя слегка просвечивали это вышло само собой на деньги полученные в приданые Дарья Алексеевна купила в 1797 году сельцо Званку на берегу Волхова в 55 верстах от Новгорода там чаще всего протекали романтические истории Гаврила Романовича крестьянские дворовые красавицы играли в них может быть еще более важную роль чем приезжие барышни и вот пейзаж Званки ворвался в чужеземную поэзию зазвучала не книжная но селянская речь русские дали раскинулись под искусственным небом анакриона засвистала пеночка славянский лель порхнул мишамурами лада соперничает с Венерой охотнички постреливают дичину скрипят жернова на мельницах для державина только тот мир прекрасен который похож на Россию и вот среди эллинских нимф и французских пастушек развивая одежды античными складками заплясали в кокошниках крепкие русские девушки сребро-розоватые лицом варюши параши любушки для державина девушка непрекрасна если она не русская и он с гордостью вопрошает анакриона зреуны ты певец сиитской как в лугу весной бычка пляшут девушки российские под свирелью пастушка как склоняясь главами ходят башмачками в лад стучат их руки взор поводят и плечами говорят как их лентами золотыми челы белые блестят под жемчугами дорогими груди нежные душат как сквозь жилки голубые льется розовая кровь на ланитах огневые ямки врезала любовь как их брови соболины полный искр соколей взгляд их усмешка души львины и орлов сердца разят коль бы видел дев всех красных ты б гречанок позабыл и на крыльях сладострастной твой эрот прикован был обдумывая рисунки для будущей книги державин сочинил к этим стихам концовку многокрылатый эрот привязан к простой русской пряслице на коей видна кудель в этом смешении стилей не должно видеть ни наивности ни нечаянности смысл и прелесть своего русского анакреонтизма державин понимал и его создание ставил себе заслугу изображая самого анакреона и намеренно придавая ему собственные свои черты он говорит цари к себе его просили поесть попить и погостить таланты злато подносили хотели с ним друзьями быть но он покой любовь свободу чинам богатство предпочел средь игр веселья и хороводу с красавицами век провел беседовал резвился с ними шутил пел песни вздыхал и шутками себе такими венец бессмертия смыскал посмейтесь красоты российские что я в мороз у кобелька так вами как певец низкий дерзнул себе искать венка певец северной минервы мечтал теперь стать северным анакреоном но удалиться от царей ему еще не было суждено почти два с половиной года державину удавалось сидеть в стенате словно в норе наконец интрига довольно сложная выманила его оттуда зоричу бывшему своему любимцу екатерина пожаловала огромное так называемое шкловское имение в могилевской губернии там зорич и жил почти что на положении феодальном как вдруг весной 1799 года поступила от шкловских евреев жалоба на утеснение и им чинимое еврейский горести особенно близко принял к сердцу кутайцев возможно самая жалоба была подана не без его участия он рассчитывал что в случае изобличения зорича великолепное имение может быть взято в казну а затем куплено им кутайцевым за дешевую цену надобно было произвести в шклове следствие и кутайцев старался придумать кого бы туда послать между тем в сенате должно было решиться старое 12-летнее дело о взыскании в казну 300 тысяч рублей стамбовского купца Бородина того самого из-за которого Державин лишился своего губернаторства дело возникло еще по жалобе Державина чтобы решить его в пользу ответчика покровители Бородина Гудович Заводовский и Васильев ныне уже барон мечтали на это время удалить Державина из столицы они-то и присоветовали кутайцеву отправить его в Белоруссию Заводовский по личному опыту знал что Державин следователь жестокосердый в июне месяце государь по просьбе кутайцева послал Державина в шклов но Державин прибыв на место и кстати сказать дорогой заведя небольшой роман установил что и Зорич имеет столько же оснований жаловаться на евреев как и они на него такой исход следствия кутайцеву оказался не на руку последовало высочайшее повеление Державину вернуться в Петербург на судьбу Державина эта командировка сама по себе не оказала влияния она примечательна лишь как первая попытка вывести его вновь на сцену из-за кулис вскоре последовала вторая хотели послать его на ревизию в взятку ему однако же удалось отвертеться и до поры он снова обрел покой как раз в это время произошли события о которых должно сказать хотя к службе Державина они прямого касательства не имели еще за несколько месяцев до поездки Державина в Белоруссию сбылось его предсказание что везде Суворова суждено взойти вновь в конце февраля полководец прощенный Павлом по настоянию Венского двора отправился в знаменитый итальянский поход когда появились известия о первых его успехах о переходе через Альпы и о вступлении в Милан Державин написал оду на победы в Италии едва упомянув имя императора назвал он Суворова лучом восстиявшим из-под спуда Затем Затем самое главное самое главное быть может было то что в торжестве Суворова воспевал он и торжество справедливости правда он сделал два-три комплимента Павлу но были тому основания во-первых стихи посвященные русской славе перед лицом Европы не кстати было бы омрачать отголосками грустных российских дел во-вторых Державин искренне был уверен что на ссоре Павла с Суворовым ныне поставлен крест и не хотел бередить старые рану но Ода писана была в октябре 1799 года при первом известии о Суворовском подвиге издана же в начале 1800 когда престарелый полководец уже больной вернулся в Россию и в нос было замечено тайное к нему недоброжелательства государю тогда-то на обороте заглавного листа Державин велел припечатать лесный по внешности но внутренне очень колкий эпиграф великий дух чтит похвалы достоинством ревнуя к подобным малая душа не видя их в себе помрачается завистью ты Павел равняешься солнцу в Суворове уделяя ему свой блеск великолепнее сияешь из этих слов Павел познал что примечено публикою его недоброжелательство к Суворову из зависти естественно что после такого познания ода была принята ему холодно между тем самому Суворову суждено было кончать свои дни в болезни Державин не раз посещал его свидания были исполнены той простоты которая приличествовала обоим Суворов перед Державиным оставлял чудачество Державин в присутствии умирающего Суворова становился спокойнее учился чувствовать приближение старости мудрее вспоминать прошлое судить о нем снисходительней и любовной им было что вспомнить от пугачевских степей до янтарных теремов царского села казалось история и филипса незримо присутствовали среди их беседы Суворов спросил однажды какую же ты мне напишешь эпитафию по-моему много слов не нужно ответил Державин довольно сказать здесь лежит Суворов 6 мая Суворов при нем скончался Державин вернувшись домой прошел в кабинет ученый снегид трепыхнулся в клетке и по привычке тотчас пропел все что знал одно колено военного марша Державин плотнее прикрыл дверь подошел к конторке провел рукой по глазам взял перо «Кто ты заводишь песню военную флейки подобно и милой снеги С кем мы пойдем войной на гиену Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сидя смирно в фенате, державин только однажды вызвал неудовольствие государя, когда, вступаясь за мелких шляхпичей ксензов, обвиняемых в государственной измене, высказал мысли по тому времени замечательные. — Придет время, — сказал он, — узнаете, чтобы сделать истинно верноподданным завоеванный народ, надо бы на его привлечь прежде сердце правосудиям и благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступления, как и коренных подданных, по национальным законам. На другой день ему передали, что государь приказал неумничество. Зато стихами, исполненными ту из зрительных намеков, то неприятность норовоучений, вызывал он гнев Павла довольно часто. За одой на возвращении Зубова следовала двусмысленная ода на новый 1798 год, за ней стихи к самому себе, после которых Павел, увидев державина при дворе, с яростным взором по обыкновении его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то приметили и думали, что верно отошлет державина в ссылку, или, по крайней мере, вышлет из города в деревню. Ссылку пророчили из околкости в воде на рождении великого князя Михаила Павловки. Правда, государь вместо ссылки прислал державину табакерку. Но это был лишь минутный жест, один из бесчисленных жестов той постоянной драматической импровизации, которая давно заменила Павлу действительность, была его отрадою и мучением, и решила его судьбы. В общем, державин был ему неприятен. Он прямо жаловался генерал-прокурору Лопутину, что державин все колкие какие-то пишет стихи. Эпиграф к альпийской оде тоже, конечно, ему запомнился. Казалось бы, если Павел не любит державина, а державин не хочет кружить при Павле, то им встретиться вовсе не суждено. Однако в придворных делах, а в те времена все дела государственные силы и вещей становились придворными, имелась особая своя логика. Вернее, логика была обычная, следствия, как всегда, вызывались причинами. Но сами причины, попадая в придворный мир, вызывали совсем не те следствия, которые они вызывали бы в иной сфере. Державин и Павел встретились, и как раз потому, что избегали друг друга. И даже именно при Павле, неожиданно для обеих сторон, вопреки и их желаниям, и характерам, державину было суждено служебное возвышение почти стремительное. В былые годы державин судил людей строго, и, как дурных встречалось более, чем хороших, то и было у него при дворе и в правительстве более врагов, чем друзей. Среди сильных людей нового царствования не было у него ни тех, ни других, потому что на всех он взбирал с одинаковую холодностью. Прежде он, начертя голову, кидался на борьбу с беззаконием, плутовством, пронырством. Ныне довольствовался тем, что сам поступал по закону и совести, а выводить на чистую воду, обличать и карать ему более не хотелось. Теперь с ним уживались все, кому ранее от него житья не было бы. При Екатерине он ставил себе высокие цели и ради них искал власти. Теперь, когда он решил, что борьба бесполезна, уже и самая власть ему была не нужна. Ничего он не проповедовал, ни зачем не гнал. По законам придворной логики это тем более открывало ему карьеру, ибо никто уже не страшился ни его мыслей, ни его соперничества. Без друзей, без врагов, без целей. Павел очутился он и вне партий. То есть, как если бы и во всех партиях сразу, потому что теперь люди всех партий равно могли искать у него содействие. В то же время никто не боялся, что он слишком возвысился. Его личные отношения с государем заранее ставили возвышению такому известный предел. Никто не боялся, что Павел слишком полюбит Державина, да и Державин никак не годился во время стихи. И так ни перед кем не заискивая, но не проявляя слишком открыто свой нрав, единственно, благодаря сложнейшему ходу придворных дел для самого себя неожиданно Державин стал возвышаться. Летом 1800 года снова послали его в Белоруссию. Цель была вроде той, что и при первой командировке. Надеялись, что он изобличит временных владельцев казенных земель в жестоком обращении с крестьянами, и тогда земли будут отобраны в казну, чтобы попасть в руки Кутайцева и других. Державин опять не исполнил того, что от него требовалось, но в его отсутствии хитрые придворные обстоятельства так сложились, что он вдруг был пожалован действительным тайным советником, получил почетный командорский крест Мальтийского ордена и был заочно назначен президентом восстановленной коммерц-коллегии. Примечательно, что, узнав об этом, он писал жене «Ты радуешься, но я не очень». Со своей стороны государь, когда Державин приехал в Петербург, не пожелал принять его и сказал генерал-прокурору об Альянинову «Он горяч, да и я, так мы, пожалуй, опять поссоримся. Пусть доклады его идут ко мне через тебя». Не прошло и трех месяцев, как Державин, никаких подвигов не сверша, пошел в гору еще быстрее. Повелено ему быть вторым министром при государственном казначействе и управлять делами, общее с государственным казначеем. Это повеление состоялось 21 ноября, а 22-го государственный казначей барон Васильев смещен вовсе и Державин назначен на его место. 23-го числа он уже сделан членом того самого Верховного Совета, из-за которого некогда поссорился с государем. 25-го переведен из Межевого департамента Сената первый, а 27-го пожаловано ему 6 тысяч рублей столовых ежегодно. Тогда же назначен он заседать в Советах Смольного монастыря и Екатерининского института. Человек слав. Легкие служебные успехи, которых Державин не знавал раньше, начинали ему нравиться. Приятно было, что ордена сами собой усыплются на грудь, а деньги в карман. Порой ему даже казалось, что государь научился его ценить, но государь хмурился по-прежнему. Самое крещение 1801 года он было расцверепел, узнав, что Державин обедал у Платона Зубова. Призвал к себе в кабинет, сам сел на софу, а Державин велел сесть напротив. Говорил прилежно, глядя ему в глаза, и отпустил с грозным видом. Стремительное возвышение Державина с самого начала объяснялось не благоволением государя, а происками Кутайцева и генерал-прокурора Абальянинова. Кутайцев хотел погубить Васильева, у них были старые счеты. Генерал-прокурор подольщался к Кутайцеву. Вот и спихнули они Васильева и посадили на его место безопасного Державина, которого старались задобрить и задарить, внушая, чтобы он при вступлении в должность настойчивее проверял денежную отчетность. Кутайцев надеялся, что удастся представить Васильева вором. Но Державин был непослушным орудием, он стал действовать добросовестно и не спеша. Кутайцев и Абальянинов на него ворчали, так что Державин побаивался и, как бы снисходя к Васильеву, самого себя вместо его не упрятать в крепость. Наконец, уже в марте 1801 года он представил рапорт, из коего следовало, что в отчетности казначейства имеются недостатки, но в общем счеты между собой согласны. Этот рапорт рассматривался в Совете 11 марта в присутствии великого князя Александра Павловича, недавно туда назначенного. Абальянинов нападал на Васильева, обвиняя его в преступлении. Наследник, напротив, с горячностью вступался, отрицая даже неисправности. Державин балансировал на ту и другую сторону, подтверждая наличность ошибок со стороны Васильева, но отрицая злой умысли. На другой день ему предстояло докладывать императору для окончательного решения. Вечер провел он у генерал-прокурора, трактуя осоляных подрядов. Около полуночи поехал домой. Стояла ненастье. Луна бежала в громоздких, быстро летящих сусах. Резкий ветер, всегда подавляющий душу и родящий тревогу, налетал с типоватым ревом, напоминающим голос императора. Завтрашний доклад беспокоил Державина. Обманувшись в расчетах, Кутайсов, наверное, успел нажаловаться. Укладываясь в постель, Державин прислушивался, как за окном шумит буря. За ночь, однако же, ветер упал. Солнце, вступая в знак Овна, стояло поутру среди голубого неба, начиналось отчетель. То был первый день, первой весны девятнадцатого столетия. Часов в восемь вбежала параша Бакунина, теперь уже, впрочем, госпожа Милова, и объявила, что государь убит. Из Зимнего дворца привезли повестку. Его императорское величество государь-император Александр Павлович указать соизволил сего марта двенадцатого в девять часов поутру иметь приезд во дворец Его императорского величества для принесения присяги на верность Его императорскому величию. Если некогда воцарение Павла Первого показалось вторжением неприятеля в завоеванный город, то его смерти радовались, как изгнание супоста. При дворе, в канцеляриях, в частных домах, на улицах люди поздравляли друг друга, обнимались, спешили облечься во фраки, жилеты и круглые шляпы. Панталоны и сапоги с отворотами появились всюду, все головы причесались а-ля тетюз, косички были уничтожены и букли обрезаны. Дамы, не теряя времени, переменили моду, экипажи с французскую и немецкую упряжью исчезли, а появилась вновь русская упряжь, кучера и форейтеры. Общество предавалось ребяческой радости. Сам молодой император поспешил снять с себя знаки мальтийского ордена. Словом, восторг, по выражению свидетеля, выходил даже из пределов благопристойных. Правда, его изъявляло преимущество на дворянстве. Прочие сословия приняли вести переворот и мощь и ливы. Быть может, за этим молчанием скрывалось и неодобрение. Державин спитал, что у Павла были добрые свойства ума и сердца, но они слишком скоро обратились в ничто, были в конец изуродованы необузданным и фантастическим своеволием. Недаром он сторонился покойного императора и, глядя на Павла, учился вздыхать о Екатерине. Грядущее было еще неясно, но избавление от Павла казалось уже несомненным счастьем для России. На вошествие Александра Первого написал Державин стихи, в которых сильнейшие строки были посвящены не столько ожиданию будущих благ, сколько изображений минувших зол, оданного царения нового императора, обернулось одою на свержение тирана. «Умолк, крев, норда, типоватый, закрылся грозный страшный взгляд». В этих стихах видели портрет убитого государя. Александр поступил двусмысленно и, если угодно, в духе покойной бабушки. Державину он прислал бриллиантовый перстень, а стихи запретил, то ли из уважения к горе вдовствующей императрице, то ли по другим причинам, которых не хотел высказать. Впрочем, уже было поздно. Ода, как водится, распространилась в публике, и ее заучивали. Между тем служебные обстоятельства Державина очутились неблагоприятными. В ночь цареубийства Кутайстов бежал из дворца и спрятал. Он дрожал напрасно. Все обошлось для него отставкой, которую вместе с Абальяниновым получил он в первый же день нового царства. Это были первые жертвы, которые Александр принес общественному негодованию и собственному презрению. Дело Васильева в этой Абале сыграло роль незначительную, но сам Васильев забыт не был. Его безупречность Александр Павлович отстаивал в Совете всего лишь за несколько часов до своего воцарения. Восстановление Васильева в прежней должности не заставило себя ждать. Тем самым Державин следственно отстранял. Место государственного казначея пришлось возвратить Васильеву. Положение было не из приятных, но Державин чувствовал, что роптать он не вправе. Хоть и не поступился он ради Кутайсова справедливости, хоть и перед Васильевым его совесть была чиста, он искренне считал, что в государственные казначеи Васильев негодился и запустил дела чрезвычайно. Хоть сам Васильев недавно приезжал к нему и со слезами благодарил за кое-какие поблажки. Все же он сознавал, что последняя ордена своей чины, должности и награды получил через самые грязные руки им же осужденного царствования, через руки Кутайсова. Самое приспособление Державина к обиходу Павловского двора было слабостью, падением, за которое теперь наступила расплата, сравнительно еще не тяжелое. Державин мог ожидать, что взамен казначейства получит иную должность. Нерасположение государя он прямо почувствовал только через две недели. 26 марта был упразднен Верховный Совет, а 30 последовал высочайший указ об учреждении Совета Непременного, составленного из двенадцати лиц, доверенностью нашою и общую почтенность. Число этих двенадцати Державин не был включен. Недруги по обычаю злорадствовали, самого Державина занимали мысли и чувства, гораздо более сложные, чем простая обида. Еще в молодые годы пришла ему первая мысль о том, что внутреннее неблагополучие российского государства как-то связано с формой правления. Увлечение наказом и дух эпохи привели к тому, что, не затрагивая вопроса об объеме самовержавной власти, Державин отважился на нечто большее, казавшееся ему, вероятно, меньше. Он усомнился в ее божественном происхождении. Так родилась мысль о том, что единственное основание царской власти не рождение и не помазание, а народная любовь, даруемая, смотря по заслугам и добродетелям, которых отсутствие превращает помазанников в тирана, тиран же может быть свергнут по воле народа. Таким образом, первоначально избегая судить самодержавие, Державин отнюдь не отказывал себе в праве судить каждого данного самодержца. Тогда же он определил главные признаки добродетельного монарха. Такой монарх должен быть, во-первых, страш и слуга закона. Второй, тот же необходимый его добродетелью, Державин признал способность к добровольному и постоянному излиянию свобод и милости. Именно эти свободы и милости, а не что иное, называл он щедротами. В пору наибольшего восхищения Фелиции вложил он в устасей воображаемой идеальной монархине многозначительные слова «Самодержавство, скиптр железный, своей щедротой позлощу». В этих немногих основных положениях Державинского монархизма слишком нетрудно найти великое множество слабых мест и противоречий. В какой, так сказать, мере, скипетр самодержавия может оставаться железным, и до какой степени самодержец обязан его позлощать? Каков наименьший объем щедрот, без которого самодержец объявляется тираном? С какого момента становится позволительным его свергнуть? Кто и в какой форме полномочен судить о заслугах монарха и выражать мнение и волю народа? В каких пределах и почему самодержец обязан чтить и влезти законы, если ему же дана верховная власть, он ее учреждать и отменять? Что выше, щедрота или законы? Может ли закон стеснять добродетельного монарха в его щедроте? Не обязан ли сам блеститель законов порою приступать их ради щедроты любви? Число этих простых, но неразрешимых вопросов можно весьма увеличить. Как, например, разрешил бы державин вопрос о замещении престола? Известно лишь то, что даже после Павловского закона о престолонаследии он остался верен традиции Петра I и жалел, что Екатерина не успела передать власть Александру, минуя Павлу. Как частный случай это было бы допустимо и с точки зрения державина. Но, чтобы быть вполне последовательным, державину при его системе свободности раносвержений должно бы вообще отрицать наследственный переход императорской власти и остановиться на выборном начале. Между тем, если бы ему предложили нечто подобное, он ужаснулся бы. Все эти несообразности были, конечно, видны самому державину. Если не сразу, то постепенно они ему уяснялись. Не мог он не понимать, что идеальный самодержив, созданный его воображением, есть в сущности самоограничивающийся. Что идеал этот недостижим, ибо никаких личных доблестей не хватит монарху на то, чтобы возместить ими пороки самой системы. Наконец, что судя самодержцев, вместо того, чтобы судить самодержавие, он не решает вопроса, а лишь обходит или оттягивает решение. Однако же и этот суд совершился уже давно сам собой в сердце державина, даже отчетливее и быстрее, чем в уме, и в нерадостной своей юности, и потом, созерцая жизнь, принимая ее удары, припираясь с вельможами и царями, прислушиваясь к голосу совести, поелик уже дух державина, склонен был всегда к морали. Приучился он ощущать самодержавие как непомерную тяжесть, налегшую на жизнь, волю и самую мысль России. Постепенно чувство это окрепло. В 1797 году, когда Харповитский в стихотворном послании назвал державина орлом, он не выдержал и ответил. «Страха, скованным цепями и рожденным поджезлом, можно ли орлями крылами к солнцу нам парить умом, а хотя бы возлетали, чувствуем ермо свое?» Эти стихи он впоследствии напечатал. Но вообще избегал высказывать подобные мысли. Ни корысть и ни страх заставляли его таиться, причина была иная. Поклонение закону потому так остро, едва ли не болезненно развелось в державине, что вокруг себя видел он постоянно неуважение к закону, иногда как бы даже незнание о нем. Быть может, несколько преувеличивая, державин считал, что в понятиях русских людей власть и произвол — суть одно и то же. Власть государственная в таких обстоятельствах становилась как бы огромным вместилищем произвола, сосудом яда. Всю жизнь, будучи свидетелем дворянских поползновений разделить власть самодержцами, державин приходил в ужас при мысли о том, что дворянское засилье, какое он видел при Екатерине, может подняться до степени узаконенного раздела власти. Именно поэтому он считал неизбежным охранять полноту и неприкосновенность самодержавия. В руках надсословного и просвещенного монарха железный скипетр в счастливом случае мог быть позлощен. Тяжесть самодержавия могла равномерно ложиться на всех, как жертва, приносимая благополучию государства. Сделавшись достоянием дворянства, власть, по мнению державина, превратилась бы в нестерпимое и безнравственное угнетение всех прочих сословий, и государство было бы приведено к гибели. Самодержавие таким образом оказывалось наименьшим злом. Мысль державина, описав круг, возвращалась к добродетельному монарху, существу высшему, бытие которого опровергалось умом и опытом, но в которое еще оставалось верить, как суда. Жизни державина суждено было протекать в уповании, обольщениях и разочарованиях. Голос муза его становился то мягок, то грозен, то вкрадчив, то дерзок. Державин то воспевал щедроты царей, то грозил им судом народа. Стихи его полны на сей счет угроз и предостережений. Не уставая уроки для владык греметь, он шел на уступки, обличал, просил, требовал, умолял, льстил. Можно сказать, вызывал добродетельного монарха, как вызывают духа. Блаженству общему родея, охраняя то самодержавие от дворянства, то в ряду прочих сословий дворянства от самодержавия, Державин неизменно ставил себя в положении трудного. Выступая на той стороне, которая в каждую данную минуту и по каждому данному поводу была угрожаема, Он то и дело сознательно менял одну невыгодную позицию на другую. В конце концов оказывался он всякий раз между двух огней. Благоговея перед Екатериной за вольности ею провозглашенные и дарованные, он с ней поссорился, потому что она угождала своим окружающим, против которых явно восставать, быть может, и опасалась. Иными словами, потому что она потворствовала дворянскому засилью. К досаде вельмож он приветствовал первые шаги Павла, уповая, что будут исправлены ошибки Екатерины. Но Павел довел охрану самодержавия до тиранства, и Державин прославил цареубийство, несмотря на то, что оно было совершено дворянами. Он видел в нем суд народа. Народные вздохи, слезные токи, Молитвы огорченных душ, Как пар возносится высокий, Зарождают гром средь туч. Он держится, падет внезапно На гордое здание в главы. Внемлите правде сей стократно, О, власти сильные и вы, Внемлите и теснить блюдитесь Вам данный управлять народ. Державин не знал о заговоре, Но если бы знал, Вероятно, сочувствовал бы ему, Хотя предвидел бы, что На другой день после переворота Вступит в борьбу со своими вчерашними единомышленниками. Батюшка скончался по плексическим ударам, Все при мне будет, как при бабушке. Так а вы были первые, Чуть слышным голосом, Сквозь слезы сказанные слова Молодого императора, Когда, шатаясь от горя и страха, Вышел он к караулам Семеновцев и преображенцев. И хотя первая половина этой фразы, Предназначенная для солдат, Была заведомой ложью, Второй, предназначенный для дворян-офицеров, Державин имел основание верить Вместе со всеми прочими. Поскольку Россия избавлялась от Павла, Державин встречал первый день Александрова царствования Как день спасения и утех. Но Александр обещал стать дворянским царем И Державин насторожил. Многие екатерининские сановники Были тотчас призваны к власти. Некоторые из них вернулись из деревень, Куда сосланы были Павлом. Кидаясь в объятия Трощинского, Александр воскликнул «Будь моим руководителем!» Трощинский написал манифест О восшествии на престол И был назначен состоять При особе его величества У исправлении дел По особой доверенности государя На него возложены. С ним вместе явились и окружили трон Васильев, Александр Воронцов, Беклишов в должности Генерал-прокурора, Заводовский, Все более или менее Недруги державели. Удаление державина из совета Было не только следствием их вражды, Но и знамением того, Что впрянь воскресает Екатериненская пора. Правление Павла Словно бы выпало Из череды времен. Державин вновь очутился В том самом положении, В каком был 6 ноября 1796 года. Неудел. Пока что ему оставалось наблюдать, Но вскоре события Развернулись причудливо, Как причудливо была Вся судьба держави. В России давно уже повелось так, Что каждый новый император Ступал на престол Либо в порядке Открытой дворцовой революции, Либо питая столь глубокую Неприязнь к личности И правлению своего предшественника, Что всякое воцарение Становилось похоже на революцию. При появлении нового самодержства Всякий раз трепетали Не только придворные, Но, казалось бы, Сами законы. Они словно бы повисали в воздухе И ждали себе подтверждения, Либо отмены. Отчасти потому Общество их и не уважало. Неудивительно, Что и царствование Александра, Возведенного на трон Убийцами его отца, Началось резкой сменой Лиц и порядков. Наступление новой государственной эпохи Молодой государь спешил Водзвестить в указах и манифестах Чуть ли не ежедневность. Они затрагивали самые различные Стороны жизни, Поражая воображение современников Своим либеральным духом. В гуманных мероприятиях Александра Павловича Видели отражение его образа мыслей, Что, разумеется, вполне справедливо. Однако нетрудно заметить вниз И неизбежное следствие Очередного переворота. Чем круче был Павел, Тем его преемник Должен был выказать себя мягче, Хотя бы на первых порах. Тем не менее, щедроты Оставались щедротами. Сердце Державина Они говорили многое. Общее восхищение Государем передалось и ему. Александр некогда был воспетым Еще в пеленах. Двадцать лет назад, Предрекая порфирородному Отраку царствования, Державин ему завещал Высокое правило «Будь на троне человек». Теперь эти слова припомнили, Многим они казались пророческими. В первых шагах Александра Державин и сам был склонен Узнать того царевича Хлора, Которому богоподобная Фелица С младенчества указала путь Зайти на ту высокую гору, Где роза без шипов растет, Где добродетель обитает. Лично для Державина Новое царствование начиналось Как предыдущее, Полуотставкой. Но на сей раз он уже не хотел И не мог сидеть смирно. В нем слишком были возбуждены И надежды, и опасения. И те, и другие одинаково Влекли к действию. Екатерина начала, А Павел довершил Ослабление Сената Путем усиления власти Генерал-прокурора. Беклишов, назначенный Александром Павловичем, Мог уже править по своей воле, Решая дела единолично И не останавливаясь Перед нарушением закона. Сенаторы не смели ему перечиск, Его же целью было лишь угодить государю. А как последний желал на каждом шагу Означить различия между собой и своим предшественникам, То, осуждая правление императора Павла, Зачали без разбора, Так сказать, все коверкать, Что им не сделано. Дошло до того, Что Беклишов принудил Сенат Отменить целяные контракты, Заключенные с откупщиками Перецем и Штиглицем. Правда, контракты были Невыгодны для казны, Но Павел незадолго до кончины Утвердил их. Во имя закона Державин настаивал на их выполнении. Он поднес государю записку, Который напоминал, Что при вступлении на престол Александр обещал строго держаться законом. Но Александр, Как и следовало ожидать, Стал на сторону Беклишова. Первая стычка кончилась Не в пользу Державина. За нею последовала вторая, Со всех сторон более любопытно. Еще при покойном государе Молоденькая красавица Наталья Алексеевна Колтовская, Ей было всего лет двадцать, Разошлась с мужем. Павел подписал указ Об учреждении опеки По ее делам. Но опекуны Явно держались в сторону мужа. Тогда государь, Будучи неравнодушен с Колтовской, По ее просьбе Назначил опекуном Державина. Этот приказ был отдан словесу, И теперь Беклишов Потребовал восстановление Прежней опеки, Ссылаясь на то, Что письменный указ Действительнее словесного. Державин возражал, Что действительность Словесного указа Подтверждена самим Сенатом, Однажды принявшим Его к исполнению, Что указ, Принятый к исполнению, Отменен быть не может, Что, наконец, Исполнение письменного указа Было бы равносильно О передаче имущества В руки мужа, То есть лишило Бакалтовскую Всего состояния, Даже без рассмотрения Дела в низших судебных местах. Державин действовал тут По совести. Он отстаивал Справедливость, Закон и достоинство Сената. Но горячности Придавали ему Два обстоятельства, Посторонние. Беклишова считал он Одним из виновников Своего устранения Из совета, А голубые глаза Колтовской Заранили огонь В его сердце. По закону, Голос каждого Отдельного сенатора Должен был Доходить до государя Наравне со всеми прочими. Но через несколько дней Державину вдруг Показали Конфирмованный Александром доклад, Которым не только Было сокрыто Мнение, Заявленное Державиным, Но даже и Имя его Не упоминалось. Тогда явился он К государю И прямо спросил, На каком основании Его величеству Угодно Оставит Сенат. Ежели, Прибавил он, Генерал-прокурор Будет так Самовластно Поступать, То нечего Сенаторам делать, И всеподданнейшей Прошу меня Из службы Уволить. Этими словами Державин Выразил чувства Не только Свои. Трощинский, Недавний друг Беклишова, Уже читал Государе записку О властолюбивых Видах лиц, Через которых Сенат Представляет Свои дела. Теперь Державин Подал сигнал К новому начальству. Александру Напомнили О его Обещании. Вопрос Стал уже Не о личности Беклишова, Но глубже И откровение. О пределах Самой Генерал-прокурорской Власти И о порабощении Сената. Государь Был вынужден Отступить, И 5 июня Был дан Высочайший указ В котором Значил Уважая Всегда Правительствующий Сенат, Яко верховное Место правосудия И исполнения Законов, И зная, Сколь много Права и Преимущества От государей Предков Моих Ему Присвоенные, По времени И различным Обстоятельствам Подвергались Перемене, Того, Что в отмену И корону И корону Новосельцев Новосельцев Были бы удивлены Возражения Нашего правительства Сидели бабушкины Соворешительные Великого князя Власть коллегии Учрежденной Петром Великим При Екатерине Почти целиком Перешла К палатам И губернским Правлениям Коллегии Были парализованы Екатерина Начала Постепенно Их упразднять Теперь Надлежало В той или иной Форме Усилить Действия Центрального Правительства Но возникал Вопрос Восстановить Петровские Коллегии Или Заменить Их Министерствами Придав Управлению Характер Единоличный Уже Павел Тремясь Непосредственно Подчинить Отдельные Части Правительства Своей воле Стал Назначать Министров Наряду С директорами Коллегии Что Создавало Путаницу И двоевластие Неофициальный Комитет Настаивал На окончательной Замене Коллегии Министерствами Что более Соответствовало Европейской Политической Моде И считалось Более Либеральным В русских Условиях Оно Впрочем Становилось Вовсе Нелиберальным Там Где Верховная Неограниченная Власть Находится В одних Руках И где Народ Не имея Своих Представителей Бессилен Влиять На действия Главных Правительственных Лиц Власть Этих Лиц И в Конечном Счете Власть Самодержца Которые Их назначают И пред Которым Только Они Ответственны Хоть Отчасти Может быть Умеряема Лишь Совещательными При них Органами Верный Сословный Инстинкт Восстанавливал Большинство Старых Деятелей Против Министерств И на деле Оказывался Более Либеральным Чем Словесный Либерализм Негласного Комитета Трощинский Написал Трактат Защиту Коллегий Но Столь же Верный Инстинкт Самодержца Побуждал Александра Павловича В особенности Настаивать На создании Министерства Лагарб И в этом Его поддерживал Таковы Были Обстоятельства При которых Державин Составил Проект Получивший Имя Державинских Кортесов Состав Сей Организации Был Самый Простой Говорил Державин Пожалуй Вернее Было Бы Назвать Его Со Всех Сторон Хитрым В основе Проекта Лежали Два Стремления Отчасти Друг Другу Противоречащие Охранить Полноту Царской Власти И Ослабить Власть Царем Назначаемых Министров Державин Как и Пристало Ему Был Сторонником Коллегий Но он знал Что создание Министерских Должностей Предрешено И от этой затеи Государь Не отступит Психологическая Окраска Этих Стремлений Также Была Различна Осуществить Первое Казалось Державину Совершенно Необходимым Но Его Тайному Убеждению Оно Несоответствует Зато Второе Было Ему Глубоко Выстрадано Однако Он чувствовал Что Осуществлением Первого Уже Затрудняется Достижение Второго Напомнив О замысле Екатерины Образовать Сенат Согласно Ее Положению О губерниях Державин Предлагал Разбить Сенат На отделы И департаменты Соответствующие Средним И низшим Местам Губернистам Самое Это разделение Было Довольно Путано И основано На идеях Ложных Но Суть Не в том Сенату Представлялась Власть Административная И судебная А снюдь Незаконодательная Что же Касается Министров То Державин их Ставило Лишь Во главе Соответствующих Департаментов Тем Чтобы Они Не иначе Были Как Опекуны Только И надзиратели За успешным Течением Дил И Понудить Ли он Их Имеющие Власть Предлагать Только Своему Департаменту И по Утверждению Его Входить С докладом К императорскому Величеству И ничего Сами Собою В нос Постановляющего Или решительного Не Делай Отказывая Сенату Во власти Законодательной Державин Вручал Ему Охрану Законов Самую Деятельную Характерно Что В замещение Сенатовских Мест Отчасти Вводилось Начало Выборное Пере что И надзор За министрами Получал Некоторый Оттенок Общественной Важные Значения Приобретали Не только Департаменты Но и Мнению Отдельных Сенаторов В случае Разногласия Они Всякий Раз Должны Были Доводиться До Сведений Государя Наравне С голосами Большинства Таким Образом Сохраняя За государем Всю Полноту Законодательной Власти Державин Всю Исполнительную Передавал Сенату Чем И Осуществлялся По его Мнению Гармонический Состав В управлении Империей На деле Все гармонизующее Начало Было заключено В усмотрении Монарха Который Являлся Центром Всех Властей И Арбитром Во всех Разногласиях Как внутри Сената Так и Между Сенатом И Министрами Согласно Проекту Министры Были Не только Ответственны Перед Сенатом Но как будто Работали Под прямым Надзором Его Однако Сенат Был Бессилен Подчинить Министра Закону Ибо Министр Всегда Мог Апеллировать К государю Который Уважая В нем Свой Собственный Выбор Или Действуя Через Него Мог Изменить Или Отменить Закон И так Единственным Залогом Действительного Уважения К закону И Сенату Оказывались Все То же Самоограничение И Личная Добродетель Монарха Безвыходная Мечта Державина Недаром Старался Он С ту же Пору Увлечь Александра Идеальным Пакетом Царевича Хлора Как Некогда Соблазнял Екатерину Изображением Филипси Так Шепчут Будто Саму Власть В твоих Руках Самодержавную Господство Беспредельную Страсть Ты Чтишь За Власть Самоуправлен Собудто Мудрый Отоблаш Нередко В ум Тебе Приходит Что Царь Законов Только Страж Что Он Лишь В действия Их Приводит И Ставит В том Пример Тебя Что Ты Живешь Лишь Для Народов А Народы Для Тебя И Что Несвыше Ты Законов Голосом Увещательной Лиры Старался Он Обеспечить То Чего Не Обеспечивала Его Конституция Против Добродетеля Александр Ничего Не Имел Он Любил Всю Полноту Своих Прав Прав На Самоограничение Может быть Даже В Особенности Способность Относиться К себе Самому Со Спартанской Суровостью Ворой Умеляла Его До Сладких Слез Проект Державина В числе Прочих Был Брошен В Общий Котел Негласного Комитета Где И Подвергся Суровой Во многом Справедливой Кризис Но Александр Запомнил Его С признательностью И В совещаниях Не раз Заставлял К нему Возвращаться Вскоре Соронации Награды Вообще Были Немногочисленны Тем более Примечательно Что Державин Получил Александра Невского Своим Проектом Не скал Он Благоволение Государя За что Вскоре И поплатился Александр Поручил Ему Ревизовать Действия Калужского Губернатора Лопухина Рядом С которым Гудович И Тутал Мин Показались Бы Ангелами Одних Уголовных Дел За ним Тотчас Набралось Целых Тридцать Четыре А шалостей Больше Ста Но Лопухин Умел Защищаться И у него Были Сильные Покровители Ревиза Все Не Великим Неприят Неприят Державины И Испортило Ему Много Крови В конце концов Он Восторжествовал Но Перед тем Месяцев Пять Жил В Возбуждении Неописуемом И Оказался Лишен Всякого Хладнокровия Как раз К той Поре Когда Оно Всего Более Понадобилось 8 сентября 1802 года, после долгих обсуждений и споров, Александр подписал, наконец, указ о правах и обязанностях Сената и манифест об учреждении министерства. В тот же день, вечером, когда у Державина были гости, Новосельцев приехал с предложением от государя занять пост министра юстиции и генерал-прокурора. Согласно указу, Сенату предоставлялась лишь административная и судебная власть, министры должны были перед ним отчитываться. Державину таким образом не было основания отказываться, он предложение принял. Воронцов и Заводовский, взявшие Министерство иностранных дел и народного просвещения, проявили в всем случае менее последовательности и большей приспособляемости. Прочие министерские посты были заняты Вязнитиновым, Мордвиновым, Кочубеем, Васильевым и Румянцевым. Кроме Кочубеев, все это были старые деятели. Молодежь в лице Черторыйского и Строганова была к ним приставлена на правах товарищей, то ли ради учения, то ли ради надзора, вероятно, и для того, и для другого зараза. Александр старался пред ней затушевать предпочтения, оказанные старикам. Державин переселился в генерал-прокурорский дом на Малой Садовой. Двадцать пять лет тому назад он здесь впервые явился к Вязинскому, неопытным стихотворцем и скромным коллежским советником, ищущим покровительства. Теперь он сам был генерал-прокурором, одним из высших сановников империи российской и признанным ее бардом. «Какой предмет для раздумья и стихов!» Но у Державина не было на то времени. Очень скоро обнаружилось то, о чем недовольно подумал он, соглашаясь на предложение государя. В комитете министров он был окружен старыми врагами и молодыми недоброжелателями. Вместо того, чтобы облегчить положение, он обострил его точно. Не потому что хотел сводить старые в счеты, этим занялись другие, но потому что немедленно и умышленно завел новые. Своим призванием почитал он борьбу с самоуправством и превышением власти, врожденными пороками вельмож, которым вздумал он теперь звать странным, полупрезрительным именем возвышенцев. В лице министров он заранее видел превышателей власти и этого мнения не скрывал. Права и обязанности министров не были точно означены в манифесте. Было сказано, что на сей счет последуют особые инструкции. Для составления инструкции течение дел оставалось покоиться на обычаях, на личном благоразумии каждого министра и на его чувстве законности. Основание шаткое, особенно в глазах Державина. Заседания комитета министров проходили по вторникам и пятницам под председательством самого государя. Державин в первом же заседании потребовал составления инструкции. Вероятно, не стали бы с ним и спорить. Юридически он был прав. Но свое требование он облег в столь резкую форму и так явственно выказал недоверие к товарищам, что вызвал общее возражение. Из этого он заключил, что попал всем не в бровь, а в глаз и решил быть особо бдительным. С того дня каждый вторник и каждую пятницу одного за другим изобличал он министров перед лицом государя. В самовольном распоряжении казенными миллионами, в заключении контрактов без торгов и публикаций, в поблажках от купщикам, в раздаче наград и чинов по прихотливой воле каждого министра и так далее. Правда, бывало на его стороне, но сконфуженный государь выгораживал и покрывал своих ставленников. Это лишь подзадоривало Державина. Он настоял на том, чтобы министры представили свои отчеты Сенату за первый же год. Из этого вышла одна проформа, ибо и сам Сенат не был подготовлен к принятию отчета. Зато Державин окончательно восстановил против себя всех. Уже через три-четыре месяца он стал приходить час от час у императора востуду, а у министров во вражду. Французский агент, как водится, путая верные сведения с Авдором, доносил о Державине Толерану. Это пес Семиды, которого держат, чтобы спустить его на всякого, кто придется не по нраву министерской суворе. Но мало обученный в манеже, он часто кусает и своих же сотоварищей, которые много бы дали за то, чтобы от него избавиться. Давно развращаемый собственным бесправием, Сенат в большинстве, в толще своей, состоял из людей невысокого уровня. Уважая идею Сената, Державин не уважал Сенаторов. Сам он работал, не покладая рук, его память и знания законов были исключительны, честность он доводил до педантизма. Сенаторы этими качествами не обладали, потому что доселе с них спрашивалось одно послушание. Теперь, когда положение Сената было как будто поднято, Державин сразу потребовал от Сенаторов труда, ума, знания, всевозможных гражданских доблестей. Всего этого надо было добиваться упорным, медленным перевоспитанием. Но Державин как раз в воспитатели не годился. Он не воспитывал, а обличал. «Сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу ничего!» — кричал он. Такими фразами он вскоре добился того, что сенаторы хоть не стали лучше, но самолюбие в них пробудилось. Державина возненавидели в Сенате, и это вполне обозначилось как раз к тому времени, когда поддержка Сената была бы всего нужнее. Согласно грамоте о вольности дворянства и жалованной грамоте 1785 года, дворяне, вступившие в военную службу солдатами и не выслужившие офицерского чина, не могли выходить в отставку до истечения 12-летнего срока. Правило это постепенно забылось, и унтер-офицеры, особенно из поляков, едва поступив в полк, уже просились в отставку. Военный министр Везмитинов счел нужным восстановить прежний порядок. Его доклад уже был утвержден государем и принят Сенатом к исполнению без всякого замечания. Как вдруг граф Северин Потоцкий, еще не обрусевший поляк, объявил, что этим указом унижено российское дворянство. Державину, как к генерал-прокурору, припроводил он весьма патетическую записку, в которую предлагал Сенату войти к его величеству со всеподданнейшим докладом, не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важные решения. Действительно, указом от 8 сентября, Сенату дано было право представлять императору о неудобой исполнимости того или иного указа, но в данном случае дело шло не о новом узаконении, а лишь об исполнении старых. Сверх того, вопрос уже был разрешен в общем собрании, и вторичному обсуждению не подлежал. Державин поэтому усомнился, вносить ли мнение Потоцкого в Фенат, и решил спросить государя. Записка Потоцкого не нравилась Державину и по существу, он подозревал в ней умысел поляка ослабить русскую армию. Пересмотр конфермованного доклада, разумеется, Александр не улыбал. Но государь окружен был поляками и членами негласного комитета. Самая бумага Потоцкого, видимо, была писана с его разрешения, которое дал он, разумеется, скрипя сердце. Теперь со стороны Державина являлась ему поддержка, но уже было поздно, поэтому он ответил с досадой. Что же, мне не запретить мыслить, кто как хочет. Пусть его подает, а Фенат пусть и рассуждает. Державин пробовал возразить, но государь повторил, «Сенат это и рассудит, а я не мешаю. Прикажите доложить». Александр все-таки надеялся, что Сенат не захочет вернуться к вопросу уже решенному, и Потоцкого ждет провал. Вышло иначе. Сенаторы, за исключением двух, стали на сторону Потоцкого. Одни поняли, что можно создать прецедент, клонящийся к усилению Сената и умолению царской власти, другие — попроще, обрадовались досадить Державина. По тем же причинам и министры, в комитете своем одобрившие предложение Везмитинова, теперь ни словом за него не вступили. Дело потребовало в Сенате сложные процедуры и целых трех заседаний. После первого Державин доложил государю, что весь Сенат против него. Александр побледнел и не знал, что сказать. У самого Державина от чрезвычайной чувствительности и потрясения всех мер разлилась желчь, и на втором заседании он не присутствовал. Во время третьего, самого бурного, сенаторы повскакали с мест, и Державин пустил в ход деревянный молоток, служивший Петру Великому, вместо колокольчика. Он хранился в особом ящике, на генерал-прокурорском столе, и со смерти Петра никто не смел к нему прикоснуться. Державин ударил им по столу, и, как громом поразило сенаторов, побледнели, бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина. Не показалось ли им, что Петр Великой стал из нортвых и ударил своим молотком? Однако же наслаждение всей поэтической и несколько горделивой минутой было непродолжительно. Голосование состоялось против Державина. От имени большинства к государю явилась депутация, старик Строганов, тот, что некогда занимался алхимией, и Трощинской. Державин один представлял противные мнения. Александр, не сказав никому ни слова, велел Трощинскому читать бумаги. По выслушанию стал, весьма сухо сказал, что он даст указ и откланет. Действительно, 21 марта 1803 года указ последовал. В нем пояснялось, что дарованное Сенату право входить с представлениями против того или другого указа не касается вновь издаваемых или подтверждаемых верховной властью законов. Таким образом, по сравнению с указом от 8 сентября, права Сената урезывались. Мнение Потоцкого оставлено без последствий. Державин мог торжествовать победу, но она не принесла ему мира. Напротив, ей открылся ряд самых ожесточенных боев, различествуя в подробностях, порой весьма сложных. Сводились они примерно к одному и тому же. Александр находился как бы в сердечном плену у людей, которые то открыто, то хитростью, и с побуждением то вовсе низких, то более возвышенных, стремились ослабить единодержавную его власть. Он сам тяготился этим пленением, но еще не смел обнаружить истины в своих мнениях. Державина он назначил министром против воли этих людей, и как раз потому, что Державин был их врагом. Но Державин был слишком негибок и неподатлив, степени даже удивительной со стороны человека, прожившего четверть века в делах политических и придворных. Александр хотел лавировать. Державин на каждом шагу понуждал его сбросить маску, действовать напрямик. Двоедушие вообще утомитель. Александру не так легко давалось притворство перед друзьями, когда же выяснилось, что надо еще уметь предавать их Державину, а Державина им... Александр очень скоро начал терять терпение. Однажды он сказал с гневом, «Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь и так хочу». В том-то и было их общее с Державиным горе, что самодержавным решался он быть только наедине с Державиным. Во многих чертах повторялась теперь история кабинетского секретарства при Екатерине. Между прочим, как и тогда, Державина могла спасти лезть. Он же по нетерпению и досаде день ото дня становился откровеннее. Когда государь, вступая чаром на Рышкиной, пожелал совершить незаконный поступок, Державин не только наотрез отказался ему содействовать, но и объявил сукаризною, почти слово в слово, как некогда Екатерине, «что оберегает не только моего закон, но и его славу». К Сенате он вслух критиковал указ о вольных хлебопашцах, говоря, что в нынешнем состоянии народного просвещения не выйдет из того никакого блага и что указ сверх того неисполним, что позже и было подтверждено событиями. Положение Державина ухудшалось быстро. Для положительной работы оставалось у него мало времени. Окруженный врагами, подвохами, клеветой и насмешкой, силы свои растрачивал он на борьбу. В пылу этих схваток порой помрачались или искажались его высокие качества. В мелочах жизни мельчал и он, рвение переходило в злобу. «Точность в придирчивость, законолюбие в формализме». Молва, в свою очередь, все это преувеличило. В первое октябрьское воскресенье государь не принял его с докладом и прислал на дом рескрипт, прося очистить пост министра юстиции, но остаться в Совете и Сенате. Вскоре произошло личное объяснение про странное и довольно горячее со стороны Державина. Александр ничего не мог сказать к его обвинению, как только «ты очень ревностно служишь». «А когда так, государь», отвечал Державин, «то я иначе служить не могу, простите». «Оставайся в Совете и Сенате». «Мне нечего там делать». Державин уехал к себе. Повторное предложение остаться в Совете и Сенате делалось тонким умыслом по наущению врагов его, а не побаивались мнения публики. Для них было бы наилучшим оправданием, если б Державин просил освободить его лишь от должности министра. Тем самым признал бы он, что вообще служить хочет. Но министерский пост ему не последствий, подсылая людей и к жене его, зная честолюбие Дарьи Алексеевны и ее любовь к деньгам. Обещали Державину в виде пенсии полное министерское жалование 16 тысяч рублей в год и андрейскую ленту. Только бы он написал такое прошение, но он подал краткую просьбу об увольнении от службы вовсе. За это убавили ему пенсии и лишили ордена. Высочайший указ был дан 8 октября 1803 года ровно через 13 месяцев после манифеста об учреждении министерства. Отставка сделала большой шум. Мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения. А глупейшие или подлейшие души не устыдились бюсты Державина и Язмитинова, як озлодеев выставить на перекрестках, замарав их дерьмом для поругания. В обеих столицах остряки каламбурили, дамы ахали, канцелярские рифмачи сочиняли пасквили на Державина, а, кстати, уши на всех министров. Чем менее знали, как было дело, тем увереннее рассказывали. Провинциальные летописцы на листах календарей записывали для потомства историю окончательно перевранную. В Орле сочинили оду в честь Потоцкого и Державина вместе. К таким вещам Державин был нечувствитель. Торжество сильных врагов волновало его сильнее, но на сей счет были у него лукавые надежды. Кто знает будущее? На своем веку он не раз понижался и возвышался вновь. Игра фортуны всегда занимала его и по-своему окрыляла. Перебравшись опять на фонтанку, занялся он устройством дома, собирался писать трагедии, отдыхал и копил силы для будущего. 21 декабря в Москве проездом из Крыма умер Николай Александрович Львов. Державина к этой вести отнесся философически. Она, впрочем, была не совсем неожиданна. Львов болел уже года три. В самом начале 1804 года Державин писал капнисту. «Благодарю, любезный мой друг Василий Васильевич, за письмо твое от 14 декабря, которое я через Анну Петровну получил, и сенье через нее посылаю, уповая и сбегнуть через то любопытство, что нередко с моими письмами, кажется, мне бывает. Скажу вам о себе. Я очень доволен, что сложил в себя иго должности, которая меня так угнетала, что я был три раза очень болен. А теперь, слава Богу, очень здоров, делаю, что хочу, при дворе мне кажут довольное уважение, зовут на обеды, на балы, и вчера был у вдовствующей императрицы, а сегодня к императору зван на ужин, да и каждую неделю достаиваю сей чести от государства. Словом, пью, ем, догуляю, а также приволачиваюсь иногда за кем-нибудь. Вы угадали мои мысли. Мы сами собираемся выезжировать. Ежели в Крым не поедем, то, верно, хочется посмотреть Малороссии и заехать к тебе, о чем впредь перепишемся. Кратко сказать, мы хотим проехаться, только по сию пору боюсь, чтобы опять не запрягли. Тут немножко он рисовался. Вовсе уж он не так был доволен сложить иго должности, и весьма был не прочь, чтобы его опять запрягли, может быть, потому не отправлялся он и в задуманный вояж, что хотел быть на всякий случай поближе ко двору. В ту пору написал он стихи о мире, в волшебном фонаре, в котором нам суждено мечтами быть или зреть мечты. Ибо все мы только переменные тени, что появляются и исчезают на полотне по воле чудотворного, непостижимого мага. Велит я возвышаюсь, речет я понижаюсь. Возле Литейной улицы, в Фурштадтском переулке, на супротив Литеранской кирхи, стоял весьма скромной наружности двухэтажный домик зеленоватого цвета. Въехав в ворота и со двора, поднявшись по темной узкой нечистой лестнице, попадал посетитель в квартиру домовладельца, вице-адмирала, члена Адмиралтейского Совета и Российской Академии Александра Семеновича Шишкова. Если затем пройти из прихожей в столовую и, остановившись у запертых дверей, заглянуть в замочную скважину, как иногда и делали, чтобы узнать дома ли Александр Семенович, то можно было увидеть маленькие пыльные с немытыми окнами, заваленные книгами и бумагами кабинет и почти всегда застать в нем самого хозяина. Было ему лет за пятьдесят, росту он был среднего, сложение сухощавого, его седые желтизной волосы торчали клочьями, сухое холодное лицо с нависшими черными бровями было поразительно бледно. Дома ходил он в шелковом полосатом шлафроке с голую грудью, в истосканных комнатных сапогах и чигах, при выездах надевал мундир, довольно поношен. В нем тотчас виден был человек, одержимый идеей. Рассеянность его была легендарна, его бескорыстие, трудолюбие и беспомощность в житейских делах безграничны. Жена была ему нянькой и командиром. Звали ее Дарья Алексеевна, как жену Державина, а родом она была голландка из простых, дочь корабельного мастера, выписанного Петром в Россию. Александр Семенович очень ее побаивался, хотя кроме рассеянности грехов за ним не водил. Страстей же было у него три. Сухое киевское варенье, катание шаров и шариков из воска, снимаемого со свеч, и славянское корнесловие. Он и предавался обычно всем трем одновременно у себя в кабинете. Корнесловие имело прямое отношение к идее. Сышков был фанатиком того, что начинали звать русским направлением. По всему складу Шишкова ему бы следовало ненавидеть всю послепетровскую эпоху, но до этого он не додумывался и даже век Екатерины почитал исконно русскую благодатную стариной. Вся сила ненависти его падала на галламанию последних десяти, много, если пятнадцатилет. Он негодовал на политический дух, заносимый из Франции, ворчал на молодых администраторов нерусского воспитания, восставал против французских мод и обычаев, особенно против повального употребления французского языка в разговорах. Действительно было противно уму и чувству то, что русские люди зачастую вовсе разучивались не только писать, но и говорить по-русски, иные в том видели даже лоск и тонкую образованность. Но в полнейшее отчаяние приходил Шишков не от употребления французского языка, а от порчи русского. Он не мог примириться с тем, что молодые писатели стали вводить иностранные слова и обороты. До известной степени он и тут был прав. Но на беду свою был такой же плохой филолог, как историк. Развитие языка не умел отличить от засорения, рост от порчи. Корень же всех его заблуждений лежал в печальной уверенности, будто церковно-славянский язык тоже, что русский, а разница между ними лишь та, что на церковно-славянском пишутся духовные книги, а на русском светские. Если не источником, то средоточием всех зол словесных, да уж кстати и нравственных и общественных, вообразил он Карамзина. Приятный, скромный, но твердый молодой человек, явившийся некогда за столом Державина, теперь был уже знаменитым писателем. Московская молодежь клялась его именем, Державин сорвал печать из глаз и ушей русской музы, Карамзин осторожно снял печать ее сердце. Пусть его дарования было меньше, велико было дело им совершенное. Через Карамзина русская словесность научилась исторгать слезы. Впрочем, он сам уже покинул художество и обратился к истории. Государь ему покровительствовал, и это усиливало страдания Шишкова. Старый служивый он твердо верил, что словесностью можно и должно управлять сверху. Голоса генералов и сенаторов почитал не последними в делах литературы. Каково же ему было видеть, что сам государь поощряет разврат и крамолы. В 1803 году он метнул во врага рассуждением о старом и новом слоге, потом прибавлением к рассуждению. Главный враг молчал, но уже несколько выстрелов донеслось из Москвы его цитадели. Шишков решил укрепиться на берегах Невы. У важных сановников он имел некоторый успех, это его ободряло. Но где взять гарнизон? Когда-то он преподавал тактику в морском кадетском корпусе. Теперь мечтал учредить академию для подготовки молодых писателей, не зараженных французским духом. Из этого ничего не вышло. Оставалось просто искать сочувствующих, составлять партию. Авторитета литературного у него не было. Он сделал несколько осторожных намеков Державину и получил отказ. Было наивно ждать, что Державин ввяжется в борьбу партии. Считая, что похвалы современников ненадежны и на хулу их смотреть много не для чего, он не слишком уважал критику даже свою собственную. Если авторы добивались его мнения об их писании, он старался или хвалить, или высказывать мнение полуоткрыто. В журнальной полемике он не видел пользы и, написав несколько эпиграмм, их все-таки не печатал. Следуя Иисусу Сираху, держался он того взгляда, что добро есть добро, а зло скорее само заглохнет, если не обращать на него внимания. Авторитетом своим не хотел он ни поощрять, ни давить никого, ибо науки опаче стихотворства республика. Словом, его литературное миролюбие равнялось служебному и политическому задору. К тому же Карамзина он любил как писателя и уважал как человека. Еще в 1791 году, вскоре после знакомства, он воскликнул «Пой, Карамзин!» и в прозе «Глаз слышен соловьин!» И с той поры не переставал Карамзину сочувствовать. Не мудрено, что после разговора с Шишковым он писал Дмитриеву в Москву. Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как вызданных им творений. Время шло. Оно не принесло Шишкову победы, но принесло известность. Правда, известность была скорее отрицательной. Над Шишковым смеялись. Его идеи, его манеры, его филологические изобретения, почти всегда несуразные, даже неаристократическая супруга его, все одинаково возбуждало насмешки. Но все-таки он привлек внимание, заставил о себе говорить, и это был уже некоторый успех. Понемногу нашлись у него сторонники, большей частью не молодые, авторы обойденные славы. Сенатор Захаров, Павел Львов, Дмитрий Иванович Хвостов, по родству своему с Суворовым, ставший графом, Павел Кутузов, товарищ Хвостов по изданию «Друга просвещения», драматург, князь Александр Александр Шаховской, молодой поэт, князь Ширинский Шахматов, моряк, дилетант нелешенной способности, автор поэмы Петр Великий, который Шишков восхищался неистово. Были и просто молодые люди, Казначеев, чиновник комиссии составления законов, племянник Шишкова, и там же служивший 16-летний юноша родом волжанин Сергей Тимофеевич Аксаков. Впрочем, он тоже писал стихи, хотя более увлекался рекламацией. К ним надо прибавить еще флигель-адъютанта Кикина, который до выхода рассуждения о старом и новом слуге был модным французолюбцем, но затем образумился, обратился, стал самым рьяным поклонником Александра Семеновича и на книге его написал, увы, по-французски, «Мое Евангелие». Таков был состав главных славянороссов или славянофилов, как их называли, когда нечестили попросту староверами и гостильниками. Простодушный в иных делах, Сышков, как всякий маньяк, становился хитер, лишь только дело касалось его идеи. К началу 1807 года он придумал маневр, удавшийся как нельзя лучше. Зная благожелательное отношение Державина к молодежи, он предложил устроить не то чтобы академию, но просто еженедельные собрания, на которые бы допускались и приглашались молодые писатели для чтения их произведения. Эта цель восхитила Державина, он поддержал Шишкова, за ним потянулись другие. Стали устраивать чтения каждую субботу попеременно то у Шишкова, то у Державина, Захарова, Хвостова. Шишков влился в эти собрания со всем кружком своим. И что же получилось? Представителей Карамзинского направления не было, их вообще не было в Петербурге. Собрания состояли либо из славяно-россов, либо из людей нейтральных. Это придало им оттенок славяно-росский, что и требовалось Шишкову. Он, можно сказать, поставил под ружье мирное население. И война, которая разгоралась медленно, но которой он жаждал, стала как будто войной Шишковистского Петербурга против Карамзинистской Москвы. Свежий человек, попадая в собрание, выносил такое впечатление, что из москвичей один Иван Иванович Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер. А Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою. Первая суббота состоялась у Шишкова. Собралось народу человек двадцать. Кроме славянофилов были Державин, Хвостов, Александр Семенович, давнишний друг, переводчик Галенковской, женатой на племяннице покойной Плениры, молодой переводчик Корсаков и еще кое-кто. Это было второго февраля. В тот день получилось известие о кровопролитном сражении с Бонапартом у Прейсиш-Эйлау. Беннигсен, недавно назначенный главнокомандующим, доносил по обыкновению преувеличивая, что неприятель совершенно разбит. Об этом событии много говорено. Наконец уселись и началось чтение. Стихотворец Жихарев продекламировал старые стихи Державина. После того читали другие. Между прочим, Крылов, сочинитель стихов и комедий, человек лет сорока, толстый, неопрятный, с неподвижным лицом и лукавым взором, прочитал свою басню «Крестьянин и смерть». На поприще баснописца вступил он недавно. Читая с притворным равнодушием, он зорко поглядывал, каково впечатление им произведенное. На следующих собраниях происходило в общем то же самое. Оживления большого не было, молодежь читала немного и не бог весь что. Шишков огласил новую поэму Шихматова «Пожарский, Минин и Гермоген». Божился, что вещь гениальная, но и мы не поверили. Впрочем, на вечере у графа Хвостова впервые явился поэт Гнедич седьмой песней «Илиады», отлично переведенной Александрийским стихом. Хотя Галенковский заметил, что лучше переводить Гомера гигзаметром, все, однако же, были в восторге. Неприятно было лишь то, что переводчик на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, безо всякой нужды напрягал свой голос до криков, казалось, того и гляди начитая себе чахотки. Само собой, Шишков то и дело принимался громить москвичей, но никто, в том числе и он сам, не знал толком, что делается в Москве. Там нарождались новые поэты, Мерзляков, Жуковской, князь Бязинской, юный Шурин Карамзина. Здесь о них едва слышали и им не любопытствовали. Порой Шишков заводил любимые разговоры о слоге, высказывая суждения мелочные, придирчивые, бесвкусные. Крылов, слушая, ухмылялся, Державин ворчал, переливает из пустого в порожнее. В высшем обществе прослышали о собрании. Сенаторы, оберпрокуроры, губернаторы, генералы и коммергеры стали их посещать. Шишков и Захаров радовались поощрительному всему вниманию, не замечая, что ветера утрачивают литературный характер. Державин, завидевельмож, не упускал говорить им резкости. Все это время он хмурился. Затаенная мечта вновь подняться не покидала его три года до самых недавних пор. В конце прошлого года и в начале нынешнего он подал государю две записки о мерах, необходимых, по его мнению, для обороны империи от Наполеона. К действительным заботам о благе Отечества здесь перемешивалось желание о себе напомнить. Но государь мало обратил внимания на представление своего бывшего министра. Надежда рушилась и Державин понял, что больше ему к делам не вернуть. Бездействие, между прочим, и потому тяготило его, что Державину была ясна связь его лиры с гражданским поприщем. Самой отставки ему сдавалось, что на покой он уволен вместе с Пегасом. Лет десять тому назад, когда после ссоры с Павлом он временно удалился от дел, ему удалось перестроить лиру на анакриентический лад. Но анакриентические песни, хоть он и продолжал их, в сущности были уже написаны, даже изданы, принесли свою долю славы. Что делать дальше? К чему обратиться? Трагедии? В глубине души он сознавал, что они ему не дают. Несколько раз он пробовал обращаться к поэзии сельской, но находил трудным подстарость занять себя сими упражнениями. Все же четвертого мая на последнем в ту весну литературном собрании он сказал жителям, «Лира мне больше не по силам, хочу приняться за цивницу», обещал на досуге описать сельскую свою жизнь. Через несколько дней Жихарев записал в дневнике «ГР уезжает завтра и что-то очень невестное». Дерега Волхова плоский низкий Лишь в одном месте в верстах 55 от Новгорода левый берег внезапно приподымается. Высоко на холме глядясь в реку стоит двухэтажный господский дом. Крыша над мезонином подъемлется круглым куполом, от этого дом похож на обсерваторию. Передний его фасад украшен балконом о четырех столпах. Фонтан бьет на площадке пред каменной лестницей балкона. Отсюда идет к реке плавный спуск, посыпанный желтым песком. по обеим его сторонам льются розы. Вкруг дома по склону холма раскинут сад с богатыми цветника. За садом службы, сараи, птичники, скотни. За службами начинаются крестьянские избы, а дальше поля и леса обширного помещения. Это и есть звонок. На самой заре, когда заиграет пастух, замычает вдалеке коровы и заржут кони, Державин выходит в сад. Неспешно гуляет он по дорожкам, порой остановится и в задумчивости черпит палку на песке рисунки воображаемых дарь. Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор. Мою вытренюет дух правителю вселенной. Благодарю, что вновь чудес, красот, позор открыл мне в жизни толь блаженную. Пройдя минувшую и не нашедшую в ней, чтоб черная змея мне сердце угрызала, о, коль доволен я, оставил, что людей и чистолюбие избег отжало, дыша невинностью, пью воздух, влагу рост, зря на багрянец заре, на солнце восходящее, ищу красивых мест между лилей и рост, средь сада, храм, жезлом чертя. В иделических этих стихах Державин представил себя таким, каким он хотел бы быть, но каким быть ему не вполне удавалось, что змея совести не угрызала его, это сущие правды. Правда и то, что он рад был оставить людей, но как раз потому, что жало честолюбия не вполне было им избегнуть. Боль обиды таилось на дне души, он старательно прятал ее от себя самого. До отставки он любил звонку за то, что она была красивее и богаче его собственной деревень, за то, что она лежала всего в 170 верстах от Петербурга у большой московской дороги. Было легко, нехлопотно убегать сюда из столицы. Но после отставки она стала ему дорога в особенности. Вынужденные бездействия само собой превращались здесь в добровольное отставка в отдых. Душевная боль от этого утихала. Хозяйство на звонке было обширное и передовое. Первоначальное имение было невелико, но за десять лет хозяйной семьи Дарья Алексеевна исподволь скупила прилегающие земли, так что ее владения протянулись по Волхову на девять верст и даже перешагнули на другой берег. Число душ доходило до четырех сот. На звонке возделывались поля, растились леса. Помимо водяной лесопилки имелась диковина, паровая мельница. Паром же поднималась вода из Волхова и приводились в движение две небольшие фабрики Ткацкая и Суконная. Шерсть для Суконной поставлялась и менее недержавина, где разводились овцы. На Ткацкой выделывались холсты, полотна, салфетки, скатерти, кружева, ковры. При ней имелась своя красивая. Из Англии была выписана предельная машина, на которой один человек более нежели на ста велетеных может спрятаться. Для подготовки работников посылали крестьянских мальчиков и баб в учение на мануфактурные фабрики. Вместе с разными огородами, пчельниками, скотнями, птичниками, все это требовало забот и трудов, но звонка принадлежала Дарье Алексеевне. Когда по утрам после чаепития в сопровождении старости являлся к ней толстый управляющий Иван Архипович Абалихин, Державин присутствовал в их совещаниях лишь для виду. Конец третьей дорожки. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Дорожка Четвертая Он почти ни во что не вмешивался и радуясь, что находится здесь неудел хозяйственных, легче сносил пребывание неудел государственных. Живя почти гостем на звонке, он привыкал к положению частного человека и как бы гостя самой России. Он звал себя отставным служивым и от обиды старался растворить шутки. Горький осадок все же отстаивался на дне души, научившись читать по-французски, говорить он не выучился, Державин часто теперь повторял стих Вольтера «Благородно, прекрасно, наставлять неблагодарно». Эти слова ему полюбились, в тайне он применялось к себе, разумея, под неблагодарными, прежде всего, трех царей, которым он служил на своем веку. Быть может, он кое в чем упрекал и саму отец. В войне с Наполеоном, конечно, желал он России победы, но чрезвычайно тревожился ходом событий и политики правительства не сочувствовал. зажалел, что Александр Павлович заведен был окружающими его в весьма неприятные военные дела. В званской кузнице изготовлялось холодное оружие для милиции, крестьяне державинские вступали в отряды. Державин считал, однако, что народу и войску приходится расхлебывать кашу, заваренную правителями бездарными или нечестными. Своё раздражение он порой и готов был переносить на правителей и вельмож всех времён народов. В его кабинете стоял массивный красный диван, против которого на стене висела историческая карта «Река времён» или эмблематическое изображение всемирной истории. Часто сидя перед ней, державин неодобрительно качал головой «Мир прекрасен, но история отвратительна». Отвратительны дела тех, в чьих руках была и есть судьба человечества. Другое дело люди обыкновенные, маленькие, средней руки помещик, купец, мелкий чиновник, солдат, крестьянин, а равно представлялись державину жертвами исторических великанов, пушечным мясом истории. Для этих людей все более обретал он в себе участие снисхождения блага. Ворча насильных, все более любил слабых, благотворил без улыбки, пожалуй, без ласки, даже без добрых и лишних слов, зато деятельно. Дарья Алексеевна почла за благо все деньги прибрать к рукам, а державину лишь выдавать на карманные расходы, ибо он все щедрее одарял нищих, дворовых, слуг, все легче давал взаймы без отдачи. Она же стала управлять и личными его землями, потому что он утешал оплошных приказчиков, когда полагалось с них взыскивать. Он завел на звонки больницу для крестьян, и врач каждодневно являлся к нему с отчетом. Бедным мужикам покупал он коров, лошадей, давал хлеба, ставил новые езды. Полевые работы занимали его только со стороны живописной, при нем не боялись лениться. Зато стоило вдали показаться Дарье Алексеевне, как самые ленивые принимались за дело. По праздникам из своих рук подчевал он мужичков водкою, бабам и девушкам раздавал платки, ленты, сласти, любил их песни и хороводы. Каждое утро человек тридцать ребятишек сбегалось к нему. Он учил их молитвам, потом отделял баранками, кренделями, потом бывший министр юстиции разбирал ребячьи тяжбы и при себе заставлял мириться. Сначала сидили и принимала иной оттенок, в жаркий день, прячась между деревьями от солнца, от людей под скромным осенением. Российский анакрион любовался плесканием дев в кристальных водах реки. Три кондратия было названо. Комердимер, садовник и музыкант. Однажды Державин написал комедийку для детей «Кутерьма от Кондратьев». В ней шутливо представлена званская жизнь и о самом Державине говорится «Старик любит все попышнее, пожирнее и пошумнее». Дарья Алексеевна была оборотиста, но не скупа. Она очень любила своих родных, людей большую частью небогатых. Дом постоянно был ими полон. Сестры Бакунины по-прежнему жили у Державиных, хотя Параша была уже замужем. Марья Алексеевна Львова о вдове в каждое лето гостила с детьми назван. В 1807 году она умерла и три ее девочки Лиза, Вера и Параша тоже остались на руках у тетки. Старшей было 19 лет, младшей 14. Наставницей при них была госпожа Леблер Лебес, француженка эмигрантка. Вместе с Державинами это женское общество было, так сказать, основным населением барского дома. Впрочем, надо прибавить еще двоих, доктора и письмоводителя Евстафии Михаиловича Абрамова, давно ставшего членом семьи. Круг занятий его был обширен. Он ведал архивы и рукописи Державина, перебелял письма, а иногда и стихи. В случае надобности исправлял он должность домашнего архитектора, живописца и пиротехника. Местная, хоть и не бескорыстная дружба, связывала его с Анисией Сидоровной, барской барыней. 60-летняя сия дева была в свое время получена Дарьей Алексеевной с приданными. День Евстафии Михаиловича начинался с того, что Анисия Сидоровна угощала его кофеем и подносила первую рюмочку, за которую с перерывом следовали другие. Когда ровно в полдень за круглым столом в просторной званской столовой собирались к завтраку, от Евстафии Михаиловича уже крепко пахло вином. Дарья Алексеевна просила мужа не пускать его за стол при гостях, но Державин не соглашался. Ничего, душенька, делай, как будто ничего не замечаешь. Он сам вина почти не пил, зато поесть любил плод. К столу подавался припас домашний, свежий, здравый, но тяжелый и жирный. Аппетит Гавриила Романки доходил даже до неумеренности. К желудкам он начинал прихварывать. Уха! Кур с шампиньонами и арбузой были его любимыми кушаньями. Из-за ухи возникали у него ссоры с домашними, звучало, что он, став шумно из-за стола, уходил к себе. Впрочем, разгневать его на звонке было нелегко. Будучи недоволен, он разворчится, сукаризною буркнет «Спасибо, милостивые государыни, под доброхотели!» и, уйдя в кабинет, погрузится в пастьян. Придут к нему, станут уговаривать не сердиться, а он уж и позабыл, в чем дело. Поднимает лысую голову, только с висков разлетаются длинные, редкие сидимы и спрашивают «За что?» Кроме родных, которые жили при ней постоянно, бесчисленные племянники и племянницы, кузены и кузины Дарьи Алексеевны то приезжали, то уезжали, гости на звонки не переводились. Езжались и просто знакомые петербургские и соседи-помещики, иной раз целыми семьями, когда не хватало мест в доме, часть гостей размещалась в бане. Только с одним соседом были Державины не в ладу, с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Заречная часть звонки граничилась с Аракчеевским Грузином. Отсюда возникла пустяшная, но многолетняя тяжба, которую легко было кончить миром. По правде сказать, Аракчеев первый делал к тому шаги. Но Державину нравилось перепираться с вельможами. Ведение тяжбы он взял на себя и длил ее из году в год с упрямством и удовольствием. Каждый год третьего июля справлялся день его рождения, а тринадцатого еще пышней и милей. Державин сиял радушием, выказывая себя благосклонным и хлебосольным сановником, слегка может быть тиборитом и расточителем. Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут, идет за трапезу гостей хозяйка с хором, я озреваю стол и вижу разных блюд цветник поставленный узором, багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красный, что смоль янтарь икра и с голубым пиром, там щука пестрая прекрасна. Обычных в столу подает служанка Федосия, но на сей раз сам Кондратий Тимофеевич коммердинер, стоя за креслом хозяина всем распоряжается. Кондратий Тимофеевич любимец и даже наперстник Державина, после смерти барина ему обещано вольное и пятьсот рублей денег. Обедают долго, от мира, по слухам только что заключенного государем в Тильзите, нечувствительно переходит беседа ко всякой сячине, разговор важный в начале делается живее. Когда же мы донских и крымских кубки вин, и липца воронка, и чернопенно пива запустим несколько в румяный лоб хмелини, беседа застлася и шутливо. Наконец подается мороженое в виде многобашенного замка или древнего храма. Его жали рушить, так затеяли его линии, такую красотую подобраны в нем цвета. Воображение самого Гавриила Романча тут действовало. И восхищение. Французских вин по случаю войны нет. Кондратий наполняет бокалы березовым или яблочным соком, приготовленным в виде шампанского. Но молча вдруг встаем, вьет искрами горя древ русских сладкий сок до подвенечных бревен. За здравье с громом пьем любезного царя, царить, царевичей, царевин. Шесть чугунных небольших пушек гремят с балкона салют, и чудное званское эхо, известное всей округе, много раз его повторяет, перекатываясь за волх. На Званке приятно было гостить подолгу. Каждый день сулил новые удовольствия. Устраивались прогулки пешком на дрожках и в лодках. Надев белый пикейный сюртук Державин водил гостей осматривать фабрики, полевые работы, птичники, где водились лебеди и павлины. Утомясь пили чай под сенью скирт или на берегу реки, бывали охоты и рыбные ловли. Под вечер в гостиной при звуках арфы и тихогрома детьми разыгрывались комедийки и постарались пением и танцами. Велись хороводы амурчиков и харит. После ужина вдруг в саду зажигалась иллюминация, сочиненная Евстатьем Михайловичем. Огненные гирлянды повисали между деревьями, пьяли солнце и звезды из разноцветных шкаликов, транспаранты светились изображениями Фелиции или Аполлона или монограммы Елены. Крепостной оркестр мальчиков для него посылали учиться к харьковскому помещику Хлопову, знаменитому меломану. Под управлением музыканта Кондратия гремел марш безбородки. Кончалось все фейерверком, который с дымом и треском сжигался внизу над черной водой Волхова. Всех счастливей при этом бывал сам Державин. Когда разъезжались гости, он писал много. Часов, особо назначенных для работы, у него не было. Ни поседливый, ни терпеливый, он всегда трудился за раз над несколькими предметами и в течение дня то удалялся в свой кабинет, то выходил оттуда на всякий шум и по всякому поводу. Так отрывками писал он и жизнь званскую, последняя из своих лучших творений. Она стройна, как ода на смерть Мещерского, задушевна, как бог и как водопад громка. В расточительных образах и скупых словах званская жизнь здесь запечатлена с ее тишиной и шумом, вся полностью от счастливых пустяков вроде вечерней игры в ерошке в фараон погрошу в долг и без отдачи, до горьких раздумий полуопального государственного мужа. Слагалась жизнь званская то по утрам в саду, то на птичнике за кормлением голубей, то за пасьянцем, то в часы вечернего уединения, когда сев на перилах балкона, Державин следил, как тихо идут по реке парусные суда и опускаются на тот берег багряное солнце, когда горели заревом стекла дома и бесчисленные комары толкли мак в сыроватом воздухе, когда Анисия Сидоровна удила на плоту рыбу, а Дарья Алексеевна кричала ей сверху «Девчонка, девчонка!» и старуха ей откликалась «Сейчас, сударыня!» когда из дому доносилась девичьи пеньи под звуки арты, когда с грустью думала, что неизъяснимо прекрасно все это, но все пройдет. Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, не вспомнится нигде и имя зван. Когда старое сердце преисполнялось восторга, благоволение мира, но в потаенной его глубине кипела обида и жгло, как пламя сознания бессилия пред клеветой и завистью, когда этот пламя усмирялся лишь двумя мыслями о Боге и о суде и ссоре. Державин давно мечтал о собрании своих сочинений, но дело по разным причинам не ладилось. Теперь на покое он решил за него приняться как следует. Хотелось собрать воедино то, что было разбросано по журналам, брасурам, хранилось в рукописах. Все счастье ему приходила мысль подводить итоги. Для начала предполагалось издать четыре тома, которые содержали бы основную часть лирики и несколько драматических сочинений. Державин занялся исправлением и отделкой стихов. Вообще писал он немедленно и немало, но большую частью первоначально только набрасывал пьесу, а потом вновь и не раз возвращался к ней, продолжал, заканчивал, переделывал. Нередко работа над стихотворением длилась несколько лет, таким образом целый яг-пьес одновременно бывал у него в работе. На сей раз, когда дело шло о целых четырех томах, поправки за редкими исключениями свелись к просадическим и грамматическим частностям. Державину с молоду указывали на его погрешности. Когда-то Дмитриев, Капнист, Львов исправляли его стихи. Теперь Дмитриев был в Москве, Львов в могиле, и с Капнистами у Державиных года четыре тому назад вышла ссора. С тех пор они не видались и не писали друг другу. Причина ссоры осталась семейной тайной. Кажется, тут замешаны были сразу дела сердечные и генетные. В годы поэтической молодости Державин принимал поправки и переделки довольно охотно, потому что верил в просодию, грамматику и признавал свою неосведомленность. Это в особенности касалось их осложения. Тут он по большей части безропотно подчинялся учителям, они же действовали решительно. Державин написал «Ласточка». О домовитая ласточка, о милосизая птичка, грудь красно-бела, косаточка, летние гости и вичка, ты часто по кровлям щебечешь, над гнездышком сидя поешь, крылышками движешь, трепетишь, колокольчиком в горлышке бьешь. Капнист пришел в ужас от совершенных здесь беззаконий и принаимно переложил всю пьесу правильным четырехступным ямбом, исправив рисни. К счастью, Державин внезапно уперся и этим спас одно из лучших своих созданий. Вообще же старался он усвоить правила, выработанные не для одной русской поэзии, освещенные временем и авторитетами. Всю жизнь относился он почтительно к просадическому канону и не смел на него постигать. Только органические особенности русского языка дали ему простор и возможность осуществить некоторые ритмические и фонетические вольности. Таковые обильные перики и спандеи среди хореев и ямбов, введение рифмоидов, квазикакофоническая инструментовка, все, с чем при жизни Державина и после него боролись более или менее успешно и к чему в конце концов все-таки обратились иногда лет через сто и больше. Не так было с языком. Тут подчинялся он лишь сперва по ученической рогости, потом только в тех случаях, когда доводы ему нравились. Постепенно он становился все менее уступчив, пожалуй, делался осмотрительней, но зато и упрямь. Понял, что учителя сами бродят в потемках, не видел, чему и у кого можно учиться по-настоящему и в значительной мере был прав, потому что застал русский язык в один из самых бурных и сложных периодов его вечного становления. Грамматика всегда заметно отстающая от жизни самого языка не успела еще понять и закрепить его навыки, отчасти не исследованные, отчасти меняющиеся. Тогдашней филологии русской это было и не по силам. У Державина не было оснований верить в существование прочной и обоснованной грамотности. Не видя установленного закона, чувствовал он себя в праве поступать вольно, подчиняясь лишь внутреннему чутью и обычаю, но более свободной филологической морали. Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же больность, какую сам пользовался, потому-то он и защищал Карамзина. По отношению к современной ему грамматике он стал анархистом, но нельзя поручиться, что он не стал бы таким же по отношению ко всякой другой. Слишком еще глубока была его связь с той первобытной, почвенной, народной толщей, где происходит само зарождение образования языка, и куда грамматист принужден спускаться для своих исследований, как геолог спускается в глубину вулкана. Для грамматиста благо есть то, что правильно, то, что есть учтено и зарегистрировано. Для державина правильно все, что выгодно и удобно, что способствует его единственной цели выразить мысли и чувства. Его эстетика полностью подчинена выразительности. В русский язык, не смущаясь, заносит он германизмы, как первобытный пастух тащит к себе овец из чужого стада. Здесь опять же причина его сочувствия к Рамзину, хотя психология Рамзина, разумеется, не совпадала с его психологией. Он любил все попышнее, поживее и пошумнее. Таков и язык его, пышный, живой и шумный. Он хотел выразить себя полностью и того достиг даже в языке. Однажды, когда Дмитриев и Капнист слишком пристали к нему со своими поправками, он вышел из себя и воскликнул «Что ж вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?» В слове видел он материал, принадлежащий ему всецело, нетерпеливый, упрямый и порой грубый. Он и со словом обращался так же, гнул его на колено, по выражению Аксакова. И мудрено, что плоть русского языка в языке державенском нередко надломлена или вывихнута, но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий, в нем абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гений. В августе месяце рукопись всех четырех томов была сдана в типографию Шнура в Сананевском проспекте в доме Литеранской Петропавловской церкви, а в феврале 1808 года сочинения Державина появились в продаже. Зима таким образом ушла на возню с корректурами, переговоры с книгопродавцем и прочие хлопоты, сопряженные с выходом книг. Державин немало суетился и волновался, но далеко не одно это дело занимало его в ту зиму. Переживал он тревогу вовсе иного рода. В его доме все чаще стали встречать Наталью Алексеевну Колтовскую, ту самую, которой Российская империя отчасти была обязана преобразованием Сената и учреждением министерств. Державин был очень привязан к Даше, она к нему, но победить ее врожденное бесстрастие ему так и не удалось. Однажды к ее портрету написал он четверостишее, в котором слышно разочарование, если не досада. Минервы и Церес, Дианы и Юноны, ей нравились законы, но в дружестве с одной Цитерой не жила, хоть не дурна была. То измены Державина ее все-таки мучили, в этом нет ничего удивительного, понятно и то, что самому Державину семейные нелады становились годами в тяготь. Довольство, здравие, согласие с женой, покой мне нужен, дни восстанут. Однако же, как ни старался он не колебать семейного мира, сердечная рана, давно уже нанесенная, теперь-то вдруг и заныло сильнее. Холтовской было лет тридцать, красавица, модница и богачка, разойдясь с мужем, она не упускала случая пользоваться свободой. путь Державин моложе, роман мог бы разыграться беззаботно и весело. Но Державину было шестьдесят четыре года, он старел и несколько робел перед нею, раньше с ним этого не случалось. Голубоглазая красавица вызывала в нем чувства мечтательные и нежные, почти молитвенные, которых она не стоила и которым ей, быть может, забавно была игра, от этого она казалась ему еще более идеальной. Летом она приезжала гостить на звонку. Державин не смел перед нею явиться анакрионом, он смотрел на нее снизу вверх и перелагал для нее сонеты Петрарки, те, в которых было наиболее меланхолия. В конце концов, во время уединенных прогулок его воздыхания были вознаграждены, Калтовская не собиралась походить на Диану, но чем сладостнее и внезапнее было счастье, тем более мук оно в себе заключало. Державин каждый миг чувствовал всю его случайность и непрочность. Калтовская наконец уехала. Державин затасковал, кинулся следом за ней в Петербург, но здесь она не в пример была холоднее. Что было летом, то ни к чему не обязывало ее зимой. Державин мучился и с прощальной нежностью вспоминал блаженные те места, где воздух свежестью своею ей спешил благоухать, травки смятые под нею не хотели восставать, где очи голубые небесам подобно зрел, коих стрелы огневые в грудь бросал мне злобный лель. О, места, места священные, хоть лишен я вас судьбой, но прелестны вы, волшебны и столь милы мне собой, что поднес о вас вздыхаю и забыть никак не мог. С жалобой напоминаю мой последний слышки вздох. Преосвященный Евгений в миру Евгений Болховичин учился некогда в Московском университете и в ранней юности близок был к Новикову. Потеряв жену и детей, в 1800 году он постригся в монахии, состоял префектом Петербургской Духовной Академии, затем был назначен епископом, старорусским и новгородским векарием. Поселившись в Хутынском монастыре на Волхове в верстах в сорока отзванки, он не оставлял любимых трудов по истории и литературы и, в частности, составлял словарь русских писателей. Летом 1805 дошел он до буквы Д и обратился к Державину за сведениями касательно его биографии. В августе он посетил звонку, где припроводил с отменным удовольствием время целые сутки, начитался, наговорился и получил еще надежду впредь пользоваться знакомством нашего Горацио. Слышал собственными ушами тысячи эх около его живущих и теперь только понял, что такое в его сочинении значит грохочет эхо. Они подружились, несмотря на разницу лет. Евгению было всего тридцать восемь, Державину за шестьдесят. Державин не раз принимал Евгению у себя, не раз съездил к нему в хутын. Ему же он посвятил жизнь званскую, для него же составил краткую свою биографию и тетрадь примечаний к стихам. С тех пор мысль изложить и то и другое более обстоятельно уже не покидала его, однако ж он медлил, примечаниями, потому что и самые стихи были еще не собраны и не изданы, а с биографией потому, быть может, что в ту пору еще не считал ее завершенной. Тай не мечтал вернуться к делам государственным. Потом он этой мечты лишился, потом были изданы первые четыре тома стихов, пора было приступать к работе. На звонке, несколько в стороне от дома, над самой рекой, выселся крутой холмик, в народе звали его Курганом. По преданию, под ним тлели кости древнего колдуна оборотня. Злого гения этих мест еще называли того колдуна волхвом, отчего будто бы и сама река получила свое прозвание. На холме стояла беседка. В летние месяцы 1809 и 1810 годов Державин стал ходить сюда каждый день со старшей племянницей Лизой Львовой. Он диктовал ей свои объяснения в том порядке, как шли стихи в книгах. Лиза писала на больших листах синие грубоватой бумаги, которую после сшивала тетради. О каждой пьесе Державин рассказывал, с какими событиями и людьми она связана, и с чего или ради чего возникла, какие имел следствия. Часто он этим не ограничивался и начинал объяснять отдельные строфы, стихи, даже слова. Таких примечаний порой набиралось до 50 и больше к одному стихотворению. Некоторые были совсем короткие, строка две, другие растягивались на много страниц. Они пестрели историческими и просто житейскими анекдотами. В них раскрывались имена и намеки, воскресались подробности, мелочи, которые тем любовнее сохранялись памятью, что им не нашлось места в самой поэзии. Эти мелкие примечания Державин писал с особенным удовольствием еще потому, что восстановлял в них не только поводы к творчеству, но отчасти и самый ход творчества лишь в обратном порядке. Ему нравилось разоблачать бесчисленные аллегории, метафоры и другие приемы своей поэзии, в которых было заключено ее двойное знаменование. Нередко он делал это с очаровательным простодушием, быть может, несколько и лукавым. Например, дойдя до стихов на сребророзовых конях на златозарном фаэтоне, он пояснял, у князя Потемкина был славный цук сребророзовых или рыжесоловых лошадей, на которых он в раззолоченном фаэтоне езжал в армию. К величественным словам «Не заключит меня гробница, средь звезд не превращусь я в прах», он спешил приписать «Средь звезд или орденов совсем не сгнию, так, как другие». Вероятно, ему и впрямь хотелось блеснуть реальную обоснованностью своих гипербол и аллегорий. Но главное наслаждение заключалось не в том. Предметы реального мира некогда возносились его парящие поэзии на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью. Для поэта былая действительность спит в его поэзии чудным сном, как бы в ледяном гробе. Державин будил ее грубовато и весело, превращая поэзию в действительность, как некогда превращал действительность в поэзию. Он совершал прежний творческий путь лишь в обратном порядке и как бы сызново переживал счастье творчества. Если взглянуть со стороны, это грустный путь и радости его горьковаты, но он всегда греет сердце поэта уже холодеющие. Так разрозненными отрывками оживлялись перед Державиным его поэтическое житейское прошлое. Когда работа уже подходила к концу, настала очередь стихотворения «Признание». Оно было написано два года тому назад. Державин его перечел, подумал и велел Лизе отметить его как объяснение на все свои сочинения. Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердетье, думал нравиться лишь им. Ум и сердце человече были гением моим. Если я блистал восторгом, струн моих огонь летел, не собой блистал я. Богом вне себя я Бога пел, если звуки посвящались лиры мои царям, добродетелями казались, мне они равны богам. Если за победы громки я венцы сплетал вождям, думал перелить потомки души и их детям. Если где вельможем властным смел я правду брякнуть слух, мнил быть сердцем беспристрастным им, царю, отчизни друг. Если ж я и суетою сам был свето обольщен, признаюся, красотою быв плененным, пел и жен. Словом, жег любви, коль пламень, падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек. Просторный квадратный двор державенского владения на фонтанке был обнесен колоннадой. За колоннами справа и слева двухэтажные слегели шли в глубину двора, где примыкали они к двухэтажному дому с аллегорическими фигурами на фронтоне. Со двора и с улицы казался, дом невелик, да таков он и был, когда купили его лет двадцать тому назад при жизни Екатерины Яковлевны. В ту пору выселся он довольно одиноко на обширном участке, принадлежащей к нему земле. Однако шина этой земле Даша сумела хозяйничать не хуже, чем хозяйничала в деревне. Ее заботами и трудами воздвиглись сначала упомянутые два флигеля, а после и самый дом разросся в несколько раз. Два узких длинных его крыла раскинулись вправо и влево, образуя за флигелями два боковых двора, где опять-таки появились строения, занятые людскими и службами. Затратить сразу большую сумму никак было невозможно. Поэтому делалось все без плана, в разное время, по мере возможностей и смотря понадобности. Только в 1809 году постройки были закончены и оказались немного разбросаны, зато представляли собой целую усадьбу. Тут были конюшни, коровник, птичник, каретные и другие сараи, навесы для дров, пиновалы, ледники, кухни, прачечные и даже наконец небольшая бойня. Не считая кухонь, ценей передних лестниц, коридоров и тому подобного, в доме и флигелях имелось до 60 жилых комнат, так что часть флигелей, небольшую впрочем, Даша сдавала в наймы. В большей же части жили ее многочисленные родственники. В левом крыле барского дома, внизу, помещалась очень большая столовая. Рядом с ней буфет и три запасные комнаты для гостей. Правое крыло было занято двусветной залой, миновав которую попадали в домашний театр, с несколькими рядами кресел и ложами по бокам. Еще несколько комнат было расположено позади сцены. В средней же части дома, той, что существовало уже при племире, находились только швейцарская, официанская, диванная, аванзала, прежде служившая залой, ныне же примыкавшая к новой двусветной зале, а также круглая гостиная. Здесь висел огромный портрет Державина, жестко но выразительно писаный итальянцем Тончи, художником, музыкантом, поэтом, безбожником и красавцем, одним из тех фантастических иностранцев, которых немало в XVIII веке заносили в Россию судьба и любовь к приключениям. Поэт был изображен во весь рост, в медвежьей шубе и меховой шапке, среди снегов, освещенной с северной зарей. Сзади со снежных скал низвергается водопад. Внизу латинская подпись, сочиненная самим живописным. Дельфийская душа и вера представлены справедливостью скалы, золотисто-красным рассветом и белым снегом. Три стеклянные двери вели из гостиной на широкую полукруглую лестницу, по которой спускались в сад, раскинутый позади всего дома. Он украшен был лишь недавно, на деньги, вырученные от продажи анакриантических песен. В верхнем этаже сохранился от прежних времен терпяный диванчик, где некогда тень пленира явилась Державину, где и поныне стоял ее бюст рядом с бюстом Державина. Справа к диванчику примыкала гостиная, слева столовая, тоже в том виде, как при Екатерине Яковлевне. Далее шли буфетная, кофешингская, девичья. Еще в средней части верхнего этажа помещались бильярдная, как раз над нижней аванзалой, спальня, маленький Дашин кабинет и кабинет Державина с венецианским окном, приходившимся в середине фасада, прямо против ворот. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, в стороне конторка, за которой Державин большую частью и работа. У стены выселся диван, гораздо выше и шире обыкновенных, со ступеньками от полу, полкую наверху и с двумя шкапиками по бокам. В шкапиках были ящики для хранения рукописей. На диване валялась аспидная доска с привязанным грифелем, порой Державин ею пользовался, набрасывая письма. Верхний этаж правого крыла был занят вторыми светами залы и театр. За ними шли комнаты для прислуги. Коммердинер Кондратьий жил здесь. Из кабинетка Даши полукруглый коридор вел в верхний этаж бокового флигеля, комнаты доктора, управляющего, секретаря Аврамова и в квартиры родственников. Население этих квартир все время менялось. В разные годы тут жили Бакунины, Ниловы, Львовы, Дьяковы, Ярцевы. Отсюда выходили замуж, женились, разлетались по свету и вновь сюда возвращались. Здесь всегда было шумно и весело, шум и веселье заносили и в большой дом. Содержание такого громоздкого хозяйства обходилось недешево. Державины тратили в год тысяч до семи десяти, которые Даша умела выколотить из имени. дружавином державину был по душе усадебный уклад жизни, который из Петербурга напоминал ему звонку. Зиму и летом он вставал часов в пять или шесть утра, по утрам пил чай, кофе и не любил, часа в два обедал, а в десять ужинал. Его здоровье портилось. На людях он держался бодро, даже несколько суетливо, увлекался в беседах до чрезвычайности, но возбуждение проходило, и Даши с доктором наступал черед действий. Он нередко прихварывал, животом в особенности, по-прежнему любил поесть, но после плотных обедов случались припадки, во время которых он жаловался на одышку, раскаивался, давал за рог быть вперед воздержанным. Выезжал он не слишком много, являясь на публике в парике с мешком, в коричневом фраке при коротких панталонах и гусарских сапожках, над которыми были видны чулки. При случае играл в карты, но уж без прежнего увлечения и без прежней удачи, тысячи полторы в год полагалось отдашись на проигрыш. Но вечера, проводимые дома, в диванчике, нравились ему все более. Даша играла на архе, племянницы пели, белый пудель милорд, потомок фелицина пуделя, погребенного в царско-сельском парке под пирамидою, иногда не выдерживал, подвывал, задрав голову. Ише пуделе вел себя кот, которому, слушая музыку, державин тихонько почесал уши. Тем временем кто-нибудь из девочек почесывал за ухом самому мурзе, и мурза наконец гремал. Раз в неделю взывались гости к обеду, который по этому случаю начинался часа в четыре, затягивался до вечера и кончался концертом. Вообще музыка в доме не переводилась, державин больше всего любил Баха. Заслушавшись, иногда он скакивал и ходил по комнате, потом шаги его ускоряли, он размахивал руками и исчезал в кабинете. Тогда ждали новых стихов. После концерта молодежь затевала танцы до самой полуночи, а то и позже. Державин недолго на них любовался. Если не было слишком важных гостей, Дарья Алексеевна часов в одиннадцать уводила его наверх, укладывала в постель, а сама возвращалась к танцующим. Война Петербурга с Москвой разгоралась медленнее. Москва как будто не принимала славянороссов всерьез. Карамзин по-прежнему не снисходил до боя с Шишковым, предоставляя мелким своим партизанам постреливать эпиграммами. Главным застрельщиком оказался некто Василий Львович Пушкин. Пухленький человечек на жидких ножках был огур, пустоватый автор, вовсе не молодой на Донельзе, преданный всему молодому. Над ним трунили в собственном лагере. Пожалуй, всего обиднее для шишковистов было то, что против них выпустили именно Пушкина. Субботние собрания литераторов продолжались уже четвертую зиму. Все такие же скучноватые. Осенью 1810 года явилась мысль сделать их публичными. Все равно ни одни литераторы в них бывали. Шишкову это понравилось. Он надеялся, что публичные собрания помогут распространиться его идеи. Сущности его цели всегда были общественные, а не литературные. При посредстве литературы он только хотел укрепить в публике чувства патриотические. Поелик уже сама литература его не слушалась, он был не прочь начать с другого конца, через общество воздействовать на литературу. Может быть, для того, чтобы затем опять же воздействовать на общество через литературу, он сам как-то не мог разобраться, что чему должно здесь литератур. Державин увлекся не менее, чем Шушков. Конечно, искал он не славы, слава у него была полная, прочная, не поколебленная ни отставкой, ни сплетнями, ни злобной холодностью Александра, ни даже обилием врагов при дворе. От соседства с Шушковым она скорее могла пострадать, по крайней мере, в глазах некоторых литераторов. Но Державин знал, что в конечном счете его не смешают с Шушковым, которого, впрочем, он уважал как человека и патриота. Затея прельщала его потому, что оживление суббот могло бы способствовать оживлению словесности. Можно было даже рассчитывать, вопреки расчетам Шушкова, что появление новых людей ослабит засилье славянородцев. Наконец манила Державина и сама новизна публичных собраний, их более пышный обряд, блеск, шум. Ему не терпел. Он тотчас пожертвовал для библиотеки будущего общества на три с половиной тысячи книг, объявил, что предоставляет залу свою для собраний и вообще взял на себя все расходы. В декабре начали обсуждать устав общества. Решено было устраивать собрания раз в месяц и к участию в чтениях допускать посторонних лиц, не иначе, однако же, как рассмотрев предварительно их произведение. Для удобства в соблюдении очередей и внутреннего распорядка весь состав членов был разбит на четыре разряда председателем и пятью членами в каждом. Эти двадцать четыре члена учредителя должны были составить основное ядро общества. Помимо них каждый разряд избирал сотрудников из литературной молодежи. Вопрос о том, кому быть членом, а кому только сотрудником, в иных случаях решить было нелегко. Считаться пришлось не только с литературными заслугами, но и со служебным положением и даже с происхождением, а как возрастом, титулами и чинами шишковисты в общем превосходили, прочим, то и образовался на их стороне перевес. Нашлись и обиженные, гнедичу, кажется, небезуловкие со стороны Шишкова, предложили быть всего лишь сотрудником. В ответ на это прислал он письмо Державину, объявляя, сосогласен вступить в общество только под именем члена, но не сотрудника. Если же на это или не дадут согласие господа члены, или не буду я в праве по моему чину, то в обоих случаях мне ничего не остается, кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение и больше силы. В первом разряде под председательством Шишкова членами оказались Оленин, Кикин, Крылов, Шихматов и князь Дмитрий Петрович Горчаков, сатирик и ловкий автор весьма нецензурных стихотворений. Во втором разряде председателем был Державин, а членами граф Хвостов, умный и просвещенный Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, Лабзин, масон и стереограф Мальтийского ордена, поэт Дмитрий Осипович Баранов, сенатор, и Федор Львов, тоже поэт, приятель Державина. В третьем разряде под председательством Хвостова сколько-нибудь выделялся один Шаховской, если не считать Петра Ивановича Соколова, кто был непременный секретарь Российской Академии, человек великого трудолюбия и скромнейших намерений, его мечты не шли дальше эпистолярного и делового слога. «Вся эта поэзия», говаривал он, «все эти трагедии и поэмы, одна только роскошь в литературе, а нам не до роскоши». Четвертый разряд, где председательствовал неизбежный и безнадежный Захаров, сплошь состоял из людей еще менее примечательно. Бесцветные сотрудники дополняли этот бесцветный список, в котором чувствовалась рука Шишкова. Так и должно было выйти при упорстве Александра Семеновича и критическом благодушии Державина. Впрочем, при литературной бедности тогдашнего Петербурга Шишковскому натиску некого было противопоставить. Список почетных членов открывался более блестящими именами Капниста, Озерова, молодого драматурга, уже загубленного завистью и безумием и, наконец, Карамзина. Все трое к несчастью значились лишь по имени. Озеров был безнадежно болен, а Карамзин и Капнист не жили в Петербурге. Избрание Карамзина было большой, но едва ли не единственную победой Державина. Однако Шишков тут же и отыгрался. Почетные члены провел он целую плеяду державинских недругов из числа вельмож, Троганова, Растопчина, Козадавлива и даже Спиранского и Магнитского. Последние два были также неприятны самому Шишкову, как и Державину. Но Спиранский был в силе, Шишков не осмелился обойти его. Магнитский шел за Спиранским, как за иголкой и ниткой. Еще четыре лица попали в число почетных литераторов. Прежде всего должно быть за принадлежность к прекрасному полу. Три девицы, княжна Урусова, та, которую тридцать три года тому назад сватали за Державину, Анна Петровна Бунина, болезненная особа лет тридцати шести, довольно бесталантная стихотворительная, и некая Анна Волкова, немного моложе Буниной, но писавшая еще хуже. Четвертым был Николев, пятидесятидвухлетний поэт. За слепоту звали его русским Нильтоном, а также ясновидящим слепцом, по выражению императора Павла, который с чего-то ему покровительствовал. Мелкие чиновники долго еще зачитывались его стишками. Двадцать пять лет спустя титулярный советник Аксент Иванович Поприщин в любопытных записках своих восхищался сердцесчипательным четверостишием Николева. Душенький часок не видя, думал, век уж не видал, жизнь мою возненавидя, льзяли жить мне, я сказал. Второго января 1811 года, уязвленный Гнедич, поздравляя Капниса с Новым Годом, писал ему, «У нас заводится названное сначала Ликей, потом Афиней и, наконец, Беседа или Общество любителей российской словесности. Это старая российская академия, переходящая в новое строение. Оно есть истинно прекрасное зало, выстроенное Гаврилом Романовичем при доме. Уже куплен им и орган, и поставлен на хорах, уже и стулья расставлены, где кому сидеть, и для вас есть стул, только вы не будете сначала понимать языка господ-членов. Чтобы в случае приезда вашего и посещения беседы не прийти вам в конфузию, преуведомляю вас, что слово проза называется у них говор, билет значок, номер число, швейцар вестник, других слов еще не вытвердил, ибо и сам новичок. В зале беседы будут публичные чтения, где будут совокупляться знатные особы обоего пола, подлинное выражение одной из статьи устава беседы. Наконец устав был утвержден, новорожденному обществу объявлено высочайшее благоволение за полезное намерение, и 14 марта состоялось первое собрание беседы. Из-за вам залы, отделенные колоннами желтого мрамора, гости вступали в высокую освещенную яркую залу. Стол, покрытый зеленым сукном, стоял посредине, окруженный креслами членов. Кресла поменьше для публики расставлены были вдоль стен уступами, ждали государя. Державин даже сочинил приветственный хор, сам Бортнянский его положил на музыку, но государь не приехал. Билеты заранее были разосланы, съехалось до 200 человек, мужчины в мундирах, крилентах и родинах, дамы же в бальных платьях, явился цвет сановного Петербурга. Шишков к нему обратился с речью. «Каким средством может процветать и возвышаться словесность?» спрашивал он и отвечал, «Единственным, когда все вообще люди любят свой язык, говорят им, читают на нем книги, тогда только рождается в писателях ревность посвящать жизнь свою трудам и учению». Словом, он призывал общество воодушевить словесников. Сама по себе эта речь не была, конечно, причиной литературного окостенения, которая охватила беседу тотчас и навсегда. Но главная причина окостенения как раз в этой речи выразилась. Справедливо, что без сочувствия публики нет словесности. Но это сочувствие отнюдь не единственное и даже не первое условие литературного процветания. Литература одушевляется прежде всего идеями литературными, которые в ней самой должны зарождаться. У Шишкова были идеи политические, общественные и даже филологические, литературных же не было. Нападки на карамзинское направление в общественном смысле вовсе не основательные, филологические, пусть даже отчасти справедливые, не возмещали отсутствие положительных литературных стремлений. Людям, имеющим такие стремления, возле Шишкова было бы нечего делать. Беседа оказалась так же мертва, как субботние собрания, из которых она возникла. Как на субботах без публики, так и в беседе при публике могли заседать либо люди, никогда не имевшие собственных литературных идей, либо же люди, идеи которых уже были осуществлены в свое время. Такими оказались в беседе трое. Во-первых, Державин, во-вторых, Дмитриев, назначенный министром юстиции и живший в Петербурге уже больше года. Он состоял одним из четверых попечителей четырех беседных разрядов. Прямого участия в делах эти попечители не принимали, их звание было только почетное. Все четверо, Заводовский, Мордвинов, Разумовский и Дмитриев, были министры в настоящем или в прошлом. Дмитриев попал в попечители именно в качестве министра, а не поэта. Таков был дух беседы. Третьим наконец был Крылов. Талант огромный и лишь недавно сказавшийся, но и он не был движущей литературной силой, ибо ему было суждено лишь блестящее завершение давней басенной традиции. Она с ним и умерла. Не то в публицистике. Тильвицкая политика Александра, многими осуждаемая, доживала последние дни. Уже с весны 1811 года отношения между Парижем и Петербургом стали весьма натянуты. Осенью сделалось более или менее очевидно, что война вспыхнет. Поведение раздраженного Бонапарта было вызывающе, русское общество чувствовало себя оскорбленным. Тогда-то шишковская ненависть к Франции дождалась своего часа и торжества. Хоть и побаиваясь без воли правительства возбуждать гордость народную, Шишков однако решился. Он прочитал в беседе рассуждение о любви к отечеству. Впечатление было разительным. Мертвым собранием сообщилось одушевление, которого не могла в них вызвать славяно-росская литература. Беседа сделалась первой вестницей, а на время и средоточием патриотического подъема. Двенадцатый год настал, но прежде, чем началась война, должно было совершиться падение Спиранского. Семнадцатого марта оно совершилось, и вскоре Шишков был назначен государственным секретарем. Конечно, самый объем его мыслей был вовсе не тот, что был у Спиранского, но именно за этот объем пал Спиранский. Шишков был призван не заменить его, но лишь занять его должность. В должности этой, как составителя рескриптов и манифестов, Тарик оказался вдруг даже величествен. Его первой работой был первый манифест о рекрутском наборе. Его писания порой неуклюжие, неотесанные, порой даже опрометчивые, почти как стихи Хвостова, были исполнены странной силой. Они действовали электрически на целую Русь. Шишков двигал духом Россию. Иные слова его сделали лозунгами Отечественной войны и остались памятниками ее. Их повторяли тогда и еще сто лет после, уже не зная, кем они были сказаны. Это и есть народная слава. Меж тем, как Россия вступала в полосу бурь, и все ее помыслы были устремлены в будущее, мысль Державина обращалась к прошлому. Осенью 1811 года он приступил к писанию своей биографии. Замысловатым, с обильными завитушками почерком почерком 18-го столетия, слегка дрожащей уже рукой, он вывел на первом листе тетради записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина. Объяснение, диктованное Лизе Львовой, уже содержали немало воспоминаний, то были, однако же, воспоминания отрывочные, в составе своем ограниченные, ибо так или иначе связанные с поэзией, подчиненные не хронологии, но порядку стихотворения и потому разрозненные. Записки Державин повел в форме повествования связанного, плавного и последовательного. Он начал с поры своего младенчества, но его главной целью был рассказ о гражданской деятельности на разных поприцах. Лиза Львова с год тому назад вышла замуж. Диктовать теперь было некому, да это вышло бы и громоздко. Чтобы не замедлять работы, Державин писал, положившись на память, не обращаясь за справками к своему архиву и только изредка прибегая к помощи Аврамова. Впрочем, нашелся у него род дневника, веденного во времена Пугачевщины. Этот дневник он просто подшил в надлежащем месте. Обдумав наперед фразу, он заносил ее на бумагу и делал не слишком много помарок. От этого своевольный грубый слог его стал еще своевольнее и грубее. Порою фраза давалась ему с трудом и самый смысл затемнялся, но Державин спешил, быть может намереваясь исправить слог в будущем, а вероятнее не замечая его недостатков. Иные места записок силой и меткостью удивительны, в иных не сразу добьешься толку. Свои объяснения Державин намерен был напечатать вскоре, хотя цензура, конечно, не пропустила бы в них очень многого. Записки писал он для будущего. Перед лицом потомства он хотел быть правдивым и в отношении внешней стороны событий это ему удавалось. Но если он надеялся сохранить беспристрастие в их внутреннем объяснении, то это не удалось ему вовсе. Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле, член Верховного Совета и государственные казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник разных орденов кавалер Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля третьего числа. Подобно Сезаре Державин писал о себе в третьем лице. Этот эпический прием довольно долго способствовал спокойной важности изложения. Впрочем, была и другая причина, по которой действительный тайный советник и разных орденов кавалер спокойно и даже с удовольствием вспоминал страдания, унижения, бедность, некогда выпавшие на долю казанского гимназиста, а затем преображенского солдата. Всю жизнь он гордился тем, что дошел до высоких степеней из ничтожеств. Чем ничтожество выходило очевиднее, тем контраст получался резче. Историю своего шулерства Державин изложил безжалостно и подробно. Он в сущности был благодарен людям и обстоятельствам, доведшим бедного, неопытного молодого человека до такого падения. Вообще несправедливости и обиды, наносимые ему лично, он прощал и в записках так же легко, как и в жизни, от того, что был очень добр и очень самолюбив. Его обманывали, обкрадывали, на него клеветали, он не помнил зла, делал нередко вид, что не замечает его, и ни разу в жизни не отомстил никому. Но припон поставленных его деятелями, служебной или государственной, но обид, наносимых в его лице возлюбленному закону, он не прощал и прощать не считал себя вправе. Первые столкновения такого рода произошли у него во время Пугачевщины. Начиная с обороны Саратова, он и в записках стал увлекаться изображением борьбы, которая позже прошла его жизнь. Так как по существу он отстаивал дело правое, то и в записках, как в жизни, пришел к уверенности в неизменной и постоянной своей правоте. Так как причина столкновения всегда лежала не в нем, то он и вообразил себя в жизни и представил в записках чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему открывать враждебные действия и затем идти уже на пролом. Единственным недостатком своим признавал он горячный, но в глубине души почитал и ее достоинство и относился к ней любовной, как бы отеческой мягкости. При таких обстоятельствах эпический лад записок довольно скоро перестал отвечать их внутреннему лиризму. Настала весна 1812 года. В предстоящей войне никто уже не сомневался. 9 апреля взяв с собой Шишкова государь выехал в Зильню. Державин лишь краем уха прислушивался к надвигающейся грозе. Он погружен был в свои записки. Воевал с Вязинским, с Утолниным, с Гудовичем, перебрался на Званку и там продолжал писание. Бонапарт перешел через Неман и вторгся в пределы России. Державин был занят в Екатерине. Тычет своей многолетней борьбы он познал глубоко, но знания этого не принял. Обернись время вспять, начни завтра все сызного, старик действовал бы во всем точно так же, как действовал в молодости. По-прежнему был бы он резок и неуступчив, по-прежнему отвергал бы возможное ради должного, был бы готов сломиться, но не согнуться, и с гордостью повторил бы жизненные свои ошибки, все как одну, первой и до последней. Не приняв житейского опыта для себя, он не принял его и для Екатерины. Составительница наказа знала, какова должна быть филица идеальная монархия, следовательно, и должна была стать ею, хотя бы не только люди, но и самые небеса были против, если не стала ее вина. Правда, за последние годы Державин много думал о ней и пришел к выводу, что в ее обстоятельствах ничего не оставалось, как или погибнуть, или стать такой, какой она была. Рассудив так, он, по человечеству, снисходя к слабости человеческой, даже просил ее, но это прощение ощущал в себе тоже как слабость и как уступку, перед лицом же священной справедливости. Он считал, что сия мудрая и сильная государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя великое. Таково было его последнее заключение. Между тем, события шли своим чередом. 7 июля русские войска стали отходить из укрепленного лагеря на Дрисце. Покинув армию, государь явился в Москве, в Успенском соборе, осажденном народными толпами, за развлекующими и плачущими от всеобщего воспламенения чувств и сердец, епископ Антонин приветствовал Александра достопамятными словами. царю, царю, господь с тобою, он глазом твоим повелит бури и станет в тишину и умолкнут волны потопные. С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, якос с нами Бог. Но армия отступала. Простодушный Захаров, припровождая в подарок третье, вновь исправленное издание своего застарелого телемака, над которым трудился более тридцати лет, сообщал о растерянности властей и тревоге жителей. Вся Россия накануне всеобщего траура, у кого сын, у кого брат, у кого муж, те под опасностью смерти, но важнее того, в опасности повергнутся в рабство. Боже, спаси! По делам рекрутского набора Державин ездил в Обсков, где наехал довольно суматохи от близкого военного театра. Потом в Новгород, уже охваченный паникой, военные бюллетени и известия Северной почты не вселяли бодрости. Настал август месяц. Многие жители покидали Петербург, вывозя имущество. Державин по этому поводу получил письмо от Леонида Львова, брата Лизы, Парашу и Веры, и отвечал ему, «По неприятному от вас полученному известию, ежели обстоятельства так же дурны, как вы пишете, и прочие укладываются, то должно согласиться с давшими вам совет, чтобы нам что-либо спасти, коли можно. И для того мы пришлем к вам с лошадями фуры, на коих и привезть к нам сюда первое, два сундука, которые в кабинете моем покрыты коверными чехлами, второе, сундучок плоский, который под моим бюром с бумагами, третье, сундук в новом кабинете Дарьи Алексеевны, покрытые красной кожей, четвертое, большой сундук в Анифьиной комнате, пятое, другие вещи, как-то, трое бронзовых часов в нижних комнатах, мраморные в кабинете Дарьи Алексеевны, резную серебряную филейную фигуру, которая стоит в нижних комнатах, буфетное серебро, сложить в один ящик и отправить сюда. Прикажите Павлу, чтобы положил также в один сундук все штурфные занавесы и отправьте сюда же, за прочими же вещами как-то, за столовыми люстрами и мебелями, когда обстоятельства позволят, пришлем еще лошадей или ранжируем другим образом. Мы пришлем также Естарьи Михайловича для разобрания моих бумаг, из которых по данной ему записке он возьмет сюда. Впрочем, ежели слухи и обстоятельства переменились, дай Боже, к лучшему, что спокойнее в городе стало и перестали суетиться к отправлению вещей, то и вам приостановиться, кажется, должно и нас уведомить. теперь 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 явно видно, что Барклай нечестный человек и неверный или глупый вождь, что впустил столь далеко врага внутри России, дает укрепляться в Могилеве, Витебске, Бобиновичах, Ворше и далее не действует и не сражает. Это письмо Державин писал 12 августа, еще не зная ни о потере Смоленска, ни о том, что как раз накануне новый главнокомандующий Кутузов выехал из Петербурга к армию. Второй трагический период Отечественной войны начался. Тяжелые дни Бородина, где полковник Преображенского полка Воейков, жених Веры Львовой, командовал бригадой, защищавшей Шевардино, в дни наступления на Москву Державин вернулся к запискам. Теперь он рассказывал о душевных ранах, еще не заживших, о временах Павла и Александра, о людях, которые привели государство в такое бедственное состояние, в котором оно ныне, то есть в 1812 году находит. Ни высокого гнева, ни простой злобы сдержать он уже не мог, припомнил все, действительно бывшие и даже не вполне бывшие. То, что он только подозревал, о чем только слышал, теперь казалось ему непреложной истины. Екатерине и ее сподвижником он был готов простить многое, было за что. Нынешним он не только не прощал ничего, но даже и справедливости их не удостоивал. Одним преступлением больше, одним меньше, не все ли равно, стоит ли проверять. Вряд ли он, например, верил сам, что Спиранский был взятушник, однако же написал и это. Желчь в нем разлилась. Забывая эпический слог, он все чаще сбивался с третьего лица на первое и почти с наслаждением перечислял подвохи, подкопы, шиканы, поставленные его деятельности и обиды, нанесенные ему лично. Не вытерпев, он составил особый реестр пятнадцати главным своим заслугам, за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения. Он писал и на звонки, и позже осенью переехавши в Петербург. Здесь каждое утро приходил к нему Платон Зубов. Наклоняясь над большой картой, следили они движения неприятеля и страдали вместе, и растравляли друг другу сердечные раны, и распаляли друг с други злобу. Он писал и все дни, когда горела Москва, и казалось, Россия гибла. Горе и страх терзали его, изливаясь в записках ярость. Отпылала Москва, супостат, таинственный, в числу зверь, бежал из нее, оставляя кровавый след на раннем снегу чудотворной зимы. Каждым днем приходили вести о наших победах над его расстроенными полками. Молодой стихотворец Жуковской, тот самый, что в детстве присутствовал на Потемкинском празднике, на время оставив задумчивые легии и романтические баллады о мертвецах, в лагере при Тарутине написал «Кубок воина», иначе певца в стане русских воинов, патриотическую песню, которую все теперь повторяли. Русская слава воскресала в победах. Жуковский взывал к Державину «О, старик, да услышим твой днесь голос лебединый!» Но Державин дописывал самые желчные страницы своих записок. Когда надежды брежели над Россией, его уделом были воспоминания. Перед Россией открывалась новая эпоха. Он выводил на последней 564-й странице рукописи «Сие кончаются» 1812 годом. Судьба Бонапарта была им предсказана совершенно точно 14 лет тому назад пророчески косноязычной стихах. Кто весть, что гальский витязь Риму словами только вольность дав, надеть боялся Диадиму, но что гордыней обуяв, еще на шаг решится смелый, и как самсон с толпы дебилы сломив, падет под ними сам. Теперь, когда судьба эта совершилась, Державин среди всеобщего ликования оставался почти равнодушен, как если бы нынешнее торжество было им пережито уже в прошлом. Он написал пространный, тяжелый, пышный гимн лироэпический на прогнании французов, но парения прежнего в нем уже не было, все сердца были окрылены, на душе Державина лежал камень. Тайком от людей для себя самого на каком-то черновике сбоку набросал он четверостишья, себе в наследие Жуковской я ветхую лиру отдаю, а я над бездной гроба скользкой уж преклоня пчело стою. А все-таки было что-то необычайно прекрасное в русской весне 1813 года, что-то похожее на начало выздоровления или на утро после грозы, ее теплое дуновение, коснулось и дома Державина. Провели свадьбу Веры с Ваейковым, перебрались на звонку и стали готовиться к приятному путешествию. Тому назад почти уже год пришло письмо от Капниста, любезный друг Гаврила Романович. Я уверен, что мы друг друга любим, зачем же слишком долго представлять противные сердечным чувствам роли. Вы стары, я весьма старею. Не пора ли кончить так, как начали? У меня мало столь истинно любимых друзей, как вы. Есть ли у вас хоть один так прямо вас любящий, как я? По совести скажу, сомневаюсь. Столица есть много, но столичных же друзей. Не лучше ли опять присвоить одного, не пристававшего любить вас чистосердечно. Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. Всяк человек есть ложь. Я мог погрешить, только не против дружества. Оно было, есть и будет истинной стихией моего сердца. Оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый и не первый шаг. Обнимем мысленно друг друга и позабудем все прошлое, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю. По получении письма решено было помириться и ознаменовать мир в поездку в Малороссию, если только Бог даст, все будет к хорошему концу. Дарья Алексеевна, кстати, когда же дала обед в случае благоприятного окончания войны, съездит в Киев на Богомолье. Все таким образом складывалось одно к одному, и 15 июня, взяв с собой доктора и парашу Львову, державины выехали со званки, двигались медленно, и только 24 числа прибыли в Москву. Белокаменную застали при скорбном виде. Проворный Василий Львович Пушкин, как любитель сенсаций, тотчас делался при державине Чичероном. Некогда воротясь из Парижа, усердно показывал он друзьям привезенные жилеты и фраки и давал дамам обнюхивать свою голову мощенную модной помадой. Той же приятностью показал он державину разоренные кремы и Голицынскую больницу. Из Москвы тронулись дальше Намценск и Орел. Здесь в доме знакомым помещика отпраздновали день рождения Гавриила Романса. Путешествие свершалось все так же медленно. На остановках являлись к державину то почитатели таланта его, то чиновники в полной форме, воображавшие, что он едет не иначе, как в качестве тайного ревизора. Наконец добрались до Обуховки. Державины давно известили капнистов о том, что к ним будут, но срока нарочно не обозначили. 7 июля после обеда Александра Алексеевна капнист отдыхала. Вдруг ей сказали, что какая-то бедно одетая женщина желает ее увидеть. Александра Алексеевна вышла к женщине, усадила ее и стала спрашивать, откуда она и что ей надо было. Та отвечала, что из Москвы, что лишилась всего имущества, просит помощи и вдруг рассмеялась. Александра Алексеевна подумала, что перед ней сумасшедшая и, испугавшись, хотела уже уйти, как вдруг гостья откинула капюшон салопа. От радости с Александрой Алексеевной сделалось дурно. Перед ней была Даша. Сестры не виделись двадцать лет. Слезы, объятия, поцелуи, весь дом сбежался. Все кинулись на гору, где ждал в экипаже Державин, Пашей и доктором. Их привели в дом и объятия возобновились. Сердца размягчились до нелья. Сюрприз удался на славу, однако тотчас обернулся несколько затруднительной стороной. Как раз в эти дни гостил у капнистов сосед Трощинской. Вот где Бог привел встретиться. Дмитрий Прокофьевич постарел изрядно, однако же сохранил осанку красавца и сердцееда. Молодежи забавно было и поучительно видеть, с каким ледяным уважением старые недруги встретились, как раскланивались по-старинному, как величали друг друга ваше высокопревосходительство и ни за что не хотели сесть один прежде другого. Но под июльским небом Украины лед понемногу стал таять. И прожив несколько дней под одной кровлей, враги чуть ли не подружились, воспоминаниям и рассказам конца не было. Державины прогостили в Абуховке с ней двенадцать, придаваясь всем удовольствиям дружества и природы. Державин был весел, даже и напевал, и насвистывал, и сочинял стишки, обращаясь к птичкам, которыми дом капнистов был полон. Как он любил все крылатые! Недаром воспел не только орла, соловья, лебедя и павлина, но и ласточку, ястреба, сокола, голубя, аиста, пеночку, зяблика, снегиря, синичку, жёлну, чечётку, петери, вабикаса и, наконец, даже комара. С капнистом он вел беседы хозяйственные, политические, литературные, с двумя барышнями красавицами, блондинкой и брюнеткой, что в ту пору тоже гостили в Абуховке, гулял под руку и шутил. Двадцать шестого июля прибыли в Киев, провели там три дня, помолились в Лавре, осмотрели достопримечательности и поехали под Белую церковь в имение графини Браницкой, той самой племянницы Потёмкина, на руках у которой он умер дорогою в Николае. Перед памятью дяди графиня благоговела. Его честь был воздвигнуть ею рот пантеона, где бюст Державина выселся среди просих. Графа к Саверии Петровичу не случилось дома, зато Элиза, кокетливая быстроглазая дочка графини, в любезности не отставала от матери. Державину был оказан приём за раз торжественный и сердечный, как автору водопада и старому другу. На другой день пустились в обратный путь. Москва на сей раз удивила быструю переменой. Близилась осень, богатые жители собирались вернуться из подмосковных на старое пепелище. Везде кипела работа, стучал молоток, топор погромыхивал, неслись песни каменщиков и маляров. Двадцать шестого августа в годовщину Бородина усталые, но довольные державины возвратились на званку. Ближайшим следствием поездки было то, что державин определил на службу двух сыновей капниста, Ивана и Семёна. В конце года они приехали в Петербург и, разумеется, поселились в державинском доме. Им отвели во флигеле те покойчики, где ранее жили сёстры Львовы. После замужества Лизы и Веры параша осталась одна, ее перевели в большой дом поближе к дяде и сётке. Один из молодых капнистов Семён Васильевич, пописывавший стихи, тотчас сделался любимцем державина и отчасти секретарем, насколько ему позволяла служба. Приток молодежи в доме не прекращался, и слава Богу, старик без нее не мог обходить. Но окружать себя молодежью заставляла его не просто любовь к суматохе и не одна только живость характера, которая, кстати сказать, все более умерялась болезнью, упадком сил и растущей сонливостью. Была причина более важная, имевшая прямое отношение к его поэтическому самочувствию. Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени, пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна, его слух должен быть ею заполнен как легкие воздуха. Таков закон поэтической биологии. В поэзии гражданской он действует не сильнее, чем во всякой иной и лишь очевиднее проявляет. Отойдя от дел государственных, Державин стал как бы глохнуть и сразу это почувствовал, чем дальше, тем явнее. События перестали в нем вызывать тот быстрый и резкий отзвук, которым была сильна его лира. правда, сперва можно было допустить, что эпоха невдохновительна сама по себе, Державин не даром был не в ладу с нею. Но настали двенадцатый, тринадцатый и, наконец, четырнадцатый год, казалось, кому воспеть их, как не Державину. Жуковский прямо его вызывал на это. Но за тяжеловесным лироэпическим гимном последовали холодные, словно вынужденные стихи на сражение под Люциным. Можно себе представить, что было бы, если бы не Александр, а Екатерина выиграла кульмской бой. Но Державин на это событие даже и не откликнулся, а на торжество небывалое, неслыханное, перед которым все Очаковы и Измаилы ничто на вступление русских войск в Париж. Написал стихи незамечательные Люциным все величие времени он сознавал, но его музыки не улавливал. Писал по долгу патриота и поэта и стереографа, потому что в его положении нельзя было не писать и только. Публика принимала его стихи восторженно. Он сам вовсе был не в восторге. Так было и в иных отраслях поэзии. Державин пробовал новые темы и развивал старые, искал новых приемов и прибегал к испытанным. Делал это с умением, может быть, даже больше, чем прежде, но без прежнего одушевления. то был не упадок таланта, но упадок вдохновения. Вероятно, играли тут свою роль и старость, и нездоровье, но главное, все в новом времени, и хорошее, и дурное, было Державину как-то чуждо. Все чаще среди величавых событий он испытывал неодолимую скуку. Но как, засыпаясь среди разговора и вдруг просыпаясь, любил он видеть вокруг молодые лица, так и в поэзии все искал молодежи, льнул к ней. Он потрудился много, любил историю и Россию, сам стал историей и Россией, хотел теперь видеть и слышать тех, кто будет трудиться впредь. Быть может, хотелось ему кого-то усыновить, как бездетный богач усыновляет приемшек. Свой дом с любовью наполнял племянниками, а в поэзии все искал преемника, нового Державина, не второго, не подражателя своего, но именно нового, который в своем времени расслышит то, что Державин некогда расслышал в своем. найдет новое содержание и новую форму, принесет ту творческую новизну, которую Державин принес сорок лет тому назад. Он когда-то мечтал, что беседа будет способствовать появлению молодых дарований. Мечта оказалась несбыточной. Беседа все более походила на казенные учреждения. На место умершего Заводовского попечителем избрали Попова, тому назад двадцать лет не умел он грамотно прочитать Екатерине стихи Державина, с тех пор его знания вперед не подвинулись. Среди почетных членов Спиранского заменил на Васильцев и явился архимандрит Фосий. Сам Шишков охладел к своему детищу. В 1813 году государь назначил его президентом Российской Академии. Вернувшись из-за границы, он предлагал просто слить Академию с беседой, чтобы уж разом заседать там и здесь. Из домика на Фурштадском переселился он в роскошную казенную квартиру напротив дворца, оставил филологические упражнения и мало интересовался литературы. Беседчики читали друг другу свои сочинения и друг друга не уважали. Хвостов Александр Семенович изводил шутками и эпиграммами Хвостова Дмитрия Ивановича и был прав, потому что Дмитрий Иванович писал совершенную чепуху. То, завидев издали тучу, убеждался он подошед поближе, что это всего лишь куча, то голод с зубами перегрызал у него узелки, то осел лез на рябину, цепляясь лапами, то установился на колени и прочие в том же роде. Со своей стороны Дмитрий Иванович возмущался тем, что Александр Семенович председательствует в своем разряде и тоже был прав, ибо Александр Семенович уже лет тридцать, как перестал писать вовсе. Их фигуры могли бы отчасти служить олицетворением всей беседы, один не писал ничего, другой писал слишком много и слишком плохо. Крылов потешался равно над всеми, на четыре разряда беседы он написал басню-квартет, а потом и еще обиднее Парнас. Когда из Греции вон выгнали богов и помирянам их делить поместье стали, кому-то и Парнас тогда отмежевали, хозяин новый стал пасти на нем ослов. Дмитрий Иванович в отместку сочинял Пасквилина Крылова, называя его Обжоркиным. Державин ради приличия старался водворить мир, хотя Хвостов и его выводил из себя. Последние года два все были поглощены войной и писали сплошь о войне, но после взятия Парижа патриотический пыл начал ослабевать, а литературные бои разгораются. Седак Шишков как раз в это время вздумал прекратить полемику. Его непонимание литературных дел было поразительно. Он, кажется, думал, что после падения Наполеона Карамзин падет уже сам собой. Теперь он молчал, зато из противного лагеря насмешки из резкости посыпались на беседу. К Державину они никак не относились, враги чтили в нем великого русского поэта и считали себя учениками его. Державин иногда позволял себе роскошь обижаться за своих сочленов, но втайне противники беседы были ему любопытнее и милее, чем она сама. По привычке и потому, что всю жизнь делал все истово и не любил бросать однажды начатое, он еще занимался делами беседы, но она сама мало ими занималась. К началу пятнадцатого года она была почти уже в литургии. Большой четырехэтажный флигель царско-сельского дворца, тот, что высокую аркой соединяется с хорами пятиглавой придворной церкви, был отведен учреждением, некогда составлявшему предмет особых и нежных забот императора, то был лицей, основанный с целью образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий. Еще с осени 1811 года тридцать мальчиков вступили в лицей, готовясь безвыездно прожить нем шесть лет и пройти обучение, разделенное на два трехлетия или курсы. Ныне меньший курс был окончен, и лицеисты держали экзамены при переходе старше. Лицей оказался на деле довольно далек от того, каким он когда-то мерещился Александру Павловичу. Учение шло беспорядочно, однако высокая лихорадка умов и сердец, вызванная грозными и чудесными событиями Отечественной войны, передалась царскосельским затворникам. История была их воспитательницей, и не имея глубоких знаний, они развивались быстро. Нашлись между ними такие, что еще и из дому занесли охоту к литературным упражнениям, и поэзия вскоре сделалась настоящей страстью многих. Из рукописных лицейских журналов произведения неопытных перьев перенеслись в печатные. На важных страницах Вестника Европы, Российского Музеума, Сына Отечества, Северного Наблюдателя являлись стихи пятнадцатилетних поэтов. Сышков был бы весьма отечален, когда бы узнал, что сия юная портль чуть ли не сплошь состоит из завзятых карамзинистов. Начальство лицейское сперва поощряло авторство, потом запрещало, потом стало поощрять Сызнова, поэтому-то в программе публичного испытания из российского языка пунктом четвертым значилось тение собственных сочинений. Экзамен назначен был на восьмое января, а накануне разнеслась весть, что державен будет в числе гостей. Поэты лицейские взволновались, особенно Александр Пушкин. Он не был из числа первых учеников, но считался едва ли не первым среди тамошних стихотворцев Ильичевского, Сюсельбекера, Яковлева, барона Дельвига. Ему-то и предстояло читать стихи свои на экзамене, и следственно пред самим ветераном российской поэзии. Александр Пушкин, вспомянутому Василию Львовичу он приходил соплемянником, не был столь пламенным обожателем державина, как, например, его друг барон Дельвиг. Но пьеса, им сочиненная для экзамена, посвящалась военной славе России под скипетром Екатерины и Александре. Сообразуясь с высокостью предмета, Пушкин ее написал совершенно в духе державина, который и сам был в ней торжественно именован. Много в ней было прямых отголосков державинской лиры, начиная с заглавия, воспоминания в царском селе, напоминавшего прогулку в царском селе. Теперь все это приходилось как нельзя более кстати. однако же возникало и важное затруднение. Пьеса кончалась обращением к Жуковскому, автору «Певца в стане русских воинов». Признавая свое бессилие, Пушкин вызывал Жуковского, как самого громкого из поэтов новой поры, воспеть Александра. В присутствии Державина такое обращение могло стать неучтивостью. Как бы, проказливый сочинитель решил слукать на один только раз ради завтрашнего чтения заменить Жуковского Державиным. Для этого лишь в одном стихе. Как наших дней певец славянской бард дружины явный намек на Жуковского надо было превратить в намек на Державина. Тогда и все прочее становилось обращением к нему же. Дело оказалось не так просто. Всему мешала непременная рифма на иные. Кончилось тем, что Пушкин, отчаявшись, честью выйти из затруднения, написал «Как древних лет певец, как лебедь стран Елины». То значит Елина он сам не знал, ее никогда не существовало. Ежели даже счесть ее за Элладу, то почему же Державин лебедь Эллады? Допустим, это намек на анакриантические стихи. Но кстати ли обращаться к Державину анакриону, когда речь идет о военных подвигах? Но выхода не было. Пушкин решил, что сойдет и так. Вся строфа была вообще довольно туманна. Предстояло еще переписать стихи для поднесения Державину. Они были длинные, вышло восемь страниц, Пушкин над ними трудился весь вечер, писал старательно, следя больше за почерком и сделал много описок. Тот вечер в доме Державина проходил как обычно. Дарья Алексеевна должно быть не доглядела и Гаврила Романович за ужином опять съел лишнее. В одиннадцать часов она проводила его наверх, уложила, ушла. Державин тотчас уснул, но спал беспокойно. В шестом часа утра, как всегда, он проснулся и кликнул Кондратия. Тот вошел со свечами и мундиром, приготовленным с вечера. Одевшись, Державин спустился в столовую в ночном колпаке и мундире. Парика он терпеть не мог и надевал его лишь в последнюю минуту. В столовой горели канделябры. Семен Васильевич встретил дяденьку и пожелал доброго утра. Они сели пить чай. Дарья Алексеевна почевала. На конюшне чистили лошадей, заложили, подали. Лицейский экзамен не очень был любопытен Державину, но ему всегда не сиделось, когда предстояло куда-нибудь ехать. Он всюду являлся первым. Кондратьев принес парик и красную ленту. Державин надел их предзеркалом в круглой гостиной среди обоев, расшитых рукой племиры. В подъезде подали ему шубу и бобровую шапку. Было еще темно. Выехав из ворот на фонтанку, Возок свернул влево к московской заставе, и хоть дорога в Царское была хорошо наезжена, после заставы Державина стала укачивать. Он жалел, что перед отъездом не разбудил Максима Фомича, доктора, и не принял рвотного. Когда уже белым днем миновали первые дома Царского и въехали под лицейскую арку, Державину сделалось нестерпеж. Круглый подслеповатый лицеист с белобрысой круглой головой, барон Дельвик, заранее вышел на лестницу, чтобы дождаться Державина и поцеловать ему руку, руку, написавшую водопад. Державин приехал. Он вошел в стене и Дельвик услышал, как он спросил у швейцара, где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвика. Он отменил свое намерение, возвратился в зал и с простодушием и веселостью рассказал Пушкину свое приключение. Зала наполнилась царско-сельской публикой, лицеистами, их родными, впрочем, немногочисленными. Ехались и почетные гости. Ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии Архимандрит Филарет, министр народного просвещения граф Азумовский, попечитель учебного округа Сергей Семен Чуваров, почетный член беседы, генерал Соблуков, которого покойный государь, прогнал с караула в ночь на 12 марта. Среди них в первом ряду кресел усадили Державина. Начальство лицейское разместилось у стола сбоку. Экзамен очень утомил Державина. В красном мундире, украшенном орденами, сияя бриллиантовую короной мальтийского креста, сидел он, подперши рукой голову и расставив ноги в мягких плисовых сапогах. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Он дремал все время, пока лицеистов спрашивали из латинского языка, из французского, из математики и физики. Последним начался экзамен русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали Пушкина. Лицеист небольшого роста, тюнем мундире с красным воротником, стоя в двух шагах от Державина, начал свои стихи. Никто никогда не мог бы описать состояние души его. Когда дошел он до стиха, где упоминал имя Державина, голос его отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Бессмертный вы вовек, о русские исполины, в боях воспитаны средь бранных непогод, а вас, подвижники, друзья Екатерины, пройдет молва из рода в род. О громкий век военных споров, свидетель славы россиян, ты видел, как орлов, румянцев и суворов, потомки грозные славян, перуном зевцевым победу похищали, их смелым подвигом страша дивился мир, Державин и Петров героем песнь брецали трунами громозвучных лир. Сердце его было так полно, что самый обман, совершенный им, как бы исчез, растворился, и, читая последнюю строфу, он уже воистину обращался к сидящему пред ним старцу. О, скальт России вдохновенный, воспевший ратных грозный строй, кругу друзей твоих с душой воспламененной сгреми на арте золотой, да снова стройный глаз героем в честь прольется, и струны трепетные посыплют огонь сердца, и ратник молодой скипит и содрогнется при звуках бранного певца. И Державин вдруг встал, на глазах его были слезы, руки его поднялись над кудрявую головой у мальчика, он хотел обнять его, не успел, тот уже убежал, его не было. Под каким-то неведомым влиянием все молчали, Державин требовал Пушкина, его искали, но не нашли. После обеда у Розумовского, где много важного здорово было говорено, усталый Державин уже в вечеру приехал домой, достал из кармана тоненькую тетрадку, писанную летучим и острым потерком, и для памяти написал на ней «Пушкин на лицейском экзамене». Дела сердечные, нелитературные, заставили Жуковского покинуть Москву. Весной 1815 года переехал он в Петербург и очутился бельмом на глазу беседы. Осенью Шаховской непристойно и грубо вывел его своей комедии. Несколько друзей из числа молодых литераторов и дилетантов Александр Тургенев, Вигель, Дашков, Блудов, родня Державину, платились вокруг Жуковского. Закипела полемика или, лучше сказать, перебранка. Вигель, человек злой и умный, имея связи в обоих лагерях, усердно подливал масло в огонь. Уваров, которого не любили в беседе, перекинулся на сторону врагов и сумел составить из них небольшое сообщество. Поэт Жихарев, беседный сотрудник, примкнул тоже. Так возник Арзамас. Жуковский был избран секретарем, председателя в Арзамасе не было, собирались по четвергам у Блудова или Уварова. Закончив восемь томов истории, Карамзин повез рукопись в Петербург. Он прибыл 2 февраля 1816 года, захватил с собой Шурина, князя Вязинского, поэта и остроумца, молодого человека с длиннейшими ногами и маленькой головой. Василий Пушкин, конечно же, увязался за ними, ему страх хотелось сделаться Арзамасом. В Арзамасе к этому времени прибавились еще члены, и Арзамас расцвел. Не было у него ни разрядов, ни попечителей, ни публичных заседаний, но слухи о нем носились, самой замкнутостью он возбуждал любопытство, казался собранием избранных, посвященных в новейшие тайны литературы. Многие, кто, быть может, мечтал проникнуть в него, были бы очень разочарованы, узнав, что никаким откровением романтизма в Арзамасе не учат и вообще не разговаривают на важные темы. Арзамас был затеян в противовес беседе и не мог быть представителем романтизма хотя бы уж потому, что сама беседа была недостойна представлять классицизм. Она была ничто и всерьез спорить с ней было не о чем. Арзамас и не снисходил до спора. В нем умнее всего было то, что шутку признал он самым сильным и подходящим оружием против беседы. В его собраниях потешались над беседчиками не во имя нового направления, а просто во имя молодости, ума, вкуса, образования, во имя всего, что в свое время было у классицизма, но чего никогда не было у беседы. Он стал пародией на беседу. В каждом собрании отпевали кого-нибудь из ее живых покойников. И вышло так, что отпетую оказалась она сама со всеми ее потугами начальствовать над словесностью, ничего не делая. Ни насмехались только над Державиным и Крыловым. Тотчас по приезде Карамзин сделал визит Гавриилу Романовичу. Жуковский и Вязинский поехали с ним, чтобы быть представленными. Им, однако, не повезло. Державин был нездоров, хмур и чем-то, видимо, озабочен. На Жуковского не обратил особенного внимания, на Вязинского и подавно. Его сердце уже было занято младшим Пушкиным. Кроме того, арзамасские погребения и другие шалости были ему несомненно ведомы, и он их не одобрял. Общество, занятое одной полемикой, не могло ему нравиться. Когда речь зашла о полемике Дашкова против Шушкова, старик, в свое время пожуривший и самого Дашкова, заметил многозначительно, что не следует раздувать огня. Расставаясь, просил он Карамзина в один из ближайших дней к обеду, кстати, уши со спутниками. Приглашение в такой форме прозвучало небрежно. На ту беду Карамзин в назначенный день был отозван к императрице Марии Федоровне и прислал извинения. Пришлось Вязинскому с Жуковским отправляться вдвоем. Державин встретил их в таком виде, как представил его живописец Васильевский на портрете, недавно выставленном в Академии художеств. В белом колпаке и малиновом бархатном халате, опушенном соболями, белый шейный платок и палевая фуфайка виднелись из-под халата. Обед прошел вяло, других гостей не было, молодые люди рабели, и, храбряясь от смущения, слишком много говорили об Арзамате. Державин напротив говорил мало, рассеянно, и более, кажется, занят был беленькой собачкой, сидевшей у него за пазухой, чем гостями. После обеда он показал им рисунки к своим стихам и заметил, что такой оды, как наковарство, ему теперь уж не написать. Побыв недолго, поэты откланялись не весьма очарованным приемом, Державин опять был не в духе. У него были на то причины физические и нравственные. Чтобы их объяснить, надо вернуться месяца на полтора назад. Типографией Плавильщикова печаталась пятая часть сочинений Державина стихи, написанные в последние годы. Державин знал, что она слабее частей предыдущих и тем тревожился. Но особливое беспокойство в нем возбуждали тома шестой и седьмой, которые должны были выйти будущие осеньки. В них заключались сочинения драматические, а также мелочи, надписи, эпитафии, послания, мадригалы. Однажды Державин признался прямо, что в этих родах поэзии не силен. Теперь, когда выход книг уже был объявлен, Державин стал мусор. Отказаться от замысла мешали упрямство и самолюбие, но он чувствовал, что искушает славу. То и дело он перелистывал рукописи, словно пытаясь угадать их грядущую судьбу. Ему хотелось бы прочитать их чужими глазами, чтобы узнать заранее, каково будет их действие наценителей, на потомстве. Обидно было ему явиться перед нынешней критикой не в полном блеске. Тут-то он и прослышал, что существует замечательный чтец, тот молодой человек, что бывал запросто у Шишкова, некогда посещал субботнее чтение, а потом и беседу, Сергей Тимофеевич Аксаков. Случайно об эту пору не было его в Петербурге, но он должен был прибыть вскоре. Державину показалось, что само небо ему посылает Аксакова, что в чужом на хорошем чтении он, наконец, услышит стихи свои как бы со стороны и сумеет их оценить тоже как бы со стороны. Каждый день он наведывался, не приехал ли уже Аксаков и ждал его с болезненным нетерпением, не предвещавшим ничего доброго. Все это были признаки старости и упадка. Державин ушел в 73-й год. Однажды под вечер в середине декабря Аксаков приехал и совершенно обезумел от счастья, когда объявили ему, что Державин требует его торчу. Но он решил отложить посещение до утра, потому что с мороза был красен как рак и голос у него сел. Поутру посланный от Державина уже явился за ним и через час Аксаков входил трепеща в Державинский кабинет. При его появлении хозяин скатил с дивана, отбросил в сторону грифельную доску, на которой что-то писал и протянул руку «Добро пожаловать! Я давно вас жду!» Затем он быстро заговорил о стихах Аксакова, о молодых поэтах, о Пушкине. Ему хотелось, чтобы Аксаков начал читать сей же час, но он сдержал. Начал расспрашивать о Казани, о Боренбурге, называл Аксакова своим земляком. Все это с беспокойной торопливостью и не без желания польсти. Наконец все-таки попросил читать. Гость признался, что и сам того жаждет, только боится, чтобы счастье читать Державину его стихи не захватило дыхание. «Так успокойтесь», сказал Державин, схватив его за руку и сам волнуясь еще сильнее. Он принялся выдвигать ящики своего дивана, достал две толстые тетради с сафьянными корешками, в одной были трагедии, в другой мелкие стихотворения. Но Аксаков хотел начать соды на смерть Мещерского, и Державину пришлось согласить. Он слушал с большим вниманием, под конец обнял декламатора со слезами на глазах и сказал тихим, растроганным голосом, «Я услышал себя в первый раз». И вдруг принялся расхваливать громко, преувеличенно, «Мастер, первый мастер, куда Яковлеву? Вы его батюшка за пояс заткнете». И Треца промелькнула в глазах его, и он опять потянулся к тетради с трагедиями. Упоенный успехом, Аксаков согласился тут же прочесть Ирода и Мариамны. Державин послал за Дарьей Эликсерной, Парашей и Семеном Капнистом. Пение началось. Аксаков был в таком лирическом настроении, что рад бы читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки, хотела вылиться вскипевшая душа. Такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй, неизвестного языка, будут полны чувства и произведут сочувствия. Он читал часа полтора. Его чтение было, мало сказать, неверно, несообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Ему казалось, что оно происходит на каком-то неведомом языке, но тем не менее и на него, и на всех присутствующих оно произвело магическое действие. Державин решительно был похож на человека, одержимого Корчина. Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело были в движении. Восхищением, восторженным похвалам, объятием не было конца, а счастью Аксакова не было меры. Державин ему написал тут же стихи, и он ушел, опьянев от восторга. С того дня начались у них отношения странные, даже несколько фантастические. Сперва Аксаков являлся часто, потом стал ходить каждый день. Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость читать и день, и ночь. Ни трагедии, ни мелочи Аксакову не нравились. Под всяческими предлогами он от них уклонялся, сворачивая на оды. Державин и оды выслушивал с удовольствием, но при первом удобном случае заставлял возвращаться именно к мелочам и трагедиям. Аксаков был настоящий художник декламации. В жаре и громе его чтения, как он сам выражался, слабые трагедии и стихи приобретали те магические, непостижимые уму свойства, без которых нет великой поэзии, но которых как раз этим трагедиям и стихам не доставало. Державин слушал и декламаторские достоинства чтения старался относить насчет литературных достоин читаемого, хотя, конечно, отдавал должное и таланту Аксакова. Чем его более волновало чтение, тем он более утешался и успокаивался за судьбу неудачных своих творений. Он заставил Аксакова перечитать все трагедии, даже переводные, и все надписи, эпитафии, послания, басни и прочие. Если Аксаков случалось, читал с меньшим жаром, очарование пропадало. Державин сердился и говорил, у вас все оды в голове, вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию не всегда и не всю понимает. Каждым днем эти чтения становились Державину все более необходимы. Он к ним привык, как к лекарству, утешающему боль. Он словно пьянел от них, и они его сладостно изнуряли. В начале чтений на святках пятнадцатого года дважды были у Державина гости. По обычаю танцевали, Державин не отходил от Колтовской, его нежное обхождение было даже замечено, и держался бодро. Но к середине января его уже нельзя было узнать. Он осунулся, ослабел и находился в непрестанном возбуждении. Однажды Аксаков явился в обычный час, но швейцар попросил его, не заходя к Гавриилу Романовичу пройти к Дарьи Алексеевне. Дарья Алексеевна приняла его ласково, но сказала, что муж ее нездоров, что он провел дурную ночь, что у него сильное раздражение нерв, и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гавриил Романович слушает чтение. Аксаков покраснел до ушей, принялся извиняться и вдруг объявил, что и сам давно болен, и доктор требует, чтобы он недели две сидел дома. Вечером он зашел к Державину, чтобы с ним на время проститься. Гавриил Романович чуть не заплакал. Он сам был, очевидно, нездоров. Глаза у него были мутные, и пульс бился, как в лихорадочном жару, но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался, что с некоторых пор хотят уверить его, что он хворает, а он напротив давно не чувствовал себя так бодрым и крепким. Наконец они с болью разлучились. В семейных кругах Державина и Аксакова с этой историей она делала много шуток и смех. Говорили, что Аксаков зачитал старика и сам зачитал. Вскоре слухи пошли по городу с обычными украшениями. Рассказывали, что какой-то приезжий сумасшедший декламатор и сочинитель едва не уморил старика Державина чтением своих сочинений, и что наконец принуждены были через полицию вывести чтеца сочинителей из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю. Для Державина начался двухнедельный карантин, которым он тяготился. Вот на эти-то дни, когда уже, впрочем, карантин подходил к концу, и пришли с посещения Вяземского с Жуковским, потому-то и был так суров оказанный им прием. Аксаков не лгал, говоря, что тоже нуждается в лечении, но свое нездоровье он объяснял петербургским климатом. Это была неправда. Он тоже был изнурен чтениями, если не так, как Державин, то лишь потому, что ему было 24 года. По-своему, он переволновался не меньше Державина. В каждом художнике заключен мучитель. Терзать душу зрителя или читателя для него наслаждения. Аксаков был упоен корчами Державина, как Державин его декламацией. Другого такого слушателя у него не было ни прежде, ни после. Недаром лишь только положенный срок миновал, он тотчас явился к Державину. Сперва оба делали вид, что вовсе уж не так жаждут терзать друг друга, но сами только и ждали малейшего к тому поводу. Повод представился очень скоро, и чтения возобновились, правда уж не столь часто и бурные. Даша теперь следила за ним. Но по-прежнему странные друзья проводили долгие часы вниз. Аксаков читал, Державин слушал, привычно поглаживая головку собачки, торчащую у него из-за пазы. Собачка была воспоминанием доброго дела. Одна бедная женщина, которой он помогал, подарила ее Державину. Звали ее Горностайка, а уменьшительно Тайка. Державин с ней не разлучался. Иногда прервала она декламацию звонким лаем. Державин ее унимал, нахлобучивал поплотнее колпак, и чтение возобновлялось. Полемика между беседой и Арзамасом была ему не по душе. Он находил немало возвышенного и надеялся, что Карамзин с Шишковым придержат своих сторонников, если, короче, узнают друг друга. Едва оправившись от болезни, он позвал их обедать. Еще некоторые беседчики должны были присутствовать. Карамзин при всех обстоятельствах умел себя держать с любезностью и достоинством. Сидя подле хозяина, по другую руку которого сидел Шишков, он не без лукарства поглядывал на своих смешных неприятелей, как сам выражался, и был, пожалуй, не прочь их шармировать. Он и старался забавить грамматикой, синтаксисом, этимологией, но они хмурились и дичили. Когда пили его здоровье, он сказал, что считает себя не врагом Шишкова, а учеником, и выразил Александру Семеновичу благодарность за умение писать, которым ему обязан. Это было, конечно, преувеличение, но Карамзин действительно находил долю правды в шишковских нападках. Шишков был смущен, наступился и, наклоняясь над тарелкой, несколько раз повторял сквозь зубы «Я ничего не сделал, я ничего не сделал». Карамзину показался он честен, даже учтив, но туп. Как бы то ни было, Державин был очень доволен, то дело как будто идет на лад. Желая еще подвинуть его вперед, заметил он, что пора Николаю Михайловичу стать членом Российской Академии. Он сказал это в простоте сердца, но вышло весьма не кстати. В 12-м году при отставке Спиранского Шишков перубил у Карамзина место государственного секретаря. В 13-м по смерти Нартова карамзинисты считали, что за отказом Державина Карамзину подобало бы стать президентом Российской Академии, но опять Шишков, а не Карамзин был назначен. Теперь Державин предлагал Карамзину стать простым членом этой Шишковской Академии, как звали ее в Арзамасе. Карамзин нашелся, ответил, что до конца своей жизни не назовется членом никакой Академии, но все же от Державинского обеда остался у него неприятный осад. Вяземскому он жаловался, что ничего есть не мог, горчиться и та была невозможна. Впрочем, и в самом деле он постоянно заботился о своем здоровье, в еде и питье был крайне воздержан, вареные рис и печеные яблоки были его любимые кушанья, то уже Державина был тяжелый, старозаветный. Карамзин понимал, что Державин действовал из побуждений чистейших и не обиделся. Но месяц спустя отомстил жестоко, хоть неумышленно. Может быть, именно для того, чтобы показать, будто не почувствовал на обеде никакой неловкости, он сам вызвался прочитать в том же обществе отрывок из своей истории. Сам же он и назначил быть чтению 10 марта в 7 часов вечера. Державин созвал гостей, кабинет его наполнился приглашенными, бьет в 7 часов, Карамзина нет. В Державине сейчас обнаружилось нетерпение. Проходит полчаса, и нетерпение его перешло в беспокойство и волнение. Несколько раз хотел он послать Карамзину и спросить, будет он или нет, но Дарья Алексеевна его удерживала. Наконец бьет 8 часов и Державин в досаде садится писать записку. Он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. В это самое время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать и потому промешкал, и что просит Гаврила Романовича назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра. Записка была исполнена глубокого сожаления и деликатности, но Державин остолбенел от полученного о фронт. Потом стал он шагать по комнате, ни с кем не говорил ни слова, но таково было выражение лица его, что все гости в несколько минут нашлись вынужденными разъехать. Весокосные годы несчастные, незадачливые. Видно, вышел таков и шестнадцатый. От синего весны с недомоганиями, с беспокойными оксаковскими чтениями, с обидой на Карамзина, тревогой за пятый том вышла одна докука. Петербург сделался в тягость, хотелось скорее на звонку. Державин сердился, ворчал, и с самого понедельника фоминой недели принялся за укладку рукописей и книг. Собирался в путь. Наконец они тронулись. Ехали, не считая слуг в шестером. Двое Державиных, Параша Львова, Александра Николаевна Дьякова, тоже племянница Дарьи Алексеевны, неизменные Аврамов и доктор Максим Фомич. Тайка была седьмая. Тридцатого мая в пять часов утра увидели милый дом на горе, вылезли из кареты и по лестнице поднялись в сад. Чудное было утро, волхов тенел внизу, пели птицы. Сирень под окнами кабинета всех поразила пышностью. Долго ею любовались, потом пошли в комнаты, а вернувшись ахнули. Целую тучу жуков, откуда-то налетев, уничтожила весь пышный цвет. Листья поблекли и приняли красноватый оттенок, сирень стояла как опаленная. Державин сказал «Видно сглазили». Позавтракали. Державин с Дарьей Алексеевной пошли отдохнуть, слуги еще убирали со стола, внезапно поднялся вихрь. Волхов вздулся и почернел, началась гроза, хлынул ливень. В пять часов вечера управляющий пришел доложить, что у Верочкина вяза молния обожгла трех женщин, а четвертую убила. Ее внесли в дом, она вся была черной. «Как нынешний год наш приезд несчастлив», сказала Дарья Алексеевна. Но уже небо расчистилось, солнце глянуло, ступени крыльца обсохли. Державин, севши на них, любовался, как парусные суда идут мимо, твердил, «Как здесь хорошо! Не налюбуясь на твою звонку, Дарья Алексеевна!» «Прекрасно, прекрасно!» и припевал в полголоса свой любимый марш безбородок. Жизнь званская потекла привычным порядком, с утренними прогулками по саду, с отчетами управляющего, с раздачей кренделей ребятами. Порой приезжали соседи, порой сами катались по Волхову, лотилия державинская теперь состояла из старого бота и маленькой лодочки. Садили они всегда неразлучно. Бот державин назвал Гавриилом, а лодочку тайкой. Только для самых мелких шрифтов державин употреблял лупу. Однако любил, чтобы ему читали вслух, особенно, когда просто хотел убить время. Может быть, думал при этом совсем о другом? Свою особую думу. Каждый день, час по утру и часа два после обеда Параша читала вслух дяде. Ей шел двадцать третий год, она стала взрослой барышней, была хороша собой, тиха, распудительна. Сестры повыходили замуж, а нас за мужество не спешила. Лишившись отца десяти лет, о матери четырнадцати, к Державинам была глубоко привязана и стала во многом походить на Дарью Алексеевну, только сердцем была помята. Во время чтений Державин, сунув тайку за пазуху, садился на красный диван перед рекой времен. Читали газеты, журналы, иногда истории Ролейня в переводе Тридиковского. Слушая это чтение, Державин посмеивался и пожимал плечами. Подумай, сколько воды утекло. Когда-то знавал он Василия Кирилловича, а ныне вот Карамзин что делает. После обеда для разнообразия принимались за Бахариану Хераскова, довольно нелепую смесь всякой сячины из русских и нерусских сказок привидениями, превращениями, похищениями. Экей бред, говорил Державин, однако забавно. Впрочем, больше одной песни в день не могли осилить. Когда вовсе другого чтения не было, делать нечего, вручал всемирный путешествователь Аббата де Лапорта, благо было в нем двадцать семь томов. Иногда вместо чтения Державин просто раскладывал свой пасьян в блокаду или пирамиду. Иногда расхаживая по комнате, объяснял тексты священного писания, встречал мнение толкователя. Тогда сияли глаза его и цвет лица оживлялся. Говорил он красноречиво и ясно. Также любил вспоминать время Екатерины и то, как был ей представлен после Филипсии, как она на него взглянула. Я век этого взгляда не забудусь. Я был молод. Ее появление, величие, ее окружавшие, этот царственный взгляд, все так меня поразило, что она мне показалась существом сверхъестественным. Но теперь, когда все поразмыслив, должен сознаться, что она мастерски играла свою роль и знала, как людям пыль в глаза братья. Вдумал он продолжать объяснение к своим стихам, которые некогда диктовал Лизе, велел читать слух пятый том, но скоро соскучился и сказал, «Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое она описана была, или попросту сказать «Оттого, что я старца». Часто прелестять хорошей погодой они прерывали занятия. Державин садился на ступенях крыльца, параша приносила арфу, и они с Александрой Николаевной пели дуэтом его стихи. Вошед в шалаш мой торопливый. Песню эту он написал в ту самую пору, когда умерла племира, и он сватался к дашу. Далеко с высоты холма неслись звуки арфы и пения, славное званское эхо подхватывало конец куплета. Тоскует сердце, дай мне руку, почувствуй пламень всей мечты. Виновна ли я, прерви мне муки, любезен милый ты. Однажды, гуляя по саду с парашей, встретили у беседки Дарью Алексеевну. Она указала Державину, как все посаженные при ней деревья хорошо принялись, так что даже и бани совсем закрыли. «Все это хорошо прекрасно», отвечал он, «но все это меня что-то не веселило». Когда же Дарья Алексеевна отошла, он прибавил, «Я стар стал, и кое-как остальные деньки дота ночью на 5 июля случились у него легкие спазмы в груди, после которых сделался жар и пульс участился. День прошел как обычно, только уже под вечер, раскладывая пасьянс, Державин вдруг изменился в лице, лег на стену и стал тереть себе грудь. От були он громко стонал, но затем успокоился и уснул. Вечером за Бастоном стали его уговаривать ехать в Петербург к известному доктору Роман Ивановичу Симпсону, но он наотрез объявил, что ни в коем случае не поедет, а пошлет только подробное описание болезни с запросом как поступать и что делать. Он, однако, не написал письма, потому что два дня чувствовал себя отменно, гулял, работал в кабинете, слушал Парашина чтения, жаловался, что понапрасну его морят голодом. Восьмого числа к ужину заказал он себе уху, ждал ее с нетерпением и съел две тарелки. Немного спустя ему сделает дурно, побежали за Максимом Фомичом. Державин прошел в кабинет, разделся и лег на диван. Призвав Аврамова, стал он ему диктовать письмо в Петербург к молодому копнисту. Пожалуй, уведан братец Семен Васильевич Романа Ивановича, что сегодня, то есть в субботу, часу поутру в седьмом я принимал обыкновенное мое рвотное, которое подействовало очень хорошо. Я думал, что болезнь моя совсем прошла, но после полудня часов в шестом мне захотелось сильно есть. Я поел ухи, мне было очень хорошо, но через четверть часа опять поднялись пары. Когда поднимаются сии пары, то вступает жар ввески, сильно жилы бьются, и я некоторое время как опьяневаю. Но спасибо, все это бывает весьма коротко, я получаю прежнее положение, кажется здоров, но употреблять не могу пищу и довольно строгий содержу диет. Боюсь, чтоб как не усилилась эта болезнь, хотя не очень большая, но меня, а особливо домашних много беспокоящая. А теперь почувствовал лихорадку, то есть маленький озноб, и сделали синие ногти. Расскажи ему все подробно и попроси средства, чтобы избавиться. Впрочем, мы, слава Богу, находимся по-прежнему в хорошем состоянии. Далее собственной рукой приписал он «Кланяйся всем, покорнейший ваш державин». И еще велел сделать постскриптум, пожалуй, доставь немедленно приложенную записочку Петру Ивановичу Соколову. После диктовки начались у него сильные боли. Он стонал и по временам приговаривал «Ох, тяжело, ох, тошно, господи, помоги мне грешным. Не знал, что будет так тяжело. Так надо. Господи, помилуй меня, прости меня. Так надо. Так надо». Так он долго стонал и жаловался, порой сукоризною прибавляя еще одно слово, которое относилось, должно быть, к съеденной ухе и не послушался. Однако и эта боль миновала, он перестал стонать, приободрился. «Вы отужинали?» спросил он. «Больно мне, что всех вас так взбудоражил. Без меня давно бы спали». Тут опять поднялся разговор о поездке в Петербург. Державин противился, но потом уступил, и часов в одиннадцать приказал Аврамову сделать второй подскрипт. После сего часов в десятом вечера я почувствовал настоящую лихорадку, а в постели ложившись напьюсь бузины. Завтра же тетенька думает, коль скоро лучше, после того не будет, то ехать в Петербург. В самом деле напился он бузины и перешел из кабинета в спальню. Там вскоре страдания возобновились, и через несколько времени Аврамов уже продолжал письмо от своего имени. В постели после бузины сделался жар и бред. Наконец Дарья Алексеевна приказала вам написать, что они решились завтрашний день ехать в Петербург. Если же Бог даст дяденьке облегчение, и они во вторник в Петербург не будут, то тетенька вас просит прислать нарочного сюда на звонку с подробным наставлением Романа Ивановича Симпсона, ваш покорнейший слуга Евстафий Аврама. Но странному письму и на этом не суждено было кончиться. Бержавин лежал без памяти, Дарья Алексеевна велела сделать еще приписку. Посткриптум Тетенька еще приказала вам написать, что дяденьки нет лучше и просит вас, чтобы вы или кто-нибудь из братцев ваших по получении сего письма поспешили приехать на звонку как можно поскорее. В исходе второго часа, когда Дарья Алексеевна удалилась на время и в спальне остались только Параша с доктором, который совсем растерялся и не знал, что делать, Державин вдруг захлепел, перестал стонать и все смолк. Параша долго прислушивалась, не издаст ли он еще вздоха. Действительно, вскоре он приподнялся и глубоко протяжно вдохнул. Опять наступила тишина и Параша спросила, дышит ли он еще. Посмотрите сами, ответил Максим Фомич и протянул ей руку Державину. Пульса не было. Параша приблизила губы к его губам и уже не почувствовала дыхать. Три часа утра, когда солнце уже вставало и пробуждались птицы, и легкий туман еще покрывал поля, и Волхов, казалось, остановился в своем течении, Дарья Алексеевна и Параша вошли в пустой кабинет Держави. Там в дневном свете горела еще свеча, его рукою зажженная. Лежало платье, скинутое им с вечера. Молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось его чтение. Параша взяла остыдную доску, на ней было начало оды. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасть изобвения народы, царств и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. только это и было написано. Восемь всего стихов, но все в них величественно и прочно, как в славнейших одах Державина, и в то же время так просто, как он не писал еще никогда. Жизнь со всеми ее утихами он всегда любил и того не стыдился, хотел устроить ее ко благу личному и общественному, ради чего и работал, не покладая рук. Но еще в ту пору, когда при Читологайской горе рождалась его поэзия, он был пронзен мыслью о непрочности жизни. О Мафтерпий, дорожайший Мафтерпий, как мала есть наша жизнь. Лишь только ты родился, как уже рок дня того влечет тебя к разрушающей ночь. Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства тут игралище непостоянно. Терзаемся беспрестанно хотениями, потеряемся и уничтожим. Все есть предел в нашей жизни. его эпоха на каждом шагу давала поводы к размышлениям такого рода. От смерти мистерского до падения Наполеона он не переставал твердить о минутности дел человеческих. Не было, следовательно, ничего нового в первом четверостише его предсмертных стихов. Но было кое-что новое во втором. Он любил историю и поэзию, потому что в них видел победу над временем. Поэзии сам был отчасти историком. На будущего историка своей жизни сдирал с доверием. Не зря на колесо веселых мрачных дней, на возвышение, на понижение счастья, единой правдой меня в умах людей, через клеи восхвестишь согласие. В бессмертие поэтическое верил он еще тверже и многократно высказывал эту веру, подчас даже с некоторым упрямством, не без задора. Врагов мои червь кости сгложит, а я пеит и не умру. В могиле буду я, но буду говорить. Стихи о реке времен писал он 6 июля и, вероятно, тогда не думал, что только два дня отделяет его смерть. Но он знал, что дотаскивает последние деньги. Время для него кончало. Он задумался о том, что будет, когда оно вообще кончится, и ангел, поклявшийся, что времени больше не будет, вырвет трубу из склеенных рук и сам вострубит, и лирного голоса мельпомены не станет слышно. История и поэзия способны побеждать время, но лишь во времени. Жерлом вечности пожрутся и они сами. Тут отказываются державе над мечтой, утешавшей его всю жизнь. Отсюда и обнаженная простота его предсмертной страфы. Все прекрасы, как бы совлечены с нее вместе с надеждой. Стихи были только начаты, но их продолжение угадать нетрудно. Отказываясь от исторического бессмертия, державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии, Боге. Он начал последнюю из своих религиозных от, но ее уже не закончил. Бог было первое слово, произнесенное им в младенчестве, еще без мысли, без разумения. А Боге была его последняя мысль, для которой он уже не успел найти себя. Десятого июля приехали из Петербурга племянники Семен Капнис с Александром Николаевичем Львовым. Они-то и взяли на себя все заботы о похоронах. Замечательно, что неизменная твердость Дарьи Алексеевны на сей раз ее покинула. Кажется, она даже не имела мужества взглянуть на покойника. Во всяком случае, она не присутствовала ни на панифидах, ни при выносе. От потрясения она слегла, ее перевели во второй этап. Племянницы находились при ней почти безотлух. Решено было хоронить Державина в Хутынском монастыре, который так ему нравился, куда он езжал к Евгению. Одиннадцатого числа вечером привезли из Новгорода все необходимое. Тело было положено в гроб и тогда же отслужено последнее панифидах. Параша хотела проводить печальное шествие хоть до лодки, которая повезет тело в Хутынь, но Дарья Алексеевна взяла с нее обещание остаться в коме. Была уже полность, когда Параша пришла с панифида. Вдруг внизу раздалось похоронное пение. Гроб только что понесли, и это пение в полголоса походило скорее на протяжные стоны, которых, может быть, не было бы и слышно, если б не тишина, наступившая во всем доме. Параша бросилась запирать двери, чтобы Дарья Алексеевна ничего не услышала, потом, подойдя к окну, она увидала внизу толпу людей фонарями. Неся гроб на головах, они стали спускаться с горы. Ясно светили широкие серебряные голуны на гробе, который все удалялся и, наконец, донесен был до лобки. В черном волшове отражали звезды июльского мира. На носу поместились певки, на корме пред налоем соломщик читал молитвы. Малиновый гроб был поставлен на катафалке, воздвигнутом посередине лодки. Черный балдахин колыхался над катафалкой. По углам стояли четыре тяжелые свечи церковных подсвечников. Лодка шла бичевою, за ней следовала другая провожатая. Ночь была так тиха, что свечи горели во все время плавали. бичево. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...